Здравствуйте, вы смотрите замечательное шоу. Два ультра четких пацана и один мутный. Какой-то мутный пацанчик. Не резкий какой-то. Если что, вы включили завтра каст номер 253. Прямо сейчас мы его записываем вживую, поэтому, соответственно, мы немножечко подождем, пока соберется, как обычно, наш народ. И пока будем рассказывать о всяких шутках, прибаутках, что у нас там происходит. Я, кстати, пущу анонсы, чтобы, собственно, народ как раз-таки увидел и к нам пришел. Это и отличная картинка уровня понравилась. Спасибо тебе. Мне 30 лет, говорит старик, 90 лет. Ну, а посмотрите, сколько есть возможных мета-слоев к этой картинке. Например, а что если он врет? А зачем он врет? Пока вопроса просто мне 30, и я уверяю вас, что работа подкастера абсолютно безстрессовая, лишенная напрягов и прекрасно влияющая на ваши здоровья. Кто-то уже расчехлил, я прям слышу, влияющие на здоровье. Это был не я, между прочим. Максим этот момент разговаривал, а Тимур расчехлял. Я вам скажу так, что на самом деле, конечно, подкастинг – дело такое непростое местами, потому что нужно, знаете, даже если ты не очень хочешь все равно пойти, выйти в эфир и, например, поговорить о важных вещах, стараться соблюдать при этом, знаете, при плохой игре хорошую мину, и это не всегда бывает просто. Ну, доктор, я есть польяч. Каждый раз мы на эту историю. Ну, это же грустненько. Она, как бы, никуда отсюда у нас не уйдет, Тимурчик, как бы, грустненькая. А мы теперь всегда такие, Дианочка, понимаешь? Вот так это будет. Да, к сожалению, так. Слушай, но вообще я могу сказать... Что такое? Что случилось? А, я случайно открыл YouTube, и ты у меня там заговорил. Я подумал, что ты мне что-то говоришь, а потом понял, что это просто-напросто у меня отстает на 10 секунд. Ну, понятно, да, 30 лет, как мы говорили, уже все. Ужасно. Уже можно все, как бы, крестное тесто. Таблеточки. Да, таблеточки. Выбил дед. Я, кстати, ты будешь сменяться, но я действительно сильно забыл выпить таблеточки. Я пью витаминки, потому что... А, курсик. Да, у меня по проблеме со здоровьем, и приходится кушать таблеточки, и вот я сегодня их забыл выпить. Но я потом, после записи, их выпью на ночь. Понятно. Слушай, а я пью витамины, сейчас пью витамин С каждое утро, пью витамин D, причем витамин D такие прям серьезные дозы, знаешь, там такая огромная, такая прозрачная фигнюшка. Мы, короче, начали, блядь, бабки на лавочке. Нет, 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 это просто смотри, смотри, завтракас номер 0, я пью дабл чоколад, завтракас номер 100, я пью, значит, мум, не-не, мум, завтракас 253, ну я, короче, пью витаминчики. Ну, ну... Эволюция, эволюция. Я предлагаю историю про пиво недели на сайте завтракас просто нахер убрать, просто чтобы никто не мог нам предъявить, что мы когда-то пью-пили. Слушайте, вы просто подписывайтесь на мой аккаунт в Вивино, и с большой долей вероятности вы найдете для себя какое-то хорошее вино, которое я, скорее всего, отмечал в оценке 4 или 5. Тебя спрашивают, ты поменял фамилию уже свою? Нет, а должен был? Слышно, я могу сказать, что даже моя жена не стала менять фамилию, потому что сейчас это довольно сложно сделать, потому что из-за этого нужно менять огромное количество документов. А нам сейчас совершенно не с руки это делать, в том числе, потому что, например, сейчас получить загранпаспорт не так-то просто, а она его только получила, вот, и, соответственно, заново его менять. Не факт, что еще конкретно тебе, конкретно сейчас делают загранпаспорт с биометрией, потому что очень многим людям делают загранпаспорт на 5 лет, а не на 10, вот. И поэтому мы решили повременить, и тем более, что в этом плане хорошую практику, по-моему, то ли Макс, то ли ты, Димка, высказывал в чате, я помню, что фамилию имеет смысл менять реально лет через 5 семейной жизни, когда, ну, типа, есть четкое понимание того, что вы реально уже надолго. Да, это я говорил, и уж я вам могу по личному опыту сказать, сколько, 10 лет в следующем году у нас будет официально штампу, вот, и Алена не меняла фамилию, потому что она тогда находилась в процессе получения своего диплома, и вы можете понять, да, что это такое посреди вуза поменять фамилию. Ну, я спрашиваю, ты жена, а что, в смысле, Тимур? Да, вот так вот, доброе утро. Слушайте, я же говорил же еще, ну, в прошлом выпуске, вот, о том, что я поженился, показываю, Тимур показывает кольцо, кольцо в камеру, вот, прямо сейчас, вот. У Макса, у Макса двойное кольцо какое-то. Я, я думал, ты гей. Elden Ring. О, Elden Ring. Димур, твои надежды не сбылись. Черт, а не ваш. Блин, обратно прилетело, а, блин, я вот не ожидал, что так будет, ну, ладно, буду подумывать о том, что я несу в эфире, хорошо, ладно. Ну, ладно, ну, ничего, Димка, давай, теперь осталось тебе. У нас есть несколько слушательниц, которые тебе благоволит. У нас есть несколько наших знакомых общих, как бы, которые там тебе... Я сделал список, и, знаешь, уже галочкой отмечаю каждую. Так, ты сделал список, в котором ты там их распределяешь, там, типа, так, лицо, ноги, попа, интеллектуальный уровень, уровень ICQ, там, типа, как бы, работает в творческой профессии, там, или, типа, вот это вот... Мы потом снимем аниму, назовем его зомбак и его гаремник. Так, скажи мне, пожалуйста, Дим, когда ты станешь участником какого-нибудь, там, реалити-шоу типа холостяк? Надеюсь, никогда. Давай поженимся. Комната-комната жениха, да. Если комната жениха, да, то тут такой срач, ты просто не представляешься, вот, то, что за пределами камеры, там, знаешь, как на этих картинках, когда там... То есть ты в трусах там сейчас сидишь? Confirm, nor deny. Я бы так сказал, смотри, то есть вот за пределами камеры там ад. Понимаешь? Хорошо. Там просто не на то смотреть, там плохо всё. Поэтому вы смотрите на мою замечательную, какую-то желтоватую почему-то на камере стенку, вот, четыре постера, которых я повесил по просьбе Тимура, потому что он сказал, ты задолбался своей стенкой, вот. И замечательное кресло, вот так вот. Так, расскажи мне, пожалуйста, если ты будешь подбирать жену, что у тебя прямо сейчас, как принято говорить у нас на деревне, red flag, такой прям, вот, такой красный флажок. Вот, вот скажи, что у тебя красный флажок, что ты такой, не-не-не-не-не-не-не. Буквально, буквально, как бы, пару месяцев назад я бы тебе сказал, что наличие пениса, конечно, немного, как бы, ну... Подпорчивает, противно. Подпорчивает, да, но сейчас я, в принципе, рассматриваю все варианты. Ужасно. Ну, что поделать, я тебя понимаю. Как я могу пойти против любви? Ну как, да никак. У меня, что так? Так что... Любви все пенисы покорны, да. Да, я понимаю. Прилагаю так и назвать. Слушай, это отлично. Любви все пенисы. Блин, если бы, если бы у меня были силы писать еще один подкаст, мы бы с тобой сделали подказ про отношеньки, так бы его и назвали. Любви все пенисы покорны. Вот так было бы классно. Блин, это вот надо цитаты великих людей, понимаешь? Чем запомнился Тимур? Любви все пенисы покорны, да. Да. Слушайте, ну... В общем-то, сегодня понедельник, как вы понимаете, да? То есть мы вышли по расписанию. Вовремя. Вовремя. Не опоздали на 4 дня, как... Абсолютно. Как некоторые злые языки говорили о том, что да, они никогда не соблюдают расписание. Могут выйти во вторник, или в среду, или в четверг. Они никогда не соберутся вовремя. И ты знаешь, да, мы собрались вовремя. Да, поэтому я могу сказать так. Мы начинаем завтракас номер 253. И, как всегда, в виртуальной студии его бессменный ведущий. Меня зовут Дмитрий. Сегодня со мной новоприобретенный жених Тимурчик. Не смысл мой жених, а в смысле вообще. Это я, но я не жених, я уже теперь муж. А, теперь женихом я был в момент, когда сделал предложение. И, знаешь, в момент, когда у тебя, типа, день росписи. Вот ты, типа, жених. Поздравляем тебя. И, конечно же, Максимка с нами тоже женатик давным-давно. Да, бывалый же муж, это я, да, здравствуйте. Поэтому... Можете рассказать вам много. У нас сегодня вот такой вот подкастик. Как обычно, как всегда. Раз в неделю завтра каст выходит в эфир. И мы пытаемся каким-то образом скрасить вам нелегкие дни. Смотрите, у нас, на самом деле, мы, как обычно, начинаем с каких-то там новостей, каких-то вещей. Но, на самом деле, в первую очередь, мы, опять же, как сейчас, ну, у нас уже практически это стало традицией. Мы, в первую очередь, хотим поблагодарить, конечно же, людей, которые поддерживают наш проект. Потому что, ну, мы все отлично знаем, что сейчас крайне тяжелое время для огромного количества наших слушателей. И мы, как мы уже говорили, тоже мы стараемся делать то, что мы умеем делать. Ну, мы умеем выпускать подкаст. К сожалению, сильно больше какой-то помощи мы сейчас не можем сделать для всех этих людей, которые сейчас, ну, там, попали в ужасную ситуацию. Там какие-то жизненные обстоятельства. Или там просто, там, прошу прощения, там прячется бомбоубежище, там, грубо говоря. Мы можем сделать контент, потому что огромное количество людей нам пишут о том, что мы им помогаем. Что им помогает немножко отвлечься, небольшой эскапизм. Потому что, ну, реальность настолько сейчас суровая, что можно сойти с ума. Многие вообще не вывозят. Очень тяжело. И, может быть, там, пару часов обсуждения каких-то отвлеченных тем. Шутки про пенисы и прочее. Шутки про пенисы и прочие вещи. Может быть, вам помогут немножко отвлечься и чуть-чуть сохранить кукуху. Вот. И, опять же, спасибо огромное всем тем, кто нас поддерживает тоже. Потому что для нас сейчас тоже не самое простое время. И мы, в общем-то, благодарны всем тем людям, которые нам заносят на Патреоне. На нашем... Ну, на Патреоне, в первую очередь, для тех, кто, конечно, за границей. Им это удобнее и легче всего. Для тех, кто в России, это сервис Boosty. Вот. Ну, и, соответственно, если кто-то еще пользуется там сервисом, соответственно, Apple Podcasts, то с него мы тоже потихонечку получаем деньги. В принципе, там вы нас можете поддерживать тоже. Если вас, ну, там, в Америке, например, Apple Pay вам удобно пользоваться им, то окей, не вопрос, мы тоже, как бы, тогда окей. Для нас тоже нормально. Да. Вот. Еще что-нибудь заинтересное. У нас в этом выпуске будет розыгрыш двух смартфонов Realme. Мы будем его разыгрывать так же, как мы делали до этого розыгрыша, если помните, в конце прошлого года. Мы, по сути, делали розыгрыш на YouTube, то есть на нашем YouTube-канале, под видео вот с этим самым выпуском, 253-м. Поэтому, если вы слушаете его в аудиоверсии, то заходите на youtube.com и слэш завтракаст, найдите там 253-й выпуск. И очень простые правила. Соответственно, для всех тех людей, которые живут в России, потому что, к сожалению, так получилось, что мы не можем отправить сейчас из России куда-либо что-либо вообще. Никак. Поэтому, ну, к сожалению, только для жителей России. Но вы всегда можете оставить комментарий. Любой. Ну, желательно какой-нибудь нормальный, адекватный. Хотите там с мандарином и саладушком, или там просто привет завтракаст, или там про флажок рассказать, или еще про что-нибудь. Вот. Как хотите. И, соответственно, мы разыграем два смартфона. Они довольно разные. Один такой прямо геймерский, другой такой консумерский. Они прикольные оба. Они довольно прикольные. И, соответственно, мы выберем победителя лайвом в записи следующего выпуска. Прям вот вживую будем подбирать победителей, всех тех, кто оставил комментарии, под видео вот с этим самым 253-м выпуском. При этом мы еще напомним, что Realme прямо сейчас на T-Mole проводит распродажу. До 18 апреля она будет идти. И если даже вы ничего не выиграли, но вам нужен бюджетный хороший смартфон, вы можете зайти на их страничку в T-Mole и взять, собственно, те смартфоны, которые мы разыгрываем. И это никто не устраняет. Ну, в общем, мы сегодня к этому еще придем. Вот. А пока начинаем с нашей извечной рубрики по поводу слухов недели. Слушайте, и один из главных слухов, знаете, такой, который мы постоянно произносим, он как слух про GTA, да? То есть мы ждем, ждем. Рано или поздно оно, конечно, наверное, случится, но пока не случилось. И Sony якобы купила Кодзиму. Причем не просто Кодзиму, а дело в том, что на ресторе обратили внимание, что на сайте самой PlayStation висел огромный баннер, в котором были, в общем-то, герои разных игр. Там была Элой из Horizon Zero Dawn, вот эта тетка, я забыл, как ее зовут, из Returnal, значит, Элли из Last of Us, Кратос, тот японский ниндзя из Ghost of Tsushima, как его там, Джин Сакай. Джин Сакай, да. В общем, все-все-все-все герои. И, соответственно, был герой из игры... Мне особенно нравится Mr. MLB. Concrete Genie была такая игра. Мне, кстати, не очень понравилась она была, по-моему, не очень. А у Максимка он был в восторге. Так вот, в новом обновленном баннере вот этого чувака из Concrete Genie убрали, и теперь там Сэм из Death Stranding. При этом вот этот баннер Сэма там не видно. То есть этот баннер на десктопе отображается в обрезанном виде, то есть он подрезан так, что ты не видишь Сэма Портера, потому что он как бы выходит с границы сайта. Но если ты откроешь картинку по ссылке... Ну да, да. То есть просто извлечешь код и откроешь картинку, ты поймешь, что там есть Сэм. То есть для тех, кто ищет, типа... Да, да, это... Блин, это отличное название. Как какого-нибудь из выпусков вашего подкаста. Про закладки. Да, для тех, кто ищет. Но смотрите, тут история в том, что Sony уже таким образом проебывалась однажды, потому что дизайнер раньше времени запостил картинку с Bluepoint, причем пораньше, это примерно на полгода. И всегда Sony купила Bluepoint, а у них уже картинка была нарисована, все было классно. И она замолчала на полгода, и через полгода неожиданно, да, действительно Sony купила Bluepoint. И здесь то же самое. То есть дизайнер дорисовал лишний элемент, чтобы когда анонсирует сделку, просто лендинг немножко расширить, и все, типа, все лезет. Подготовились. Возникает, правда, еще пару моментиков, которые как бы довольно странные, и я могу сказать, что есть вариант, что не совсем купила, а может быть купила права, например, на сам Death Stranding, ну, типа, плюс-минус, от Кодзимы. Потому что, например, Джефф Граб, наш любимый, говорит о том, что на самом-то деле, если помните пару лет назад, он утверждал о том, что Кодзима делает какой-то проект для Xbox, для Microsoft. И он говорит, что, несмотря на все эти слухи, которые спекулируют о том, что Sony купил Кодзиму, якобы этот проект для Xbox все еще существует, и он все еще делается. Возможности он... Скелл Баун довольно долго существовал. Я могу тебе сказать, что никто не отменяет сценария, как с покупкой беседки, когда ты покупаешь студию, у нее есть некий легоси-проект, ты его аккуратно доделываешь по контракту и уходишь с миром. Ну, может быть, либо... При этом сам Граб... При этом сам Граб говорит, что вот эта информация, она ни в коем случае не противоречит тому, что Sony реально купила Кодзиму. Потому что одно другому не мешает абсолютно в современном мире. Мне кажется, это довольно странно. Покупать Кодзиму, а он в это время проект для Xbox пилит. Именно поэтому его и купили, чтобы он не пилил проекты только для Xbox, тебе не кажется? А, то есть ты хочешь сказать, что Кодзиму такой специально через Джеффа Граба пустил слух о том, что, типа, а вы знаете, я вообще-то как бы немного для Microsoft делаю проекты. И все, они такие, блин, блин, вы слышали? И, знаешь, такой бежит-бежит, запухавшись в переговорку, врывается. И Хермен Хюльц такой, да, он носится. Кодзиму купил Microsoft! И скорее, давайте ему предложим побольше денег. Акадзиму себе цену так набивает, да? На самом деле, все проще. Действительно, вы вначале сказали правильно о том, что вполне возможно, что это проекты, которые просто привязаны к Sony. То есть это может быть мультиплатформенные игры, но которые делаются под крылом Sony. В том числе MLB The Show уже вообще вышел где угодно. Да, только это не отменяет того факта, что на этом баннере только внутренние студии PlayStation. и расположен этот баннер на сайте внутренних студий PlayStation. MLB The Show делает внутренняя студия PlayStation Sony San Diego. Слушай, ну ты же понимаешь, что если у тебя взял какой-то разработчик и сделал игру только для PlayStation, потенциально, а потом как бы, ну и дальше двигается, дальше делать что-то другое там для мобил, для того или сего, короче, то есть как бы эта игра все еще остается эксклюзивом PlayStation. А можно у него и пока? Сюзи PlayStation просто в том, что этот лендинг Тимур для внутренних студий Sony предназначен. Для всех. Вопрос, у меня возникает вопрос, смотри, а вот перед, между Сэмом и чуваком из MLB The Show это что за фиолетовый мужик? Это что такое нарисовано? Это не Infamous или случайно? Какой фиолетовый мужик? Стойте, 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 я открою картинку. Фиолетовый мужик, это этот, как его звать, Кровь и истина? Бладен Труп? А, это VR, VR. Да, это студия, это лондонская студия. Это лондонская студия. Ну смотрите, то есть здесь Сэм, лондонская студия, Сан-Диего, Insomniac, значит, Sucker Punch, Santa Monica, Naughty Dog, Housemarque, Bluepoint, Guerrilla, Sony Band, Team Asobi и, собственно, Polyphony Digital. Да, и еще торчит кусочек от Dreams, совсем с краю, от Polyphony. Вот. То есть, это все внутренние студии, внутренние студии, такая логика. Я вполне уверен, что Sony могли купить Кодзиму. И знаете, если... Особенно новость о том, что они переехали в здание, или даже чуть ли не в то же здание, вместе с Sony. Да, они там в Sony парке сидят на Minato Q, но суть вся в том, что они могли... Ну давайте пофантазируем, это же у нас такая рубрика, где мы можем фантазировать, да. Sony, смотрите, покупает Кодзима Productions, и рядом она действительно совершает крупное поглощение, самое крупное, о котором сейчас говорят разные чуваки, и она покупает все портфолио Konami. Почему бы нет? Я верю в это с трудом, честно. Позором скажу. Не саму Konami, ее IP-портфолио. Ну типа, как бы, ты купил Konami, ты купил там, не знаю, Silent Hill, ты купил там Castlevania. MGS, ты купил Castlevania, ты купил Control, потом садишься и говоришь, Кодзима, вот ты там что-то пытался, пыжился про курьеров вот этих твоих, да, вот не надо больше. Возвращайся. Давай нормально делай, да, то есть, как бы, нормально делай, нормально будет. И Кодзима такой, нееееет, черт, я уже 5 этих игр. Но тебя уже пили. 6 уже Игорь этих сразу сделал. А, такой, Джим Райан сидит из боб. И он такой, черт, блин, можно, пожалуйста, не такие, не, чувак, все. Это игра про Кодзиму, который ходит к Джиму Райану, а тут ему каждый раз отказывают в его очередной гениальной идее. При этом он с чемоданами ходит по пустому Токио. Под музыку Silent Poets. А там внутри, такой садится, вздыхает в кафешке, открывает чемодан, там лежит, короче, много миллиардов йен. Он такой на них смотрит, вздыхает, закрывает. И такой, типа, да, очки натягивает, волкман включает, этот металлический, идет. Играет песня, в которой метафорически обыгрывается вся эта история. Деньги не приносите счастья, да? Так это работает? Да. Да, да. Все верно, абсолютно. Вы приняты. Слушайте, если уж мы тут затронули, я хотел немножко обговорить момент, потому что, видимо, нас не очень поняли. Ребята, смотрите, комментарии для конкурса Realme мы вам скажем обязательно по поводу того, что комментарии нужны именно те, которые под опубликованным видосом, потому что в комментариях, которые вы пишете, эти, ну, комменты, они не считаются. Мы уже много раз это делали в прошлые разы, когда делали конкурсы. Мы когда опубликуем видос, когда он станет именно не трансляцией, а именно видосом, вы под ним сможете оставлять комментарии, и каждый из них будет участвовать, соответственно, в конкурсе на розыгрышей Realme. Это, скорее всего, произойдет в субботу. Может, в субботу, наверное, выпустим подкаст, если сегодня четверг? Ну, типа, сегодня четверг, да, пятница, ну, да, пятница, в субботу, скорее всего, выйдет. Так что вы можете спокойно публиковать в субботу свои комменты, да. Да. И раз уж у нас такая палочка, дайте я зачитаю ваши анонатики. Во-первых, конечно, на Ютубе Евгений Ильич навес нам 5 долларов, крепко димой мужики, Тимур, еще раз поздравляю с обновлением семейного статуса. Спасибо большое. И он же навес нам 2 доллара, так и назовем ДТКД ЛВПП. Я не помню, что это значит, но неважно. И, естественно, ваши донаты на The Nation Alerts. Да, напоминаем, что если вы думаете, что, типа, они нам не приходят, они нам приходят. Просто мы делаем так, чтобы они не публиковались на стриме по понятным причинам. Максим занес нам 30 рублей, Тимура с прошедшим событием, всех остальных с четвергом. Спасибо. Четверг. Дорки-порки занес нам 150 рублей окольными путями через Казахстан до меня доехала толстовка с мандарином. Логотип ЗЦ, конечно, составился. Думаю, закрасить одну букву маркером. Конечно же, да. Мы тебя отлично понимаем в этом плане. Но вообще мы видели уже кучу фоточек про наш мерч. И выглядит он очень круто. поэтому я очень надеюсь, что получится его тоже получить. Если вдруг его принимают в Казахстане, то тогда может быть иметь возможность через кого-то из наших слушателей попробовать им, чтобы прислали, а они нам послали в Россию. Знаешь, что ДТКД ЛВПП? Любви все пеницы покорные. Круто. На нем занес на 300 рублей. Пацаны, как вы думаете, в текущей ситуации нормально ли отказываться от общения с людьми, че взгляды на происходящее радикально отличаются от собственных? Смотрите, есть две точки зрения на вопрос. Первый, если этот человек для тебя никто, то, конечно, да. Пошел он нахуй просто. А если как бы это какие-то там родственники или друзья или там с кем не хочется терять связь и прочее, то тут я отсылаю к какому-нибудь ролику Екатерины Шульман, которая ведет на Ютубе. Я бы сказал, что у нее, знаешь, не политическое шоу, а терапевтическое, потому что она иногда объясняет вполне обычные простые вещи очень простыми словами, мне очень нравится, как она это делает. И она там рассказывала, что не пытайтесь переубедить человека, ну, то есть, просто не пытайтесь, просто сообщайте ему факты, вот и все. Ну, то есть, через какое-то время до него, может быть, дойдет, а если не дойдет, ну, как бы, значит, ну, вы пытались, по крайней мере. Мне в этом плане понравился совершенно офигительнейший канал и в телеге, и в твиттере, а что случилось? Да, да, я предлагаю следующий подкаст так и назвать, а что случилось? Очень многие люди не отдупляют, что случилось. И там была очень классная история о том, что женщина какая-то писала производителю хлеба о том, что хули ваш хлеб-то типа подорожал. Это мне напоминает письма на спичечную фабрику, знаешь, такого же уровня дискуссия. И там типа доллар же типа подешевел, как бы хули у вас там хлеб подорожал, короче, ей аккуратно отвечаю, что типа, вы знаете, у нас подорожало сырье. И она говорит, да я сейчас на вас там фас нажалуюсь, короче, хули у вас там сырье подорожал. Насколько-то у вас там подорожал? Тоже на 40%? А-а-а-а? Я такой думаю, да, это все на фоне того, как сказали, что внутренняя цена бензина в России внутренняя цена бензина типа супернизкая стала падать вообще за последние 5 лет. А я такой подхожу на колонку, вижу, что она как росла, так растет. И вот так думаю, так, то есть подождите-ка, то есть цена типа на бензин падает ну типа на внутреннем рынке внутри у типа людей, которые держат заправки, она для них снижается, а они ее повышают для потребителей конечных. И я такой, ну нормально, окей, хорошо. Вадим Ким занялся нам 1111 рублей, не перестану благодарить вас в каждом донате, спасибо мужики, стали моими интернет-друзяшками заочно, при этом вы обо мне не знаете ничего, это странно, но здорово. Я могу сказать, что в прошлом декабре у нас, когда было празднование шестилетия, да, за острокастное, к нам куча народу подходила, я никого не знал, и такой тип, привет. Слушайте, но все равно это на самом деле это очень круто, потому что мы понимаем, что у нас огромная комьюнити, потому что иногда берешь и там что-нибудь рассказываешь в чате или еще там где-нибудь там что-нибудь упоминаешь, или говоришь там письма свои присылайте, или там приходишь и пишешь, например, там есть у кого-нибудь, там кто-нибудь, там врач какой-нибудь или еще что-нибудь такое, где приходит куча народу и говорит, да, брат, я могу помочь или еще что-нибудь, и самое главное, что ты узнаешь, что вот этих людей их очень много, то есть прям тысячи этих людей, и это очень классно, круто осознавать, что ты делаешь это все не в пространство куда-то, а действительно для людей. Потому что, например, вот мы там состоим в всяких подкастерских чатах в телеге, и очень многие переживают, что вот они делают кучу контента, прям стараются, там, знаете, платят за аренду студии звукозаписи, там, гостей приглашают и прочее, а у них там по 300-500 прослушиваний на выпуск. Ну, кажется, что это в пустоту. Они такие, блин, нафига это делают. Вот. А когда ты видишь, что у тебя там многие десятки тысяч человек тебя там смотрят, слушают, и это, конечно, очень круто, им очень мотивирует. Вот. Спасибо, что вы у нас есть. Ти Юджин занялся на 3000 рублей, Мазл Тов Тимур. Это дубль 2. В прошлый раз ты тоже поздравлял. Спасибо большое. Ну, ртовразный каталог, пластиковый Куко. Вот, видимо. В основном 150 рублей. Пацаны, вообще, ребята, жизнь, несмотря на все, тихо налаживается. Я сходил на квиз про мемы. Работа добавилась, учу джаваскрипту, жду фильм Синкая, а вы как? И что по аниме сегодня? Мы ждем фильм Синкая, а по аниме у нас будет. Я не жду фильм Синкая. Я жду, ты что там, очень крутой трейлер. Я очень жду новый фильм Синка, и мне безумно нравятся все его работы. Дима заткнулся, решил, что не стоит снимать эту тему. Покоритель пенисов донес нам 150 рублей. В игре камень, ножницы, бумага, зомбак, любовь. Любовь всегда бьет зомбака, ножницы бьет и камень бьет. И только бумага его не бьет, она тонкими надрезами кромсает его пальцы. Плохая, да, экзистенциальная шутка, я не готов. Димка, я тебя жалею. Фил Спенсер, он же покоритель пенисов заместом 150 рублей. Господа, скоро официальный пресс-релиз, но для вас я немножечко эксклюзиву вам за щеку. Финансируем Кодзиму Сана в рамках поддержки экономика Казахско-Бурятской Республики. Вот мне кажется, казахи-то удивятся, что у них есть еще Бурятская Республика. Короче, это все донаты, давайте продолжим дальше нашу историю про слухи. Да, говоря про платформы держателей, это бы, в общем-то, наша рубрика была неполной, если бы мы не упомянули еще и Майкрософт. И Майкрософт очень интересный слух, потому что изначально он был воспринят неправильно, а потом его все-таки истолковали как следует. Что, типа, якобы Майкрософт работает над более маленьким, более, типа, более экономным в плане электричества Xbox'ом, и все подумали, что это какая-то новая ревизия в новом корпусе и так далее. Но на самом деле нет. Речь идет про Xbox, который, в общем-то, будет более экономным. Да, там будет другой чип, но этот чип будет из серии 7 нанометров, он перейдет на 6 нанометров. Или на 5. У PlayStation есть такая же внутренняя ревизия, она уже вроде как даже в производстве на TSMC. Это сделано для того, чтобы немного разгрузить занятые ноды, и для того, чтобы просто нарастить производство. Потому что Sony сейчас очень сильно сосет по производству PS5, в ходе того, что в апреле сейчас, например, даже в Европе Xbox продается лучше, он просто есть. Я, кстати, вспоминаю с тобой историю, которую ты там рассказывал, что у Xbox'а очень большой чип, поэтому им приходится вырезать из вот этой вот, как это, подложка под кремний, вырезать два, соответственно, чипа. Один под серию SX, один под серию S. И именно поэтому, типа, у Xbox'ов меньше. Как вот ты объяснишь сейчас эту историю, если у Xbox'ов получается больше? Нет, есть же вопрос, здесь же даже вопрос не с чипами, здесь же еще вопрос поставок, вопрос того, что они по времени раскиданы. Пошли маневрирование. Нет, на самом деле ситуация поменялась. Наверное, Microsoft смогла себе что-то за год перебронировать, и Sony что-то тоже там где-то промахнулось. Но в любом случае сейчас будут внутренние ревизии, потому что и тот, и другой производитель будут немножко упрощать базовые машины для того, чтобы быстрее выпускать их с заводов. И Sony мы это уже видели, где они уменьшили радиатор, где они немного переделали чип, где они немного переделали кулер. И я думаю, такие же нас истории ждут и, собственно, на Xbox'е. Слушайте, дай я в твой благостный нарратив вставлю три копейки, потому что, если помните, слухи до выхода Microsoft Series X, то говорили о том, что есть Project Scarlet, а есть Project Lockhart. И Project Scarlet это был как раз Xbox Series, а Project Lockhart это была какая-то суперупрощенная версия Xbox, которая была направлена на стриминг. То есть, по сути, такой сет-топ-бокс для стриминга игр с xCloud. И учитывая, что мы говорили вам вообще много раз о том, что Xbox Game Pass будет тогда валиден и приносить нормальный денег, и вообще экономика вся сойдется только тогда, когда Xbox Game Pass будет, как Netflix, в любом утюге. Ну, то есть, вообще где угодно будет играться. Телек встроенный, наверное. То есть, встроенный в телек, встроенный в приставки, встроенный в могилы, в iPad, везде вообще. То есть, он должен вообще в любом утюге работать. И, в принципе, история со своей маленькой приставочкой, которая бы стоила очень недорого от самого Microsoft, она, наверное, хорошая. И, в принципе, может быть этот слух, может быть. Он как раз-таки про нее. А хотите другой хот-тейк? Давай. Смотри, все почему-то прицепились к слову smaller, типа меньше по размерам Xbox, и никто почему-то не подумал, что это может быть условная слимка. Ну, то есть, просто как вот была у PlayStation, помнишь, например, PlayStation 3, она была здоровенная, гигантская, блин, с кучей портов, и, ну, просто какой-то комбайн был самый настоящий. До слимки прошло, ну, вообще до всех слимок прошло довольно 2-3-4 года. Ну, да, но никто же не говорит о том, что Microsoft собирается выпустить вот этот маленький Xbox завтра. Просто говорят, что они над ним работают. Может, они выпустят через 2 года всего пока что. Может, они выпустят через 3, понимаешь? Ну, то есть, как бы, почему-то все вот прицепились именно за то, что smaller, и это как бы не говорит о том, что она будет существенно меньше, или там будет хуже. Может, это будет точно такой же Xbox Series X, просто один в один. Просто у него будет другой дизайн, и процессор будет более энергоэффективный. Вот и все. То есть, по сути, это новая ревизия. У него будет точно такое же количество мощности, точно такое же количество там, ну, может быть, ладно, не знаю, 2-терабайтный поставят туда SSD-шний. Вот. Но, как бы, никто же не говорит, что это выпустят завтра. Может, через 5 лет. Сделают HDMI 2.2 туда. Ну, типа того, да. Ну, потому что мне кажется, что над ревизиями, на самом деле, сейчас работают, ну, абсолютно все. И не знаю, слышал ли, не слышал-то историю. В Digital Foundry тут недавно разбирали видос новой Зельды, которая в следующем году выйдет. И они смотрели на те эффекты, которые там есть в ролике. То есть, в видеоролике. Понятно, что у них нету доступа к билду какому-то, да. Они просто видеоролик разбирали. Они говорили о том, что, ну, вообще-то, как бы, вот, такого рода там анти-алайсинг, такого рода там, типа... Volumetric Clouds, да. Volumetric Clouds, да, типа облака объемные и все прочее. Оно на современном свече невозможно. Так что, скорее всего, это либо какая-то новая ревизия свеча, типа Switch Pro, либо это Switch 2 с обратной совместимостью, там, с предыдущей, да. А, соответственно, новая Зельда будет таким, типа, кроссгеном, который выйдет и на старом свече, и на новом свече. И, в принципе, в это довольно легко поверить, потому что сколько прошло лет? Шесть между двумя как бы... Слушай, ну, примерно в 2016-м же он, да, вышел уже вроде бы. В 2017-м. Ну, то есть, вот смотри, 2023-й, да, и 2017-й. Вот тебе шесть лет прошло между двумя играми, которые, ну, по сути, скажем честно, выглядят, ну, плюс-минус, похоже, заключением вот этих вот спецэффектов. И, в принципе, да, вот тебе Nintendo, ну, 100% работает над какой-нибудь какой-то новой ревизией свеча, либо вообще над новой консолью. Я думаю, что и Microsoft работает, и Sony тоже работает. Я уверен, что вот этот гигантский гроб, который у меня стоит, который называется PlayStation 5, его наверняка в какой-то момент тоже уменьшат. Наверняка. Я думаю, что им сейчас настолько большой спрос на обычный PlayStation 5, что им бы его бы хотя бы удовлетворить. Не то, чтобы какие-то слимки, прошки там и так далее. Потому что все, кто хотят купить, не могут пока что купить PlayStation 5 прям совсем уж легко. Ну, то есть, способов это сделать много было. Там у перекупов ставить заявку, тебе случайно выпало где-нибудь там в ритейлере или еще что-нибудь в этом роде, как бы много. Все, кто прям очень хотел, многие уже купили. Те, кто особо ленились или не парились по этому поводу, не купили. Но если бы PlayStation 5 сейчас появился просто так вот в магазе, они бы просто там, их бы все смели тут же. Потому что людей, которые хотят купить, огромное количество. Слушайте, ну давайте потихонечку поговорим по поводу, кстати, игры, которые мы очень ждем. Я вот могу сказать, что сейчас череда идет ремейков. Огромное количество компаний анонсирует свои ремейки. Какие-то прям люди встречают вообще с безумным энтузиазмом. Ну, типа того же самого Final Fantasy VII ремейка, который в итоге вышел довольно прикольным. И его все поиграли и всем понравилось. Или, например, вот сейчас делают Dead Space. Ну, об этом открыто все говорят. Они постоянно показывают дневники. Спринтерсел делают Ubisoft. Да, Спринтерсел якобы делают. Но там, возможно, будет не все-таки ремейк, а какое-то переосмысление вообще игры. Ну, и тут появились первые новости о том, что якобы, якобы делают ремейк после Final Fantasy VII. Теперь следующий, по сути, одной из самых популярных игр в серии. Это Final Fantasy IX. И я могу сказать, что я тут недавно запускал Final Fantasy IX версию для PlayStation 4. И думаю, ну, вот сейчас посмотрим, что там как вообще. И я скажу вам честно, что, конечно, выглядит она отвратительно. Как прям такой лэйзи-лейзи такой прям ремейк. А почему? Ремастер. Они сделали очень некачественные, очень плохие фильтрации в задниках вот этих двухмерных. И, ну, очевидно, можно было их прогнать через какие-то нейросети. Причем я видел картинки, где люди-энтузиасты прогоняли по К-версию Final Fantasy IX через... Их не прогоняли, что ли, в ремейке? В смысле, в динаме. Их просто взяли и растянули. И как бы в том числе там же есть места, где, например, вот эти задние кинули, то есть есть передний план, там средний план, задний план. И они просто... И просто как мысль, которую, скажем так, если ее внезапно кто-то услышит из игроделов, почему вот эта мысль никому в голову не приходит? Почему все пытаются сделать 4К, ну, в старой игре, естественно, да, там размазывая эти задники, которые для этого не предназначались, естественно, пытаясь убрать там пиксели адским антиалайсингом и прочее, прочее. Если вместо этого ты можешь просто сделать вот шейдер, как, знаешь, в эмуляторах, например, есть шейдер CRT-телека, который тебе делает сканлайны, которые тебе вот в принципе... Воспроизводит тот экспириенс, в который ты когда-то тогда играл. Почему не сделать так? Ну, то есть это же просто элементарно. Тебе ничего не надо делать для этого. Тебе не надо сознательно ухудшать игру. Просто накинуть какой-то рендер. Я тут по совету нашего слушателя, пана Котика, настроил себе Deus Ex. Там, оказывается, появился универсальный рендер для игр на первом анриле, на Директ 11, и типа ты кидаешь этот рендер в папку с игрой, он фанатский, и он всю игру переводит на рельсы Директа 11, там теселяция, SSR начинает работать, сглаживание и так далее. Я попробовал Deus Ex и второго Гарри Поттера. И ты знаешь, это неплохо. Ты получаешь все современные технологии, ты получаешь нормальный рендер, хорошо скалируемый интерфейс, который там скалируется автоматически, но при этом не калечится арт родной игры. Вообще никак. Ну, у тебя об этом и речь. То есть, как бы, ладно, черстень там, допустим, с Final Fantasy 9, да, она как бы во времена первой PlayStation делалась, но условно, вот ты хороший пример привел с Аладдином, да, например, она же такая вся от руки нарисованная, да? Ну, там типа суперкрутые анимации. Да, если ты возьмешь, например, эту игру и перерисуешь эти анимации один в один, но только в 4К, она будет смотреться так, как сейчас смотрятся, например, ну, условные Battle Tots, да, вот такие типа, вот которые новые, которые на Xbox, ты же видел, да, как они выглядят? То есть, они выглядят как мультик, который нарисован, ну, в современной стилистике, да, и пропадет вот этот шарм, который был у той анимации тогда. Ну, то есть, как бы, тебе, мне кажется, проще для ремастеров таких игр, которые рисованы, навернуть какой-то шейдер, навернуть какую-то историю, чтобы у тебя был эффект погружения в эту игру. То есть, эффект LT-телека или, там, не знаю... Ну, например, для задников вот таких вот игр переходных, типа, там, Final Fantasy какой-нибудь условный, там, 7, 9, для всяких, там, Breath of Fire'ов и прочее, есть огромное количество энтузиастов, которые, там, пытаются, тестируют и смотрят, а что, как бы получилось, если бы мы, там, нахреначили через нейросеть, как бы, ну, там, увеличение разрешения. Да, ну... И часто получается неплохо, ну, прям реально неплохо получается, ребята такие, типа, о, прикольно, давайте попробуем, там, всю игру так сделать. Почему не могли Square Enix так сделать, я не понимаю, как бы, ну, то есть, эта работа не... Не в итоге супермного. Короче, ремастер тебе не нравится, а... Мне не нравится, но я... Ну, если бы сделали реальный ремейк Final Fantasy 9, примерно на тех же рельсах, как его делают, соответственно, вот с Final Fantasy 7, ну, то есть, как бы, прикольные локации, прикольно переделать персонажей, записать там реплики, мне кажется, что выглядело бы классно, потому что, вообще-то, по чесноку, сюжет Final Fantasy 9 довольно прикольный, там... Почему вообще заговорили о ремейке Final Fantasy 9? Ну, вроде как появились слухи об этом, вот, причем слухи об этом появились на фоне... Я сейчас поясню, это будет очень смешно, если помните, был лик базы данных GeForce Now, в котором все сразу... 있다 хуйня полна. Это было в ноябре прошлого года, мы это обсуждаем. Или в власти, в прошлый год. Да, 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 да. Да, вроде формы пока в январе ерунда. Не берите в голову вообще, короче. Ну и в итоге, как вы понимаете, огромное количество вещей, которые связаны с этим ликом, уже сбываются, потому что, во-первых, в новый Tactics Ogre, о нём мы тоже сейчас хотели сказать, о том, что зарегистрировали торговую марку Tactics Ogre Reborn. Tactics Ogre — это, напомню, игра, которая была, по сути, прародителем Final Fantasy Tactics, потому что почти вся команда Tactics Ogre работала над Final Fantasy Tactics. И это игры, которые очень похожи друг на друга, ну то есть прям очень сильно. И вот этот самый то ли ремейк, то ли ремастер, то ли ещё что-то такое, Tactics Ogre Reborn, зарегистрировали его торговую марку в Японии, он тоже был в том самом лике, ремастер Хронокросса тоже был в том лике, и вообще огромное количество других игр тоже было в том лике. И Final Fantasy IX ремейк тоже там был. А, то есть, грубо говоря, раз появился Tactics Ogre Reborn, то, наверное, и появится и Final Fantasy IX ремейк. Да, и в том числе, напомню, кстати, что в этом сливе ещё и были, например, Gears of War 6, и там же был, например, Uncharted для ПК, который Legacy of Thieves, который якобы этим летом выходит. Да, и пара фейковых сиквелов в Legacy of Kain и куча прочей херни, то есть это была очень странная утечка, потому что часть того, что там было, это оказалось полной реалистичной информацией, утечкой, а часть оказалось полной фигнёй. То есть тут тоже надо... Но пока большое количество вещей оттуда сбылось. Вот. Поэтому, вы знаете, мы будем следить внимательно, но от, во-первых, какого-то ремейка или ремастера хорошего, качественного Tactics Ogre и у Final Fantasy IX я бы не отказался, вам честно скажу. Я не играл в Tactics Ogre, она вообще про что... Я тебе говорю, это по сути такой... Final Fantasy Tactics только... Final Fantasy Tactics только чуть-чуть с другим сюжетом, с другими персонажами, с другим там вселенной, но в целом они очень похожи. То есть это тоже такая около-средневековая такая история фэнтезийная. Точно так же тоже по тактосу ты крутишь карту, как бы, и, соответственно, ходишь, мув, потом атак, там, скилл, вот это всё. И такой сюжет такой на серьёзных щах про перевороты, про сражения государств, политику и так далее. Ну, то есть такая прям суперсерьёзная щи, но с маленькими персонажами, которые там сражаются, но это сделано хорошо. Ну, то есть прям реально классно. Ты можешь на эмуляторе ради прикола запустить Tactics Ogre, который был для PSP. Он довольно хороший. Вот. И я, кстати, в него поиграл, мне он тоже очень понравился. Давайте посмотрим, что у нас ещё интересного из НСАЛИНа. Да, что меня больше интересует, на самом деле, это почему никто не вспоминает о ремейке Final Fantasy VIII. То есть как бы ремейк седьмой, ну, понятно, она культовая, да, там, типа, понятно, окей, сделали ремейк. Восьмёрка неудачная игра была. Почему? Что не такое восьмёрка? Я вообще абсолютно не согласен с тобой, но просто восьмёрку сложнее делать, мне кажется. Потому что... Не сложнее. Сюжет тупорылый во всех Final Fantasy. До восьмёрки доберутся после девятки, потому что девятка была объективно более популярна, чем восьмёрка. Понимаешь, поэтому потом доберутся до восьмёрки, потом до десятки, понимаешь, как бы, и вот там мы уже разберёмся, как говорится. Ещё, думаю, может быть, шестую попробую сделать, потому что в шестой неплохой сюжет был. Ну так, не супер круто, не шестой. Шестая очень классная. Слушайте, давайте... Пацаны, моё сердечко всё ещё принадлежит ремейку Xenogers. Вот, когда-нибудь... Никогда его не будет. Никогда. Слушайте, говоря... Пройдём, у меня уже успокоюсь. Говоря про всякие серии крупных издателей, давайте поговорим немножко про Call of Duty. Здесь пачку инсайдов нам в панамку накидал Том Хендерсон, который конкретно про Call of Duty очень часто пишет вполне достоверные вещи. И, по его информации, с Лотчхаммер начали препродакшен новый Call of Duty. Значит, деталей никаких нет. То, что в 2023 году якобы не будет колды, её действительно не будет. Но с моментом, то есть не будет номерной части, которая с сюжеткой и с мультиплеером, как мы привыкли, но они выпустят якобы в 2023 году спин-офф про зомби. И это будет как бы Call of Duty title на 2023 год. Подожди, подожди. А в 2022 что выходит тогда? В 2022 выходит Black of... Ой, Black of Modern Warfare 2. Но самое интересное, что из этих инсайдов Хендерсона надо вынести. Первое, что, во-первых, перерыв в один год не будет постоянным. Это уникальная ситуация из-за факапов Activision, из-за всех этих историй с поглощениями, и серия останется ежегодной. То есть вот эта вот история, что в 2023 году не будет номерной колды, это, так скажем, форс-мажор. Второй момент, это то, что сейчас начали делать новую колду и Infinity War, собственно, Слэджхаймер, которые делали до этого Vanguard. И по информации Хендерсона, у Vanguard не будет сиквел. Интересно, черт подери, почему. Знаете, у кого еще не будет сиквела? У Battlefield 2042. И у Halo GTA, хотя стоит. У Halo GTA не будет сиквел, братан, не волнуйся. Я напомню, что вообще-то, вообще-то 2042 я купил ультимейт-версию, в которую входят, внимание, два батл-пасса. Сейчас будет. И еще ни один не вышел. Сейчас будет просто вот разрыв шаблона. Хочешь разрыв шаблона? Давай. Я купил Battlefield 2042 дважды. Знаешь, почему? Почему? Потому что я хотел поиграть с Васяном, Монморзе. Так. А он не хотел ее брать. Я такой, эх, ты скотина, на тебе. Я помню этот момент, да. Ну, подарил ему 2042, и до сих пор жалею об этом. Слушай, ну, сейчас обещают у 2042 какой-то там супер-пупер апдейт. Да, спасибо большое. Не нужно даже даром, вот серьезно. Ну, почему? А вдруг там все классно сделано? Нет, нет. Давайте вы просто похороните игру и будете делать следующую. Слушайте, знаете, кого похоронили и делают следующую? Серия Need for Speed. Тут неожиданная информация от все того же Тома Хендерсона про Need for Speed появилась. То есть, во-первых, серия после действительно перерыва оживает потихонечку. Якобы новая часть выйдет чуть ли не в этом году. Делает ее, значит, у нас, делает ее у нас все еще критериум. То есть, если вы помните, до этого Need for Speed делал Ghost Games. Потом у них отобрали серию, вернули назад критериум. И очень интересная информация, что дело будет происходить в Чикаго. Якобы в такой фантастической версии Чикаго. Я почему-то сразу Watch Dogs себе представляю первый. Да, да. Ну, кстати, Чикаго это отличный сеттинг для гонки, потому что большинство голливудских погонщиц снимается в Чикаго. Ты же в курсе? Они в Атланте? В Чикаго, потому что там вот эти локации, разводные мосты, широкие улицы, высокие небоскребы. Темные рыцари все сняты в Чикаго. Все вот эти автомобильные, например, сегменты. Так, ничего. И второй момент, это то, что у игры будет очень интересный стиль. То есть, с одной стороны, она будет, типа, вся из себя такая фотореализм. Но она будет с вайбами анимированной какой-то истории, типа анимы, типа мультика. И я как это себе представляю? Как это? И была такая игра очень давно на PlayStation 2. Ее издавала Капком неожиданно. Она называлась Автомоделиста. Это была полноценная гонка. Такая аркадная, конечно, но это была гонка. И там как бы машины были плюс-минус реалистичные. Но когда они, например, поворачивали, над ними загорались комиксовые эффекты. Или когда они ускорялись, были полосочки. Это как в этом 13-е. Да, да, как это, 13, помнишь, была? Да, да, да. Но это не селшейдинг. Это именно когда над... То есть, эффекты сделаны намеренностью. А Автомоделиста была как раз с селшейдингом, Макс, так-то. Да, я в курсе. Хотите, как это будет на самом деле? Это будет стилистика в Fortnite? Не, не, не. Фотореализм, где там фотореализм? Нет, я говорю о том, что, типа, будут реальные машины, а персонажи все будут в стилистике нарисованные как Fortnite, Overwatch и так далее. О, боже, нет. То есть, будут Overwatch-Fortnite. Такие вот, около-диснеевские такие персонажи, короче. Вот так выглядело, если что, Автомоделиста. Ну, черт его. Это звучит так плохо, что, скорее всего, так и будет. Я тебе говорю серьезно. Я вам предлагаю другой вариант. Да, уверен, что так будет. Другой вариант. Другой вариант. Хочешь другой вариант? Смотри. Представь себе старый сериал про Бэтмена, который там из 60-х, помнишь? Да, ага. Вот он. Он, ну, реалистичный, естественно, потому что снимались, ну, настоящие актеры, допустим, в костюмах. Но каждый раз, когда там Бэтмен наносил удар, там был такой, знаешь, нарисованный, типа, Пау! Там, типа, да, или там, БДЖ, типа того. То есть, удар какой-то был поверх картинки нарисован. А здесь вот тоже самое. Машина разгоняется, и у нее такой, типа, нарисованный дым. Не, не будет такого. Я тебе сто пудового верят, а так не будет. Вот, делают игру. Я вам, я вам просто зуб даю. Могу вот на 500 рублей поспорить. Давай. Давай поспорим. Я уже выиграл в прошлый раз. Давай. Я тебе предрекаю, что это будет игра по стилистике, как бы, напоминающая чем-то чуть-чуть. Декстракшнл Старс. То есть, это будут такие, типа, с реалистичным шейдингом. А, то есть, подожди, машинки будут реалистичные, а персонажей нет. Да, то есть, персонажи будут а-ля Фортнайт, а-ля Овервотч, типа такого. Хочешь выиграть спор? Знаешь, что, скажи ему. Я говорю то, что я говорю. Нет. Twisted Metal? Нет. Вот Twisted Metal Black. То есть, реалистичность в графике, но при этом мультяшной гротеской персонажей и у происходящего. То есть, вот Twisted Metal, на самом деле, это как раз та штука, которая хорошо работала на стадии реализма и анимации. Мне нравится, как нам в чате пишут, что это слух вполне правоподобен, потому что слишком уебищно. Да, 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 потому что сейс так и работает. Вы же понимаете, что перезапускать Need for Speed будут с позиции того, что, типа, какую аудиторию нам нужно захватить. Ах, да, Apex Legends и Fortnite. Ну, то есть... Но почему, как это у тебя в голове поместилось? Почему Apex Legends и Fortnite? Потому что эффективный менеджер. Нет, у тебя Need for Speed. Apex Legends и Fortnite? У тебя Need for Speed, значит, тебе надо соревноваться с чем? Forza Horizon. Понимаешь? Дим, ты не понимаешь? Нет. Объясни мне. У тебя Forza Horizon — это игра для геймпасса, созданная, как бы, там, в убыток, в надежде, что, может быть, кто-нибудь что-нибудь купит, и она замонетизируется. Но если нет, то похуй. На ретеншн, да. А здесь? А здесь у тебя нет платформы держателя. Её надо продавать, конечно. У тебя есть владельцы подписки, но подписка, как бы, которая ещё и в довесок даётся к геймпассу, да. И, в общем-то, как бы, там, ну, не всё так круто и игра должна. Отбить касты не получится только к этому, да. Да, поэтому, как бы, твоя задача — сделать игру, которая станет таким новым Apex Legends'ом, новым Fortnite'ом, но в мире гоночек. Понимаешь? Чтобы вы заходили в открытый мир, все гоняли, смешные скины, смешные персонажи, персонажи все выходят, там, что-то делают, короче, Destruction Derby устраивают там люди друг с другом. Ну, в общем, что-то такое. И, соответственно, мир GTA, понимаешь? В GTA Online, когда ты заходишь, у тебя тоже машины, как бы, реалистичные, а персонажи все ходят в хер по мечом, в хер по мечом, в хер по мечом, как одетые, там, и прочее. Ну, ты видел, как это выглядит. Да, ну, ничего. То есть, их задача, по сути, выйти на поле GTA Online, Fortnite'а и Apex Legends. Ну, короче, меня смущают две фразы. Во-первых, фотореализм, во-вторых, аниме. Мне кажется, это несовместимые вещи. А так оно или не так, посмотрим, когда в итоге этот Need for Speed выйдет. Need for Speed forever. Да. Need for Speed infinite, да. Слушайте, прежде чем мы перейдем к следующему слуху, дайте я зачитаю днатики, которые у нас там были. Недомаяковский занес нам 150 рублей. Спенсер вкалывает для геймерюк. Даешь геймпасс в каждый утюг. Ну, нормально, хорошо. Неплохо, да. Команда женатиков занесла нам 300 рублей. Привет, ребят, спасибо, что вы уходите в эфир. Поздравление Тимуру и отдельное спасибо за завтра. Тюнс очень выручает показ Spotify отрубили. А теперь ждем свадебный сет. Да, спасибо. Ну, слышите, насчет свадебный сет, я не уверен, что прям вот будет в том виде, в котором вы бы хотели. Но у меня есть два запланированных завтра Тюнс, 12 и 13. Они будут очень сильно разные по стилистике. Один такой более техновый, а второй в стилистике похожем на предыдущие завтра Тюнсы. Вот, так что, как бы, я надеюсь, что у меня получится в ближайшем будущем их записать. Барбаля же занесла на 10,6 рублей всем мандарин. Спасибо тебе, братан. Не, спасибо. Покорительница вагин занесла нам 300 рублей. О, господи. Девочка с теми волосами на заставке девятой финалки. Это Карл с огромными сиськами. Зря я обходила JRPG стороной. И да, Дима, сюжет тупорылый во всех JRPG. Ну, тут я, наверное, склонен согласиться, но могу сказать, что когда мне было 11 лет, и у меня была первая PlayStation, мне нравились абсолютно все JRPG. Я вообще считал, что это лучший жанр просто на свете. То же самое. И я играл в Final Fantasy 7, 8, 9, там, в Wild Arms, как это назывался? Гранди. Хронотриггер, Хронокросс, там, Гранди, что там еще было? Короче, вот эти все игры, и ты сейчас их запускаешь. Очень много чего было, да. Сейчас их запускаешь, и тебе хочется просто сразу же выключить, потому что там такой тупорылый сюжет. И вот по поводу восьмой финалки, мы же вот с Максимом говорили о том, что, типа, блин, вот жалко восьмую финалку не ремейкну, да? Я это говорил исключительно со стороны, как сказать, ностальгии, потому что я перепроходил восьмую финалку, когда ее выпускали на PlayStation 4 пару лет назад, и я могу сказать, что сюжет там, ну, просто вот-вот-вот-вот совсем плохой, вот скажем так, то есть прям вот плохо. Ну, я бы не отказался от ремейка, ну, потому что ностальгия. Ну, так это работает. Ну, и к тому же сюжет можно переписать, и стилистика там была прикольная. Слушайте, у нас есть замечательный... У всех японских издателей сейчас, и там всяких людей, которые делают игры, есть пример Capcom, Resident Evil 1, 2, 3, сейчас будет 4, отличнейшие заходят, прекрасно продаются, все в восторге, 5 миллионов SFM порно, короче, все такие просто ебать копать, как же круто. И все сейчас пойдут и будут делать эти ремейки. Ну, это Capcom повезло. На самом деле, если так подумать, та же самая Konami, например, ничего не делает. Ну, то есть, как бы она не просто запускает старые игры. Ну, это отдельные примеры. Ты понимаешь, это отдельная компания, которая просто нихера не делает. А вот если посмотреть, например, на какой-нибудь там Koei Tecmo, я не удивлюсь, они возьмут сейчас тебе сделают новое поколение. Ремастер первого династии Warriors? Нет, они могут взять тебе и сделать, например, Ninja Gaiden какого-нибудь нового, типа нового поколения, или там старого переделать, например. Что-нибудь такое, понимаешь, я бы не удивился. Ладно. Покоритель пенисов, знаешь, 150 рублей, Дима, история с покупкой игры для него. Это вот ревенж за шутки над покупками за день до скидки, Васян наносит тебе ответный удар. Да, я могу сказать, что я жалею о покупке Battlefield 2042, 2042, тем более дважды, поэтому я дважды жалею о них, вот так. Но было весело, на самом деле. Мы играли... Какое-то время мы поиграли хорошо. Какое-то время было, да, неплохо, даже несмотря на баги. Следующий наш замечательный слух. Да, давайте, если мы уж парад плохих издателей устроили, то есть, смотрите, Activision, чек, Electronic Arts, чек. Кого не хватает? Ubisoft. У Ubisoft тоже есть слухи и новости. Во-первых, новый Ghost Recon якобы делают, и его уже делают достаточно давно, и выйти он должен примерно до 2024 года. Вы вообще ждете новый Ghost Recon? Если в главном роли будет Адам Сэндлер, я... I'm in. Ты про фильм, а я про игру скорее. Нет, я про игру, чтобы вот как сделали в прошлом главного героя, живого актера, то же самое только с Адамом Сэндлером. Подождите, когда в Ghost Recon был живой актер в главном герое? Там можно было выбирать его лицо. Нет, там был не главный герой, там был главный антагонист, злодей. Я забываю, Пол Шрайбер или как его там зовут? А, это который... Нет, это не Пол Шрайбер, это тот, который играл в карателе. Ты про него, да? Да, да, да. Бернтал? Бернтал, да. Да, Бернтал, да. Но смотри, он не главный герой, он главный злодей. Ну, он главный антагонист. Окей, даже если... Вот они же теперь все время так берут. Эспозиту они взяли на главного антагониста, антагониста, соответственно, со края нового. То же самое сделайте только Адама Сэндлера. Почему Адама Сэндлер? Чего мне так, блин, не нравится Адама Сэндлер? Что не так? Будет смешно, забавно. Адам Сэндлер не сможет сыграть злодея. Комичного злодея. А, такого-то слегка сумасшедшего, типа Джокера. Ну, то есть, такой, типа... Или Джима Керри. Джим Керри сможет сыграть любого злодея, он хороший актер, знаешь, в отличие от... Неважно. Короче, Гострекон я, на самом деле, новый не жду, потому что меня они очень сильно разочаровали тем, что они сделали в Брэкпоинте. И мне нравился, в принципе, Wildlands. Мы играли, когда в него всей толпой, было довольно весело. Да, мы с тобой потом вот допрошли, доплатили нас с тобой двое. Да, а вот по поводу Брэкпоинта, даже если исключить все эти истории про глюки, про, там, типа, проблемы на запуске, что, там, типа, всё глючило, там, провалялся сквозь текстуры, там, мы когда, помню, с Денисом играли в Брэкпоинт, там, знаешь, ты спаунишься в вертолёте, и Денис спаунился в вертолёте. Вертолёт никуда не летит, потому что я выпал из него, а Денис об этом ещё пока не знает. И, как бы, то есть, я не жду Брэкпоинта, нового, там, условно, Гострекона, но фильм, например, если они говорят, что они делают фильмы, я бы посмотрел. Потому что мне кажется, что вот эти туповатые боевички, которых вот сейчас... Как, Макс, говорил, ты назывался сериал, который ты сейчас смотришь. Товичок? Нет, не новичок, а про поводу тоже Тома Клэнси, как же его... А, Джек Ричард. Джек Ричард, да, Джек Ричард. Вот такие туповатые боевички, в принципе, Гострекон туда вписывается идеально, потому что это же, блин, это же Том Клэнси, то есть это технотриллер. То есть там должна быть какая-то вот такая история, которая, знаешь, не слишком правдоподобная, но в целом, наверное, может быть, могла бы произойти. И, в принципе, все эти игры, они так и оправдывают эту марку. Поэтому фильму я бы посмотрел, а игру нет, спасибо. Хочешь, я тебе расскажу про будущую игру, что там будет? Там будет... Я знаю, кто там будет. Мы все знаем, кто там на кого... Я знаю, пожалуйста, давай не будем об этом. Нет, 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 там будет всё по-другому, не так, как ты думаешь. Короче, значит, будет компания, какая-то электронная, которая за счёт слежки узурпировала абсолютно всех. Соответственно, за счёт... Бодждокс сейчас пересказываешь. Ну, типа, аля, как бы, знает абсолютно всё, вот это всё. И, короче, эта компания, в том числе, с помощью майнинга криптовалют и прочей всякой такой штуки, довела... Может довести мир до экологической катастрофы. И, соответственно, ты сражаешься за то, чтобы спасти мир от экологической катастрофы. Это ты так думаешь? Я прям стопудово так думаю, что так и будет. Не знаю, мне кажется, им Гострикон надо просто на паузу поставить, знаешь, и переосмыслить вообще всё, что они там делали. Потому что очевидно, что, например, Wildlands, это была хорошая игра, потому что она играла немного не на том поле, на котором люди привыкли Гострикон ассоциировать. До Вайлдлэнса Гострикон, это был такой суровый, ну, там, может быть, не слишком реалистичный, но в любом случае, там, такой тактос, да, типа, в котором ты по тактосу заходишь. А в итоге, как народ в него играл? Просто садились четвером в вертолёт и просто всех расхуяривали, просто потому, что это весело, да? Ну, то есть, вот это так работало. Зачищали деревню, да. И в Брэкпоинте они почему-то от этой истории отказались. Это было странно. И, как бы, ты играл в Брэкпоинт один. У тебя не было никаких там с тобой, пусть туповатых, но и напарников, да? У тебя не было вот этой истории, что ты мог зайти, там, типа, твой приятель там зашёл, типа, вместо одного из ботов заменил, да? То есть, такого не было. И в этот момент они просрали. Хотя технически, если так подумать, то это та же самая игра. Ну, то есть, плюс-минус, просто карта другая, да? Они вроде как вернули туда алина парника. Ну, кто сейчас пойдёт, кто возвращается? Пацаны, никто туда не пойдёт, потому что закрыли Брэкпоинт. Всё. Юбисок закрыл Брэкпоинт. Подожди-ка. А вот так вот. А если ты купил Оиновтишку? Не-не-не. А если ты купил Оиновтишку, смотри, ты собираешь манатки, дверь там, уёбывай отсюда. Не, подожди-ка. Они вроде как говорят, что, типа, если вы потратили деньги, купили NFT, и они же всё время говорят о том, что, типа, когда вы покупаете NFT-товар в игре Юбисофт, то с большой долей вероятности этот товар у вас появится где-то там в какой-то другой игре. Поэтому, если вы купили какой-то невзрачный, отвратительный шлем за, там, 50 долларов, то есть небольшой шанс, что он появится в следующем Гостриконе или, например, может быть, в Радугу его снесут или ещё куда-нибудь. Но особо сильно не надейтесь. Ну, в любом случае, мне интересно, когда они сервера отключат, для того, чтобы, знаешь, уже игру можно было с спокойным сердцем сказать, что всё, всё закончилось, давайте следующий переходим. Будет смешно, когда ты ещё заходишь продать NFT какой-нибудь свой, да, типа, условно, по сути, JPEG-картинку шлема в Гостриконе. А потом выяснится, что он тоже, как бы, через API-юбисофт работает, это вот. И они тоже отключили серверы, и так вот, ребят, дождите, я хочу на блокчейне продать картинку, они такие, ну-у-у-у-у. Юбисофт уже есть для вас ответ. Первый вопрос от Юбисофт. У меня уже есть для вас ответ, пацаны, знаете, какой вы стали частью истории. Это цитат из пресс-релиза Юбисофт. Просто. Серьёз? Да. Просто вы заплатили деньги, чтобы стать частью истории. Слушай, ну подожди, так можно сказать про что угодно. Например, если вдруг у тебя, там, например, Юбисофт тебя наебало, и ты подал на неё в суд, ты тоже стал частью истории. Ну смотри, вот если ты когда-то, когда-то ты купил Powerglove, который был полный парашей, ну сейчас это часть истории, ты понимаешь. Да, про неё смешные ролики снимал. Ты купил очень плохую игру, ну ты стал частью истории. То есть вот так вот. Давайте абстрагируемся немного от слухов недели, и перейдём к истории, которые на самом деле реально произошли. Дело в том, что компания Мета, которая, как известно, запрещена на территории России, и мы это обсуждали несколько раз, она, к сожалению, не прекратила своё существование, как бы нам это не хотелось, она всё ещё хочет построить некий метаверс. И, собственно говоря, в метаверсе у неё есть такая реализация этого метаверса, она называется Horizon Worlds. Такой прикол в том, что компания Мета будет брать комиссию в 47,5% от продаж в Horizon Worlds. То есть почти 50% она будет собирать своей комиссии. То есть ты сделал шапку, и решил эту шапку продать для аватарчика в, соответственно, Horizon Worlds, который является, по сути, как раз реализацией метаверса от Фейсбука. и вот эту шапочку продал-то, допустим, за 10 баксов. Да. и Фейсбук из неё получает почти 5 баксов. 5 баксов. Ну, там, 4,75. Правильно ли я понимаю, что Фейсбук, мы сейчас говорим о той самой компании Фейсбук, которая катила бочку на компанию Apple, говоря о том, что 30% это охренеть, какая большая комиссия. Мы не говорим о компании Фейсбук, потому что компания называется Мета. А что называется? Фейсбук что-то там сказал, это к Мете никакого отношения не имеет. Ну, мне кажется, так сейчас будут оправдывать историю. Потому что, на самом деле, Apple, конечно же, не могла пройти мимо этой истории и прямым текстом сказала, что вообще-то они обнажили своё лицемерие, говорит нам компания Apple. Потому что комиссия 50% это много, а помните, когда они критиковали наш 30% налог в AppStory. То есть, я правильно понимаю, что корпорации сревнуются, кто менее жадный? Да. Да. Это очень важно. Осталось, чтобы TeamSue мне. Мне кажется, что это не совсем правильно. TeamSue мне пришёл и такой сказал, а вы знаете, сколько у нас комиссий в EpicStory? 12,5. Поняли? Вот так. А вы знаете, где ещё открытый marketplace и открытый старт, допускающий большое количество креаторов, которые могут что-то сделать, продать в рамках marketplace, не Fortnite. Но ведь в Unreal Engine можно делать игры. Но подожди-ка, а если я хочу продать свои танцы? Подожди-ка, я хочу Fortnite свои танцы продавать. Почему мне не разрешают продавать? Не, подожди, почему мне не разрешают скины продавать в Fortnite? хочу скины продавать. Я нарисовал скин, почему? А в смысле? Подожди-ка. У тебя есть магазин. Магазин есть. Ну подожди-ка, магазин, да, вот продаются скины в Fortnite. Почему только Epic продаёт в Fortnite свои скины? Почему мне нельзя продавать там свои скины? Я тоже хочу. Ну ведь... Или танцы. Или танцы. Я хочу свои танцы продавать. Почему нельзя? Но ведь выплаты тоже не можешь танцы продавать. Ну подожди-ка, я могу свои приложения пойти и засунуть в App Store. Как я покупаю аккаунт разработчика, создаю приложение, отправляю его на модерацию, оно появляется, я его продаю. Можно я... Почему я не могу в Fortnite продать свои танцы? Я понял мнение документов для того, чтобы тебе ответить. Здесь ещё очень интересная история, что пока там Epic, Apple и Facebook между собой выясняют отношения, у каждой компании происходит свой внутренний движ, и они, не отвлекаясь, постепенно растут, развиваются. Вот, например, в Epic Games вложили 2 миллиарда бакс на неделю и вложили на развитие того самого метаверса как раз. Вот вам, пожалуйста, VR. И вложили не кто-нибудь о Sony, она до этого уже вкладывала деньги в Epic и, как ни странно, материнская компания, которой принадлежит LEGO. То есть, фактически... Дождь, а LEGO-то каким боком имеет отношение? Очень большим, потому что LEGO-то как раз это тот бренд, который может очень хорошо выстрелить в метаверс, как виртуальный конструктор. Они уже один раз пропустили эту истерию с Майнкрафтом, и до сих пор об этом очень сильно жалеют. То есть, я думаю, они хотят скачать на этот поезд. Понимаешь, смотри, LEGO сейчас довольно круто вообще чувствует себя на рынке видеоигр. я буквально сегодня видел картинку, где написано картинка Elden Ring нарисован, написано игра для детей, дальше LEGO, как он там, Star Wars, Skywalkers, Skywalkers, Saga, игра для взрослых. Понимаешь, понятно, о чем идет речь. Но, ты знаешь, вообще LEGO себя чувствует отлично на рынке видеоигр, потому что практически все лицензированные игры, типа там всякие там LEGO Lord of the Rings, там LEGO Batman, вот это все, оно хорошо заходит, у них хорошая очень продажа. И самое главное, что вот упомянутая тобой LEGO Skywalkers Saga во многих чартах продаж сейчас держится в первых строчках. То есть, она хорошо, очень хорошо продается. Она продается лучше Elden Ring в ряде регионов. Но Elden Ring уже немножко подсдал, потому что он уже полтора месяца как вышел. это я launch launch aligned. Именно что? launch aligned, она в той же Великобритании. Через недельку, Максим, как она упадет. Можно я тебе расскажу? Почему, почему, да? Она продается так хорошо, она вышла на Switch и люди в основном покупают ее на Switch. Это идеальная игра для Switch. Я даже не смотрел. Ты знаешь, это сборище по сути игровых уровней, платформеров, типа таких незатейливых драк, которые тебе рассказывают весь сюжет Звездных войн на, по сути, все шесть эпизодов, все шесть эпизодов, понимаешь? То есть, как бы все вышедшие, как бы существующие эпизоды Звездных войн там есть. Шесть эпизодов или девять эпизодов? шесть. Какие девять? Их столько шесть существует. Вот. А, слава богу. Конечно. Вот, поэтому... Хорошо, что они остановились после шестой, да? Ну, то есть, как бы никто не сказал ничего делать, да? Да. А то, как бы, знаешь, там всякие фанфики что-то пытаются люди сделать, но сам понимаешь, как бы... Да. Слушайте, еще не все... Кстати, хотел сказать важную штуку по поводу вообще всей этой темы, что интересно вообще стратегическое партнерство между Epic Games'ом, которого есть, по сути, то, что сейчас многие люди пытаются называть метаверсом, это Fortnite, и это не так. Это не метаверс. Вот. Потому что, несмотря на то, что ты можешь покупать себе любые шапки, скины, есть постоянное развитие мира, но ты все равно являешься заложником механики. Потому что механика у тебя, прошу прощения, как бы, или ты строишь и убиваешь чуваков в, соответственно, битве, или ты просто строишь, или ты просто убиваешь в королевской битве. То есть, каких-то других вариантов они изредка что-то экспериментируют, пытаются, но все равно корр-механика это ты должен взять, блин, автомат, спуститься с парашюта и расстрелять другого человека и остаться последним. Ну, это уровни, а там же есть режим строительства, созидания, так сказать. Уже этого всего нету, как бы. То есть, ты понимаешь, что... Нет, творче-те Вы еще одну очень важную вещь упустили из этой новости. Стойте, стойте, я хочу ее произнести, потому что мы уйдем далеко. У Лего была попытка построить, собственно, метаверсу. И она называлась LEGO Dimensions. Она полностью с треском провалилась. Это как раз была такая строительная песочница а-ля Майнкрафт. И, собственно, вот они в эпик вложились именно потому, что у них тогда не хватило, знаете чего? Я просто следил за LEGO Dimensions. Я фанат LEGO, это видно по моей задней полке. Им не хватило технической экспертизы. У меня хватило технической экспертизы. То есть они просто проебались по технологиям. Они обосрались. Они не заказывали у кого-то условно? Естественно, заказывали, но они не знали у кого заказывать, какое-то заставить, как это контролировать. И, собственно, обосрались по факту, хотя они вскочили на этот пояс сразу за Майнкрафтом. Надо заметить. И у LEGO вот эта вот интерактивная часть их бизнеса началась очень рано. Вы забываете, что у LEGO есть Роболаб, у LEGO есть Майнштормс, у LEGO есть AR-вещи. Я не шучу, и они появились задолго до того, как AR стал прям охренеть, как популярен. Короче, я хотел все это дело привести к следующему, что, смотрите, здесь есть какой момент, что каждый сейчас пытается стратегически выстроить свой так называемый метаверс, который на самом деле никто толком не понимает, что это, хотя достаточно... Вот там, видите, Гейб Ньюэлл говорит о том, что им надо бы узнать, что существует ММО, я говорю всем, что надо узнать, что существует VR-чат. Ребята, вот посмотрите, вот это реально настоящий метаверс. Или Роблокс. Ну, Роблокс частично можно тоже так назвать. Почему частично? Ну, потому что это тоже набор игр и некоторых хабов. Но я не уверен, что там есть вот это полноценное общение, когда ты просто приходишь в комнату и общаешься с такими же персонажами. приехали. В Роблокс, ты, братан, как раз это и 90% такого. Когда посыпаю Булл Пепелом, я очень мало играл в Роблокс. 90% того, что дети там делают, это вот они создают комнатку, что называется, для своих. Иногда там есть игры, иногда там просто вот они ходят и просто разговаривают. Посмотри, как ворчат. Роблокс ближе всего к метаверсу сейчас находится, ближе, чем даже Эпики. Здесь вот какой момент, что, соответственно, у нас есть еще Фейсбук, который идет по пути создания вот этих самых Харайзен Волд, который, окей, хорошо, мета, который идет по пути создания, по сути, условного VR-чата только от себя и тут пока идет криво-косо довольно-таки. И есть путь Майкрософта, который сейчас пытается выстроить метаверс, напомню вам, за счет того, что купила Activision и, как бы, по сути, купила. Я купила. Ну, пытается купить. Пытается купить, да. И, соответственно, это ряд IP, это куча команд игровых, которые смогут быстро создавать уровни там, типа, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Получится у них хер знает. Но Sony идет по другому пути, что интересно. По сути, Sony сейчас понимает, что одна из самых приносящих ей игр вообще, как бы, по деньгам в PSN на данный момент является Fortnite. Ну, то есть, это одна из самых жирных дойных коров PlayStation. Поэтому они с ними заключают, по факту, стратегическое сотрудничество до этого, сейчас потихоньку, я думаю, что и дальше будут еще больше заключать стратегических сотрудничеств, и в итоге, я думаю, что они захотят, по сути, включиться вот в эту всю историю с метаверсом, который будет строить Epic, который будет, конечно же, на базе Fortnite, всех этих концертов, ивентов и так далее, но я уверен, просто 100% уверен, что в какой-то момент Fortnite получит некий режим или там ряд режимов, которые будут, по сути, полностью повторять идею Roblox, я не уверен насчет Fortnite, я уверен насчет, знаешь, чего, Unreal Engine 5 и MetaHumans, ты же помнишь эту историю, когда они сделали возможность создавать аватары, да, ты говоришь о конкретной технологии, но это, это всего лишь одна сотая часть того, что должно будет войти в потенциальный метаверс, то есть ты, по-твоему, выглядит метаверс, я только что об этом и начал говорить, типа Fortnite, но с возможностью просто ходить и что-то делать, у тебя появляется некий хабовый мир, в котором, короче, ты в Fortnite, ты вот в какой-то момент появляешься, у тебя есть куча твоих скинов, ты можешь купить скины, купить танцы, купить кучу всего остального, ты можешь арендовать комнату, или там типа арендовать свой мир и сделать там все, что хочешь, хочешь, нарисуй там типа аналог, помнишь, вот как мы с тобой ходили в VR-чете The Climbo, где там ходишь, ползаешь, как этот альпинист, хочешь там сделай боулинг, хочешь сделай это, хочешь сделай то, они еще позволят в итоге продавать билеты в эти комнаты, чтобы поиграть, или, например, купить доступ туда там на месяц, или вообще общая подписка, которая какая-нибудь, которая, знаешь, например, ты покупаешь некий билет во все комнаты, простые, какие-нибудь там Fortnite Premium, за условно, не Battle Pass, за условно 10 долларов в месяц, и они платят в зависимости от количества посетителей там владельцам комнаты, чуть-чуть денежек за это, а Sony во всем этом будет участвовать как инвестор, и, естественно, как бы эта штука будет идти явно как бы везде, там на ПК, на Xbox, на PlayStation, везде, на PlayStation они будут еще и грести чуть-чуть денежек за там комнаты, за активности конкретно, и за VR-шлем. Я понимаю, что все идет условно в эту сторону, но вот давай конкретно вернемся к Мете, да, Мета, например, тут выяснилось, что оказывается они готовы показать свою, свой шлем для виртуальной реальности, свои AR-очки конкретно, то есть не, даже не шлем, а именно вот именно AR, и якобы это произойдет в 2024 году уже, это будет типа прорывное, абсолютно суперкрутое AR, да, и тут картинка вот есть на Зверже, как все это выглядит, и это выглядит так крипово, и то есть вот, например, там мужчина сидит играя в шахматы с неким виртуальным противником, да, который сидит в виде такого призрака, знаешь, как из Звездных войн, этот призраки силы, там какой-нибудь Скайуокер или там этот какого Obi-Wan Kenobi такой синего цвета сидит, вот, мне вот интересно, каким образом они вообще представляют себе AR в контексте того, что у них, в общем-то, их митовселенной нету, ну, то есть как бы ты, как это будешь разделять, как ты будешь разделять историю того, что ты сделал Horizon Worlds, в котором у тебя такие аватары, как бы, ну, не совсем реалистичные, да, и как это будешь разделять с тем, что ты, как бы, будешь видеть другого человека, который... Очень легко. Смотри, смотри, ты на этом, на мета-квесте 2 можешь взять, два раза тапнуть по шлему сбоку, у тебя включится так называемый transparent режим, на который, это, собственно, режим камер, они тебе выводят картинку по 360 градусов. Причем с параллаксом объемную, да. Да, с объемом они выводят тебе картинку, она не очень хорошего качества, потому что камеры нет для этого пока в квесте 2. и на этом может проецироваться 3D-environment. Более того, ты можешь в мета-версии, точнее, не в мета-версии, а в виртуальном пространстве, если ты выключаешь камеры, ты можешь сейчас в шлеме поставить диван, то есть обозначить диван, размеры своего дивана прямо, кресло и стол. И когда ты ходишь по комнате, например, в 3D, у тебя кресло, диван, в том месте, где у тебя появляется жизнь. Да, стоять именно на тех местах и в тех же габаритах. На самом деле, часть этих задач Facebook уже сейчас в мета-квесте 2 решил. То есть, это как раз логично. Это просто будет частью Oculus Experience, а только Oculus AR Experience такой, да. Ты просто заходишь внутри в приложении, типа, и там, AR игра в шахматы, да, пригласить друга, короче, обозначить и стол, доску, все, понимаешь, ну, как бы, это все будет работать довольно несложно. Опять же, я говорю, что это все несложно представить, как оно будет работать. Вопрос в том, что обосрутся они или нет. Потому что, как бы, ну, VRChat спонтанно развивается и у них классно получается. Roblox тоже спонтанно развивается и у них классно получается. Вот нам тут в комментариях пишут о том, что Тимур, ты только что описал ММО. Ребят, когда вы сможете в ММО создать полностью свою комнату, смоделировать ее полностью самостоятельно, загнать туда свою собственную музыку, свои собственные текстуры, свои собственные модельки, еще сделать свою собственную модельку персонажа и свою собственную полностью модельку там, какой-нибудь шапок и вот это все, а еще и продать ее внутри, Marketplace ММО, всем остальным другим людям, вот тогда поговорим о том, говорю ли я ММО или нет. Это просто категорически разные вещи. частично некоторые вещи, которые ты описал, работают в ММО. То есть, во многих ММО ты можешь создать свою комнату, пригласить туда друзей. Стоит свой собственный дизайн дивана сделать и прямо нарисовать его в 3D-редакторе. Не совсем, но я имею в виду, что частично это похоже. И не частично, нет. Ты можешь купить сервак или там, допустим, купить мэннер свой собственный, ну там, вот этот типа особняк. Это продефайненный особняк, который сделали разработчики, ты просто купил себе пространство, которое считается с твоим, как бы и туда можешь пригласить друзей, типа они там посидят в текстовом чате или через войс-чат пообщаются. Это не то, о чем я говорю. Я понял, что у тебя более усложненная история, но Джилло занес там 150 рублей, то, что описал Тимур, это разве не было в фильме первому игроку приготовиться? Ты смотрел, кстати? Ну так к этому уже все и идут, понимаете? А, да. Они же и хотят создать, по сути, вот этот самый виртуальный мир, в котором все будут там сидеть. Вообще, многое из того, что вы видите в первому игроку приготовиться, есть в очень упрощенном виде в виртчате. Ну, типа в суперупрощенном. Да, я, кстати, могу поддержать Тимура в этот момент. Ну, и не надо забывать, что у Фейсбука на самом деле есть вполне серьезные конкуренты, пока не очень очевидные нам. Но, вот, например, есть такая компания Pico, мы про нее не очень хорошо знаем в России. Да, Бокуно. Бокуно, Пико, да. И они получили поддержку компании Qualcomm, то есть они получат Qualcomm-овские чипы, они будут делать свои VR и AR-очки. И несколько, собственно, стран в Европе, по-моему, уже три рынка, включая Германию, получат эти очки в скором времени. Они будут стоить плюс-минус, как MetaQuest 2, где-то в районе 400 евро. Будут примерно такие же по функциям, то есть там будет, собственно, железо на борту, возможность это подключать к компьютеру. Почему я говорю про Пико и почему это очень важно не потому, что Бокуно, а потому, что эту компанию в прошлом августе купил ByteDance. ByteDance или ТикТок? Это ТикТок. И ByteDance бэкает этот стартап, и даже если в Европе он не взлетит, прикиньте, если это раскатается успешно на китайский рынок, где как раз никакой меты не будет. Это тот самый рынок, где можно два часа в неделю играть, да? О, в смысле? Пожалуйста. Играть в VR-шлеме? Ты что, его для игр покупал, что ли? Смотри, ты надеваешь, там сразу товарищ Си, кошка, жена, и список задач на сегодня. Не, не список задач, просто у тебя хелсбарс в мисках риса, то есть теряешь миску риса, получаешь миску риса. Ребята, вы просто как бы все ваши хотелочки по поводу Китая аккуратненько закатайте обратно, потому что в Китае сейчас наступает эра полной регуляции, и поэтому, если вдруг вы думаете, что там какие-то новые игры, VR, AR, там что-то такое будет развиваться, нет, не будет. Вот. Если ты не делаешь что-то связанное с биохимией, там с наукой, вот это все, то, что позволит Китаю типа укрепить свои экономические или там какие-то политические позиции в мире. Хорошо, вот тебе контрпример, хочешь контрпример? Смотри. Ты говоришь, укрепить там свои позиции в мире. Очень легко и просто. Ты делаешь шлем, продаешь его за бесценок. Но не для китайцев. Но не для китайцев, да. И просто впариваешь его американцам. Для идеологических врагов, всем просто впариваешь его, да, все так как тик ток. Ну, понятно, да. Тик ток он-то вышел. Слышно, Дуайен очень популярен в Китае, как бы, поэтому, ну, Дуайен, это и по сути тик ток. Тик ток и есть, Да, только вот он в Китае, он очень популярен. А то тик ток не популярен во всем мире, да. Давай-ка об этом поговорим. И вот приходит себе новый VR-шлем, да, который там, типа, стоит, не знаю, 30 долларов или там 15 и продается на заправке, знаешь, где у тебя продаются жвачки и зажигалки. Вот там же висит такой вот VR-шлем запакованный. Ты вот просто берешь и кладешь к себе. И там уже предустановлены игры и тик ток, например. Тут уже пишу, что в Китае людям бы из дома выйти, какой там VR-шлем Ну, как раз, чтобы не выходить из дома, как раз сидеть и не высоко. Контролируйте стремление своей души к свободе, как там было. Да-да, и вы постарайтесь не пить. Мы сегодня об этом еще поговорим, но давайте я вас прерву немного. Паркусян занялся нам 420 рублей и сами знаете. Спасибо. Сердечко, спасибо тебе большое. Спасибо. Что у нас там дальше идет? Да, слушайте, давайте еще поговорим про какие-то неожиданные штуки. Здесь совершенно внезапно, на ровном месте, без объявления спецопераций, перед нами предстала новая часть Kingdom Hearts. Что? Подожди, а Kingdom Hearts это что такое? Знаешь, подкаст неожиданно сейчас я тебе расскажу и такой бойц на 8 часов. А можно, пожалуйста, мне сюжет поподробнее? Нет, просто наконец-то после 88 Kingdom Hearts выходит четвертая часть. Да, просто были всякие 83 с половиной, да, да, да. Ремикс, ремикс мега, да. А можно у меня вопрос? Почему город в анонсированном ролике выглядит реалистично, но мальчик, мастер, с которым он сражается, выглядит нереалистично? Нет, смотри, я объясню. Они показали тизер. Тизер очень четко, он прям подхватывается там же, где заканчивается третья часть, и типа главный герой попадает в мир квадранта. Квадрант это такой мир, основанный типа на современном Токио, это выдуманные миры, между которыми путешествуют герои, да, и вот этот квадрант это типа мир, который отражает, грубо говоря, реальность, наш мир. Но персонажи сохраняют всю свою мультяшность вне зависимости от того, в какой мир они попадают. Это лор Kingdom Hearts такой. Вопрос в другом, то есть этот квадрант, он понятно, откуда там взялся, то есть это прямое продолжение Kingdom Hearts. Проблема в другом, проблема в том, что фактически то, что показывает Square, это настолько ранний этап разработки Kingdom Hearts, то есть фактически, если ты присмотришься, это они взяли вот эту демку Матрицы от Эпика, немножко переделали ассеты, сунули туда Сору, главного героя Kingdom Hearts, все, у нас Сизер. Почему? Смотри, сгенерированный город. Город сгенерированный похож на Токио, во-первых. Да, естественно, ассеты домиков-то они, конечно, собрали. Бегают метахумены на скорую руку сгенерированные, а самое главное, модели машин, если присмотреться, они из демки Матрицы. Напоминаю, кстати, что такое же было примерно в Марио Одиссе, когда Марио был мультяшный, а бегал он по, типа, реалистичному городу. И это тогда уже смотрелось странно, а в Kingdom Hearts 4 это смотрится так себе. При любом раскладе мне нравится, с одной стороны, что они, по крайней мере, честные. Они честно говорят, что игра не выйдет еще долго, она еще на очень раннем этапе разработки, у нас частично ассеты вообще из техно-демки движка. Второе радует, что они остались на Unreal, потому что японцы и их эзотерические технологии к черту, к черту. А я напоминаю, что Final Fantasy 7 ремейк и Kingdom Hearts 3, как вы к ним не относитесь, это одни из самых красивых игр на Unreal. Kingdom Hearts безумно красивая третья часть. Нет, она реально очень красивая. Я так и не смог полюбить Kingdom Hearts, я вообще не понимаю, что там в ней, блядь, происходит, я пытался смотреть описание. И никто ничего не понимает. Ты просто наслаждаешься миром джинсное. Это же тупо, нет, ну прям совсем тупо. Короче, при любом раскладе тизер есть, игру делают, делают на Unreal, косвенно это говорит нам о том, что Square решила остаться на Unreal. И, в общем-то, в этом, по-моему, главная новость, потому что про саму игру пока говорить нечего, она просто существует. К другим новостям. Компания CDPR которая делала Ведьмака и, соответственно, Cyberpunk 2077 заявила о том, что, в общем-то, Next Gen Ведьмак немного откладывается, потому что его разработку перенесут в сам CDPR, а до этого ей занималась компания Saber. И тут у меня возникают вопросики. А, во-первых, а что случилось? Ну, то есть, понятно, да? А второй момент, Saber, это вообще развита российская компания, она же не... Это американская компания со шведским владельцем и с одним из офисов в Питере. Не очень понятно решение, честно сказать, CDPR, но, это связано с другой историей, что они хотят сделать хорошую, незабагованную игру. Как вам такое? Ну, то есть, этот апдейт тихо придушат через квартал, вот увидишь. Помнишь, они обещали, что они через год выпустят сюжетные DLC Киберпанка? Да. Так вот, они тут буквально сегодня... Второго года прошло. Буквально сегодня вышел финансовый результат CDPR, и там написано, что якобы в 2023 году выйдет сюжетное дополнение для Киберпанка, и как бы оно будет довольно масштабным, то есть, это такой полноценный аддон, типа как Каменные Сердца или там Кровь и Вино для Третьего Ведьмака. Вот примерно то же самое будет для Киберпанка. Аккуратно отметить, я просто, поскольку отходил, не услышал, сказали вы об этом или нет, если помните, ну они же начали, что вот 18 миллионов копий продали там Киберпанк. Нет, мы пока про это не говорили. А вот как раз, а помните, что они же до этого раньше никогда не говорили, сколько они реально продали, да, и все люди там по разным данным, которые они там собрали оттуда, 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 они спекулировали, что только на предзаказах с учетом рефандов они продали 18 миллионов копий. Не 18, а 12. Я тебе говорю, серьезно, я везде видел, что 18 миллионов. Все ходили, эксплуатировали это число. И прямо ходили, говорили, говорили, а я такой, блин, да не может быть. Ну типа, ребят, ну точно, 100-полового не может быть. Там с учетом рефандов 100-полового просто должно быть меньше. И да, реально меньше, потому что они реально вот только сейчас, только сейчас объявили, что продали 18 миллионов копий. Это очень много, Но вы не забывайте, какая просто нереальных масштабов была рекламная кампания у Киберпанка. Это была астрономически дорогая рекламная кампания. Вот тебе история из декабря 2020 года. Как раз когда Киберпанк выходил, 8 миллионов приордеров было по всему миру. Откуда ты взял от 18? Я тебе говорю, все говорили об этом. Может ты цифру путаешь, потому что я такую историю не помню. Я помню про двенашку была речь, что якобы было 8 лямов по приордерам и еще сколько-то продали, была двенашка. Вот сейчас они считали, что их 18 плюс-минус. То есть как бы напиши Киберпанк 277 приордерс и посмотри. Но в любом случае я могу сказать так. Во-первых, хорошая игре, как говорится, хорошая продажа. Да, действительно, 8 миллионов приордеров, значит это я что-то напутался. Или это у тебя в голове 8-18, знаешь, вот примерно так. Но 18 миллионов это гораздо меньше, чем они рассчитывали, во-первых. А во-вторых, смотреть надо не на миллионы копий в данном случае, а на финансовый хвост от игры, который выражался в некоторой валюте. И хвост от Киберпанка в деньгах гораздо слабее, чем от Ведьмака. Да, потому что сколько из этих 18 миллионов копий продано по фулл прайсу, одному только по нове известно. Слушай, смотри, хочешь, что я тебе сделаю мысленный эксперимент? Давай. Давай представим, что, короче, 18 миллионов продали по средней стоимости копий 35 долларов. А почему такая средняя цена? Ну, смотри, сколько в России стоил Киберпанк? 2500? 2000 рублей. 1990. Ну и на консолях он стоил 4. Смотри, 1990 рублей с учетом стимовской комиссии. Да. Это сколько? 30%, допустим, у стима. Это значит, соответственно, 2000 минус где-то 600 рублей. 1400. 1400 рублей. По прежнему курсу, допустим, декабря, сколько он был? 65 рублей. Мы 1400 делим на 65. Получается 21 доллар. Хорошо, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. С учетом всех комиссий, вычетов, то, что постоянно скидки были, то, что как бы есть региональные рынки, не региональные консоли, не консоли туда-сюда. Давайте посчитаем, что там 30 долларов. Ну хорошо, предположим. Ну и что? Смотри, давай, 18 миллионов. Вот, мы берем и умножаем на 30 долларов. Получается 540 миллионов долларов. Это охренеть, как много. Кажется, много, да. Очень много, как бы. Но опять же, я говорю о том, что... Это та игра, которую, помните, говорили, что ее очень долго, очень нудно разрабатывали, что ее разработка стоила якобы охренеть, как много. Но она не могла стоить дороже, чем GTA 5. 250 лямов или сколько они там потратили на нее. Ну хорошо, ты уже понимаешь, что эта стоимость разработки в итоге увеличивается. Представь себе, что она, допустим, ее разработка 150 миллионов долларов, да? Значит, мы берем там минус 150 миллионов долларов, и представь себе, что ее маркетинг еще 200 стоил. А почему 200-то? Откуда? Ты видел, сколько коллабов было с Киберпанком? Ты видел, что там чуть ли не Times Square был, там вообще везде. Ну, в любом случае... Киберпанок был в какой-то момент везде абсолютно. В любом случае ты в плюсе, ты заработал 280 миллионов долларов, просто вот так. Которые тебе теперь нужно вложить в производство DLC, в развитие своего магазина, в следующую игру и так далее. Да, тебе еще Ведьмак генерит там, как бы где-то на заднем фоне, крутится в гробу. Кстати, вот пока Тимур не пошел от Ведьмака, продажи всей франшизы Ведьмака достигли 65 миллионов копий. Из них 40 миллионов, это Ведьмак 3. То есть, Ведьмак 3, несмотря на то, что эта игра очень старая, это 2015 года игра. Соответственно, сколько прошло времени? 7 лет. 7 лет. За 7 лет она заработала 40 лямов. Я думаю, что через там условно 5 лет тебе и Киберпанк тоже до 40 лямов докатится. Нет, не докатится. Не доберется. Ну, потому что, понимаешь, от Киберпанка все ждали, что это будет игра уровня Ведьмак 3, но не удалось, к сожалению. И я думаю, что она максимум 25 наберет. Где-то так, не более. У нее грустный хвостик, на самом деле. В любом случае, если выйдет DLC, аддон какой-то, возможно, это постигнет новой продажи. Потому что вы забываете о том, что у Ведьмака, например, 3-го, было 2 аддона. И эти 2 аддона, они как бы существенно расширяли игру. Так вот, например, та же самая Кровь и Вино, это вообще как отдельная игра, она очень-очень большая. Чувак, ну ты понимаешь, что у тебя Кровь и Вино вышло в момент, когда Ведьмака просто на руках носили вообще весь мир? И, кстати, Кровь и Вино вышло достаточно быстро, спустя буквально год. Почему вы не думаете о том, что условный аддон для Киберпанка, который выйдет в следующем году, не будет каким-то очень суперкрутым, который тебе просто развето поменяет? Ты давно запускал Киберпанк? Недавно, на PlayStation 5. Я вот запускал его на ПК, если что, неделю назад. Первое, что сделала Панам в катсцене спустя полтора года после релиза, она провалилась в асфальт. Вот, братан, я играл на PlayStation 5, и мы это уже в подкасте, кстати, обсуждали, что это как раз та версия Киберпанка, которая, во-первых, починена, во-вторых, она плюс-минус работает нормально. Какой там сюжет, какие там RPG составляющие и прочее, это уже дело десятое. А в принципе, как игра, она работает. Ее можно сейчас купить спокойно и спокойно в нее играть, она нормальная. Поэтому давай-ка ты не будешь преувеличивать эту историю. Я тебе просто скажу так, в следующем году выходит аддон для Киберпанка, и если он позволит людям вернуться в него, если людям внезапно захочется этого, либо он предложит какие-то супер-пупер-офигенные активности, потому что я напоминаю, что спасать свою репутацию CDPR надо, и они как-то это и сделают. Они это уже сделали, они анонсировали нового Ведьмака. Вот, кстати говоря, про те деньги, которые говорил Тимур, ведь не надо забывать, что они еще и слили собственный движок в процессе, потому что нового Ведьмака делают на Анриле, и поскольку они фактически профакапили собственный движок, в который они реально вложили до хера бабла, им надо сейчас все переучиваться делать на Анриле. Не, ну ты зря так говоришь, потому что на самом деле людей, которые делают на Анриле, на четверке, там, типа, ну, их много. Ну, то есть тех, кто умеет что-то делать на Анриле. Поэтому я думаю, что они в итоге наберут по сусекам людей с Восточной Европы, как-то всякие там кодеров и так далее. Тем более, что они же богатые, они теперь могут себе взять еще и людей там из Америки или еще откуда-нибудь, и там из Германии, условно, из Китая, которые будут им на этом же самом Анриле делать красиво, клево, классно. Помнишь в Китае вот эту самую экшен-РПГшку, которую они сделали, такой а-ля Дарк Солстера, Ведьмак, который там просто гипер-графон на Анриле Энджин? А, ты про путешествие на Запад, да. Да, ну там же просто невероятный графон еще, понимаешь? И вот китайцы смогли, сделали нормально, короче. Я думаю, что и поляки тоже смогут в итоге тебе сделать нормально на Анриле. Ну, посмотрим, что, короче, будет. В любом случае, отчет такой, он немножечко грустненький, и посмотрим, что в итоге упал. А я вот решил, ребят, что я в итоге сейчас, когда допройду Элден Ринг, пойду играть в Last of Us 2, короче, потом в Red Dead Redemption 2, потом в Miles'а Морализа, и когда-нибудь, может быть, я все-таки вернусь к Киберпанку. Но не уверен, что это случится. У меня, кстати, куплена она, если что, и на PS5, и на ПК. Но ПК она, конечно, выглядит круче, потому что, ну, она оптимизирована туда хорошо, там классный рейтрейсинг, на 2080А идет хорошо, прям, как бы, поэтому посмотрим. Может быть, я все-таки поиграю в нее. Но пока, вот нет этого, знаете, ощущения, вот когда ты каждый раз вспоминаешь о Ведьмака, просто так вот, или, например, ты увидел сериал, или еще что-нибудь, так, ооо, все, сейчас на Скеллиге поеду. И ты такой просто, господи, там сейчас будет просто такая душа, и ты вспоминаешь Киберпанк, и такой, и что? Ну, то есть, нет никакого желания возвращаться в эту игру, вообще, никакого, полностью. Поэтому... Я не согласен с вами. У тебя есть, каждый раз появляется вот желание Киберпанка. Послушай, если выйдет новый аддон, с новым сюжетом, с новыми какими-то активностями, с новой какой-то историей, мне хотелось бы вернуться внутрь мир Киберпанка, потому что, ну, скажем честно, это, конечно, не заслуга ни хрена CD Projekt Red, это заслуга, в первую очередь, тех, кто подумал на стол, куда, и вообще этот сеттинг проработал, но сеттинг-то классный, и вернуться у него прикольно. Опять же, были некоторые квесты довольно крутые, ну, то есть, прям реально крутые. То, что мне не понравилось, там, техническая составляющая, или мне не понравилось, там, условно, какие-то сюжетные моменты, это уже мои личные придирки. Ну, вернуться в Киберпанк, я бы с удовольствием вернулся. Поэтому, я не знаю, чего вы так негативно к этой истории относитесь, я отношусь исключительно позитивно. Мне будет интересно, чего они выпустят в следующем году, но у меня есть огромное, невероятное сомнение в том, что он вообще выйдет, или там, или его не перенесут, там, знаешь, там, типа, условно, с января на какой-нибудь, там, ноябрь. Да так и будет, скорее всего, как это, некс-ген обновления Ведьмака, они покрутят туда-сюда и придушат его тихо где-нибудь за кулисами. А потом анонсируют ремейк Ведьмака 3. Им нужно, им нужно сделать, по сути, вот это вот, вот Димка прав отчасти, как бы, что им нужно сделать такой Definitive Edition, который, конечно, будет, типа, что-то получше. Ну, то есть, там, может быть, добавить чуть-чуть квестов, или там, например, оружие сделать, или там еще что-нибудь такое, или там прям текстуры, потому что, помните же, как бы, сливали же данные из Себера о том, что именно они там, типа, делают, и там же были вещи, связанные с тем, что нашли, вот, то ли на датамане, или то ли еще что-то такое, что там, прям, полностью все переделывали, текстуры, модели, там, типа, избушки по-другому выглядели, деревья по-другому выглядели, ну, то есть, прям, типа, реально по-другому игра выглядит. Вот. Более детализировано, более круглое. Слушайте, а вот что из ремейков стоило бы обсудить, это ремейк... Да, что мы ждем. Ремейк Макс Пейна первого и второго, Remedy тут совместно с Rockstar заявили, что делают ремейки конкретно первого и второго Макс Пейна, якобы это будет... На движке контрола. Да, North Light Engine. Якобы это будет одна игра, то есть, не две игры, это будет одна игра, в которую вкрутят сюжет, и первой, и второй части, и, в принципе, ну, если так подумать, это вполне логично. Логично, да, абсолютно логично. Многие вещи там как раз в одно впихиваются. Я думаю, что туда же каким-то образом подкрутят и историю, которая развивалась в Макс Пейне 3, ну, то есть, как бы, чтобы к ней были дорожки, так сказать, проторены, знаешь. И есть неиллюзорный шанс, что помимо вот этого анонса от Remedy, будет еще и анонс от Rockstar, что они возьмут Макса Пейна 3, переиздадут. Ну, то есть, условно, подтянут там текстурки, 4К, вся история, и просто переиздание. Слушайте, вы же помните, что мы играли в него, когда на стриме Макс Пейн 3 до сих пор выглядит хорошо, потому что вообще в целом движок эйфории, он очень сильно опередил свое время, вот когда-то тогда. И поэтому он реально выглядит классно до сих пор. Да, местами устаревший, но все равно хорошо выглядит. Ну, там, короче, есть над чем поработать. А вот по поводу ремейка первого, второго Макса, я могу сказать так. Я очень жду, потому что Макс Пейн я помню, особенно в русской версии, которая у меня была на диске 1.1. Я помню чуть ли не по репликам, да, наизусть. И, конечно, некоторые моменты первого Макс Пейна я помню гораздо четче, чем второго или третьего, условно. Я очень жду, мне очень хочется поиграть, тем более, что в этом году я играл, например, в Волнувейка, который они переиздали, тоже типа ремастер сделали. И это был, конечно, ну такой себе ремастер. Ну, то есть, как бы некоторые моменты притянули, некоторые моменты вообще не стали править никаких. А вот здесь полноценный ремейк, то есть полностью сделают игру, по сути, с нуля. Я могу тебе сказать, что мы переигрывали во вторую часть на ретро-стриме, кстати, да, мы вернули ретро-стримы по заявкам. Я очень этим горжусь. И второй Макс Пейн, вот когда ты в него играешь, и ты, в принципе, не так давно первого перепроходил тоже на стриме, ты понимаешь, что вот эта идея их объединить, она очень здравая. Потому что они реально как будто, ну ты взял одну большую хорошую игру, разрезал ее на два куска. Там же еще очень маленькие уровни по современным стандартам. Там не очень большие локации. И когда ты понимаешь, что это можно склеить в одну большую игру часов на 15, блин, это будет очень здорово с единым артом, с единой внешностью, с единым всем. Я поэтому, как ни странно, неожиданно хайпую, потому что это очень атмосферные, нуарные боевики, у которых, в принципе, нет никаких аналогов. На ДТФ кажется, что если это современный ремейк, то у Мон и Сакс надо поменять и пол, и цвет коши. — Ой, это же не от Нетфликса у нас. — Ну, мало ли что там, современный мир трактует свои законы, Тимур, ну вот так это работает. Короче, и Макс Пейна и трактуют тоже. Макс Пейна мы ждем, посмотрим, что будет. Слушайте, знаете, тут какая история произошла? Тут, оказывается, Halo Infinite, которая вышла, я напоминаю, в ноябре прошлого года. — Да, и говорили, что это лучшая игра, и что завтра каст с хитрами, и они хоронят замечательные... — Нет, подожди-ка, лучшая игра, на секундочку, она взяла на The Game Awards. — Да-да, People's Choice. — Да, People's Choice, лучшая игра на свете. — Короче, для нее анонсировали второй сезон, ну то есть он выйдет 3 мая, и я могу сказать так, я перестал играть в нее вообще. Некоторые из наших слушателей до сих пор играют, но в целом на ПК в нее играет довольно мало народу, потому что тут всплыла история, что у Halo Master Chief Collection, это сборник старых Halo, там первый, второй, третий, рич, что там еще, по-моему, четвертый, да, там что там еще было. — То есть какая целая куча игр в одной. — Да, вот в них играет что-то побольше народу, чем в Halo Infinite, мне кажется, это немного грустно, нет? Ну то есть как-то это прямо... — Смотри, в них играет побольше народу в Steam, да, а на консолях 10 миллиардов человек играет, да? — А на консолях 10 миллиардов человек, но на самом деле, давай смотри, на консолях есть еще две метрики, которые многие люди поднимают, да, первая метрика — это, собственно, сама статистика Microsoft, которую они публикуют в отдельном вкладочке в Microsoft Store. — Вот сейчас я открыл... — Подожди, Макс, подожди, что популярно, типа, на Xbox сейчас, и в зависимости от страны, где у тебя Microsoft Store, ну там, в России, в Великобритании, в США, ты можешь зайти вот в эту вкладку, что сейчас популярно, и они распределяют по количеству игроков. — В России не могу зайти в эту вкладку. — Ладно, хорошо, в России не можешь, вот, но там можно всегда посмотреть, например, что сейчас популярно, и обычно там топ, ну, вполне предсказуемый, типа, Fortnite, GTA 5, там, ну и так далее, и так далее, ну, сам понимаешь. — И какое-то время, какое-то время в самом популярном для себя рынке в США, Halloween Infinite какое-то время была в топ-5, топ-10, но даже там она начала в какой-то момент падать всё ниже и ниже. — Давай, Макс, а вот теперь как раз вот про это, да. — Вот, вот, most played games в американском Xbox прямо сейчас, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare, Apex Legends, Elden Ring, GTA 5, Roblox, The Show 22, игра от внутренней студии Sony, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Destiny 2 Free+, NBA 2K22, Minecraft, Forza Horizon 5, Call of Duty Black Ops Cold War, Madden NFL 22, Xbox One Included with EA Play, и How Infinite. — На каком месте в итоге? — Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, на пятнадцатом. — Топ-20? Видите? Отлично же. — Блин, Тимур всё-таки идеальный пиарщик, ему надо было идти пиарщиком в Xbox, вот серьёзно. — Понимаете, в топ-20 в итоге вошла отлично, но это, если что, это, чтобы вы понимали, это домашний рынок. Если посмотреть, например, там, Великобританию или какую-нибудь Германию, там всё не так красиво. — Всё очень просто, но нет апдейтов к игре, но, естественно, её бросают люди. — Дело не в этом. — Ты хочешь сказать, что это маленькая инди-компания? Если уж, блин, у Шона Мюррея в No Man's Sky есть апдейты, почему тут нет апдейтов? — Они сложнее делаются, ты об этом не думал? — Нет, у них Шон Мюррея там тяп-ляп на своём юнити, блядь, сделал парашу, блядь, ёбану. — Ну, у него самописный движок. — Нет-нет-нет, у Шона Мюррея форк юнити, да, один из форк. — Ну, в No Man's Sky у него очень многие вещи самописные, потому что там генерация. — Ну, изначально там был форк юнити. — Ну, давай-ка распределять историю. Просто сложнее делать, просто сложнее. — Да, это как бы игра, которая, ну, покаление будет играть. — Хорошо, как получается так, что апдейты почти чуть ли не ежемесячные делают в Apex Legends и Fortnite? — А я тебе на это отвечу. Очень легко и просто. — Давай. — Дима выключил свою камеру, понятно. — Самое интересное во всей этой истории, что, на самом деле, создатели Halo отвратительно выстроили коммуникацию со своей фан-базой. И, на самом деле, в последние три месяца, два месяца, западное сообщество Halo было дико недовольно поведением разработчиков. Вплоть до того, что на официальном Reddit ввели настолько анальную модерацию, что офигели даже люди, которые писали на Reddit Battlefield. То есть, они сначала обещали, что, типа, кооп появится во втором сезоне, в третьем сезоне появится Forge. — А я прям понимаю, что во втором сезоне сейчас ничего не появится. — Нет, во втором сезоне ничего не появится, в третьем сезоне... — Тимурчик, Halo умеет ждать. Мы с тобой недавно, ну, как недавно, полгода назад где-то, пытались пройти Halo 2. Ты помнишь эту историю? — Да. — Когда-нибудь мы дойдем до Infinite, не волнуйся. Лет через десять может быть. — Ты знаешь, я готов подождать. Я готов. — Так вот, самое интересное, что ладно с этими большими контент-дропами проблема. То есть, окей, они напиздюнькали, сказали вам неправду, ушли в закат, и там, кооп теперь переносится на третий-четвертый сезон. Проблема не в этом. В игре куча мелких багов, в игре куча проблем с балансом, в игре куча технических заковык. В игре есть проблемы с матчмейкингом, в игре есть проблемы с пингом, в игре есть проблемы с качеством соединения. И они решаются вообще никак. И никакой коммуникации нет с разработчиками. И, то есть, игра мало того, что она не готова, и фичи переносятся. Она технически сырая, и ее никто не правит. Я читал слух на Reddit по поводу того, что другая студия, она как-то называется... Behaviour. Не, как-то другая. Она делает якобы для Halo Infinite... А, Certain Infinity, пардон. Да, Certain Infinity. Она делает якобы для Halo Infinite некий проект, который будет королевской битвой. Ну, то есть, по лекалам условно PUBG и Fortnite, плюс-минус. Скорее, мне кажется, Warzone. Или Warzone, да. И якобы там будут просто какие-то невероятные ивенты, от которых вы просто все охуеете. Вот это я читал в слухах на Reddit. То есть, возможно, что именно поэтому так долго все пилится, именно поэтому нет никакого разговора с комьюнити, потому что люди заняты, люди работают. Дин, понимаешь, разработчики Halo, как и разработчики Battlefield, как и некоторые разработчики до этого, сделали самую огромную жирнющую ошибку, которая только возможна. Какая же ошибка, интересно? Они выпускают игру в конце года. Так. И все это под разговором о том, что да мы вообще не кранчили, у нас все отлично, спокойно, хорошо делали, все было спокойно. И уходят на выходные. И уходят на выходные. И в этот момент тебе говорят, ребята, у вас сломано вот это вот, это вот, это вот, это вот, это вот. Все такие, ну сейчас мы там отдохнем, нормально. В конце января выйдем там, да. Когда-нибудь выйдем там, да. Все, начнем разбирать ваши запросы, Карли. И в это мое время уже все ливают из игры. И тут у тебя возникает вопрос. Тебе нужно или же издавать игру не в конце года и не уходить, соответственно, на праздники, или издавать игру в конце года, а потом изволь-ка работать в режиме нормальных разработчиков, да. Не вот это все сюси-нюси, да, там непонятные, короче. А иди хуярь. Ну да, кранчи недельки три хотя бы для того, чтобы... Иди потом отдыхать посменно, короче, там распределяешься в отпуск, в марте пойдешь. Ну там окей, сорян, но чувак, у тебя сейчас, у тебя просто все горит. У тебя там просто пиздос полный. Ну короче, тебе нужно идти и сидеть, и херачить, и работать. Уж этот любитель кранчи Тимур. Не, чувак, ну ты понимаешь, вот у тебя выходит, грубо говоря, Call of Duty, да? Да. Они апдейт и херачат там чуть ли не раз в несколько дней, как бы, чтобы поправить всякие вещи. Call of Duty выходит в октябре-ноябре очень много лет уже. И никто у них не уходит, никакие отпуска. Они сидят и херачат, они там, если нужно, тебе перед Новым годом херачат апдейт, которым там правят какой-нибудь нуб-тюб, там, чтобы он правильно работал, там, и так далее, понимаешь? Ну, у тебя всегда так было. А вот эти все истории о том, что, ой, мы не кранчим, мы пошли все там в отпуск. Типа, ребята, у вас игра не работает. Ну, типа, да, потом разберёмся, а что, какие проблемы? Честно вам скажу, что комьюнити на рейте, что вы, вы сильно преувеличиваете историю? Потому что она работает нормально. Может быть, там не очень много контента, не так уж много карт, но играть в неё можно. Она работает нормально, играть в неё можно. Но никто не играет. Да, и бесплатно в зубы не смотрят. Проблема в том, что рынок немножечко насыщен. И выбирая между Apex'ом, Fortnite'ом, Warzone'ой, Genshin Impact'ом, ещё чем-нибудь, ты, наверное... Да и даже премиум играми, типа, того же самого Love Duty. Да, ты выберешь не фейл. В Battle Royale и шутеры внезапно Genshin Impact каким-то образом... А потому что... Все компитят за твоё время. Все компитят за твоё время. Да, все соревнуются за твоё время. И членодевки Genshin Impact'е, да, и все остальные игры, даже сингловые игры Elden Ring. Сейчас в топе Xbox'а на третьем месте. Halo на пятнадцатом, понимаешь? Ну, то есть, если ты играешь в Elden Ring, в том числе, как мы с тобой, там, типа, с дружбанами проходишь его, допустим. Ну, нахрена тебе тогда играть в Halo? Ну, не хочется тебе. Все, пока. Ну, переключаю. Ну, ладно, короче, этот разговор никуда не ведёт. Я к тому, что вы слишком сильно придираетесь. Прям как род Мобхалу Инфинит. В мае выйдет этот самый патч новый, в новый сезон начнётся. Вот тогда вы тут посмотрите, какое там количество людей играет. А плейербаза выйдет? А скиньте матч. Может, и выйдет, знаешь? Это тебе не Battlefield, у которого меньше тысячи опускалось. Блин, чувак, я тебе могу сказать, что что в Battlefield, что в Halo, на родите, когда читаешь комменты, там реально люди пишут о том, что, типа, я живу в Австралии, и у меня матчи не находятся. Ну, да, и просто не находятся в матче, и всё. Ну, да, меньше, нет, человек играет, как бы, всего мира. В Battlefield решили проще, как бы, говорят, что, типа, у меня не находится матч, но у меня, типа, 4 игрока и 60 ботов. Ну, и супер играет с ботом. Отлично, да, вообще просто, лучшая идея за сегодня. Я, между прочим, в своё время играл в Unreal Tournament на компьютере без интернета, и нормально, знаешь, нагибал там ботов, учился стрелять из рельсы какой-нибудь, понимаешь? То есть, как бы, и мне было норм, вот давайте привыкайте. Некоторые боты, знаешь, как ебали, так что мало не показалось бы. Это правда, как бы, нам тут пишут эти елдинь, не показатели, это странный феномен. Я могу сказать, что Elden Ring, это действительно странный феномен. Это примерно так же, как в своё время был один в один ситуация, как с Elden Ring, была с... Зельдой. Animal Crossing. С Зельдой была такая история. Нет, с Animal Crossing. А знаешь, объясни, почему с Зельдой? Подожди, да не про Зельду, потому что Animal Crossing в какой-то момент люди пошли покупать себе консоли, свечи, и играть в неё, люди, которые вообще в видеоигры не играли, а они говорят, да блин, все говорят про этот сраный Animal Crossing, вообще все вокруг про него говорят, я должен хоть посмотреть, чего это. У меня реально люди, которые никогда в жизни не играли в видеоигры. Просто шли, играли в Animal Crossing. То же самое, у меня сейчас приходят люди, которые говорят, Тимур, слышь, а ты там в играх же разбираешься. Да, Elden Ring хорошая игра, да я смогу играть. Нет, и говорят, типа, а что там за Elden Ring такой, а что это вообще там, говорят, это Джордж Мартин, который, этот, от создателя Игры Престолов, игра. Я такой, типа, а ты откуда про него знал? Да вот у меня там куча народу рассказывал, друзья, я тут читал, там в сторис видел, короче, там в инсте, вот это всё, я такой, что? То есть вы понимаете, что Elden Ring, это стало таким культурным феноменом? Опять же, они очень правильно сделали эту историю под соусом того, что это игра создателя этого, Игры Престолов. И люди реально думают, что так и есть. Это же не так. Всё очень плохо. Ну, а реально Elden Ring очень много народу играет. Надо было 343 Studios просто прийти к Стивену Кингу и сказать, братан, история про зелёного космонавта, пиши, что хочешь, блядь. Нет-нет-нет, ты знаешь, надо было ещё тоньше поступить, прийти к Ларе Нивену и попытаться ему рассказать, слушай, у нас такая идея, мир-кольцо. В смысле мир-кольцо, блядь? А Ларе Нивен, если что, придумал это в 70-е. Слушай, подождите-ка, можно, ну, Стивен Гиннг это хороший пример, но кто у нас пишет космические такие прям вот оперы из тех, кто остался в живых? Я не знаю. Может, ну, Скотт Укарду можно зайти, например. А он живой ещё? Да, конечно. Ну, кстати, да, вот, в принципе, хорошая идея. Потому что Железный же умер же вроде, да? Куда там ещё у нас умер? Почти-почти все, кто писал вот такие крутые, известные космороманы, когда все почти уже, к сожалению... Знаешь, зайти к Нилу Гейману, как бы, в чём проблема? Нет, но у него другая история. Тебе нужно прям, тот, кто писал вот эти космические оперы такие, там, условно, да? И вот этих людей, чтобы те все, кто про него знают... Фантаз, который про женщину, которую звали Хонор, придумал историю. Тоже космическая фантастика. Барак Обама. Вебер, Дэвид Вебер. Ну, кстати, Вебер тоже довольно известный. Вот реально нужно было взять какого-то писателя. Желательно того, у которого недавно сериал какой-нибудь вышел, да? Ну, то есть плюс-минус. Берёшь создателей экспанса, и говоришь, пацаны, короче, вот от создателей экспанса... Игра про зелёного космонавта. Поехали. Поехали. Я тебе уверяю, это шикарно бы сыграло. Просто отлично же. Люди пошли бы в халу и сказали, это арбитры, что? Что происходит? Кто? А это кто этот чувак? Откуда он? Почему он проснулся? Где он проснулся? А это кто? Какую картану? А кто такая картана? Тимур, я могу сказать, я так смотрю сериал по Хейло. Я нихера не разбираюсь в лоре Хейло. Ну, то есть я проходил все игры, я до сих пор не понимаю, кто такие, блядь, спартанцы, нахуй нужны. Потому что в играх это уже всё не объясняется. Это объясняется там, условно, в книжках, в романах, там, в каких-то там роликах, которые надо смотреть, вот этот Хейло Хаб, или как он там назывался в МСС, я уже забыл. И Макс мне такой, блин, ой, там, блин, сериал по Хейло, такое говно, такое говно, блин. Там всё не так, как по лору. Так вот, я могу сказать от себя, я лор Хейло не понимаю и не знаю, что там происходит. Для меня это игра про зелёного космонавта, который фиолетовых пришельцев пиздит. То есть для меня это так выглядит. И сериал по Хейло я сейчас смотрю такой, блин, а он крутой. Мне реально нравится. Я могу сказать, что Макс там его... Так, как тебя забьюти, погоди. На чём чёрт стоял, кастерил там в наших предыдущих подкастах. А я могу сказать, что мне понравилось. Я посмотрел три серии, мне три серии понравились. Вот так вот. Даже несмотря на херовый CGI и всё прочее. Вышел, зашёл обратно. Да, но на самом деле в тот момент, когда Мастер Чиф снял шлем, я прям схохотнул. Ну, потому что это было очень смешно и нелепо. Дальше как-то ты привыкаешь, потому что ты такой, ладно, окей. У тебя просто кринжометр при этом притулился, притёрся. Но в тот момент, когда он снимает шлем, он выглядит нелепо, потому что, блин, это знаешь, как бы представь себе, типа какой-нибудь рыцарь, да, в какой-нибудь там, не знаю, историческом романе какой-нибудь там, постоянно не снимает своего шлема, там, постоянно там, типа, такой крутой. И железную маску, знаешь. И в тот момент, когда он снимает, у него такие уши топорчатся, ты понимаешь? А, то есть это ты про Звёздные войны новые? Да. Это вот просто один в один, потому что если ты видел Адама Драйвера, ну, то есть как бы... Он офигенный актёр. Он офигенный актёр, да, но вне контекста, вне контекста, да, ты смотришь... Это прям просто тебе на ха-ха распирает эту историю. Вот в сериале Пахыла примерно плюс-минус то же самое. Не в таких масштабах, конечно, но поменьше. Знаете, кстати, мне кажется, кто бы хорошо подошёл под роль мастер-чифа вот без шлема. Сейчас опять Бронталла, будешь рассказывать. Нет, знаешь, не знаю, кто бы подошёл. Подошёл бы Бролин. Ну, Бролин старый очень. Нет, ну вот именно как раз взрослый, старый такой мужик. Ну, кстати, ему на момент инфинита примерно как Бролин у нас. Да, и вот такой, такой, ёба, мужик такой, чё, блин? Понимаешь, как бы, вот я считаю, что вот он бы круто был. Наверное, я согласен. Наверное, я согласен, да. По крайней мере, у меня не было бы такой ситуации, как вот... Ну, он такой, знаете, вот с этим стальным таким взглядом, вот этой бородкой такой, знаете, на лосо его побрить. И вот, мне кажется, Бролин бы отлично подошёл бы вот под роль мастер-чифа. Короче, давайте мы закончим с Хейлой. В общем, всё грустно, мы ждём нормальные Хейлы, когда он выйдет через три года и посмотрим, что с ним будет. Хорошо. Слушайте, у нас как раз то, о чём мы говорили сегодня в начале подкаста, мы будем разыгрывать, соответственно, два смартфона от Realme. Напоминаю вам, что Realme – это, по сути, один из немногих вариантов, когда вы сейчас хотите купить недорогой смартфон, ну, типа, недорогой, прямо совсем недорогой, который, типа, условно, там стоит, там, меньше 30 тысяч рублей, да, и при этом он будет более-менее адекватным. Есть много вариантов сейчас различных, вот, но Realme, в принципе, я вот сколько читаю, как бы, народ, сколько читаю всяких там обзоров, в принципе, все говорят, что Realme нормально, вот за свои деньги нормально, вот. Я понимаю, что можно сюда вставить любой другой бренд, но всё-таки. Короче, мы разыгрываем два смартфона, один из них – это такой, типа, супер-боверфлагман, короче, это Realme 8i, который, соответственно, с 4 гигами, с 64 гигами SSD-шкой внутри, и, соответственно, у него частота обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 махов, грубо говоря, и, соответственно, как бы довольно прикольный такой телефон. Я бы сказал, что это такой среднячок для повседневных задач, скажем, с дизайном. Это очень адекватный, на самом деле, Android смартфон, если вам нужно просто иметь смартфон, который имеет всё, потому что здесь стоит достаточно хороший процессор от Mediatek Helio G96. На практике это значит, что он, может, не самый мощный, но он очень стабильный, он не греется, это очень важно. Он хорошо держит батарейку, не мотает её, и вы получите там свои стандартные полтора дня на одном заряде, плюс 120 Гц, это реально очень классно, я вам могу сказать на Android из личного опыта. Тут вполне пристойная камера на 50 мегапикселей, быстрая зарядка, это тоже клёво работает, и боковой сканер отпечатков, опять же, приятный бонус, потому что вы сможете быстро его онлокать, что в бюджете этого аппарата на самом деле прям очень клёво, что всё здесь есть. Не забудьте, что вы можете, во-первых, перейти по ссылке в описании, вы можете купить что один смартфон, что второй смартфон. Сейчас до 19-го числа, до 19-го апреля, идёт супер-упер-скидка, соответственно, на Tmoli. Я не сказал, какой второй смартфон. Да, второй смартфон у нас на Realme Narzo 50A, он на 4 гигабайта также оперативки, 128, это по факту упрощённая версия 8i, потому что здесь немного такой попроще процессор Helio G85, тоже есть быстрая зарядка. Кстати, аккумулятор чуть побольше. На 6000 махов. Ну, кстати, нету 120 Гц. Да, но нет 120 Гц, сохраняется тройная камера на 50 мегасилей, сохраняется сканер. Учитывая, что по акции он стоит 17 тысяч рублей, я, наверное, прямо сейчас его маме куплю. Но он по акции стоит дешевле, Максим, потому что, видишь, с 15-го апреля ещё и купон можно заюзнуть. Да, вот, короче, в общем, два прикольных смартфона. Имейте в виду, что, опять же, как только опубликуется, у нас где-то, наверное, в субботу будет, соответственно, у нас публикация нашего выпуска, вы можете не в формате трансляции, а именно уже под видосом оставить комментарий, и любой комментарий будет участвовать в, соответственно, в розыгрыше. Пожалуйста, я вас прошу, и вы знаете, я только сейчас об этом подумал, это будет, наверное, правильно, для того, чтобы мы поняли, что, ну, типа, выбирать вас для розыгрыша или нет, так как мы уже сказали, что розыгрыш будет только для жителей России, потому что, ну, мы иначе не можем никуда отправить, сейчас очень тяжело с этим. А что случилось? Вот, и, в общем-то, пожалуйста, напишите город, откуда вы, ну, или там страну, типа, где-нибудь в комменте, там, типа, если вы даже пишете что-то вообще обособленное чисто про подкаст. Страну писать не надо, напишите просто в комментарии, которые вы хотите разместить, это неважно, может быть, абсолютно. Ну, или там, я участвую, там, типа. Напишите, я участвую в розыгрыше Realme и город, вот так. Да, как бы, если вы, ну, чтобы мы хотя бы, как только нам в момент розыгрыша высветится комментарий, чтобы мы по нему поняли, участвуете вы или нет. Ну, то есть, или страну, или город, или, типа, я участвую, или еще что-нибудь в этом роде, чтобы мы реально просто по контексту поняли, что вы действительно участвуете в конкурсе, а не просто оставили коммент, чтобы там подискутировать, пообщаться, там, что-то там рассказать, задать вопрос, там, и так далее. Вот. Короче, у нас два, соответственно, смартфона. Это Realme 8 и, соответственно, такой флагман клевый, вот, но на 64 гигабайта. И, соответственно, NARCE 50A, это чуть меньше флагман, он поменьше, соответственно, на 4 гигабайта, но на 128 гигов SSD, и у него пожирнее аккумулятор на 6000 махов, а не 5000, как у Realme 8. В любом случае, мы выберем рандомом два человека, так что оставляйте ваши комменты, мы будем всем рады. Опять же, мы напоминаем, что это на YouTube, youtube.com.slash.zavtrakast, ищите 253 выпуск, оставляйте там комментарии. Вот. В следующем завтаркасте мы вначале на стриме прям разыграем, чтобы все было честно и все увидели это. По поводу честности, давайте. По поводу честности, тут Илон Маск, наш любимый, замечательный, которого мы всегда вспоминаем теплым, добрым, не злым словом завтра кассе, хочет купить Twitter, и причем история была в том, что он уже купил акции Twitter, буквально мы на прошлом подкасте эту историю обсуждали. В общем, теперь история в том, что он якобы хочет предложить компании, соответственно, Twitter и ее акционерам выкупить их акции по 54 доллара за одну, соответственно, наличными в кэше. Но как только мы эту историю добавили к нам в обсуждение, выяснилось, что один из крупнейших акционеров Twitter, это Саудовский принц Аль-Валид Ибн Талал Аль-Сауд, отклонил предложение Илона Маска о покупке этой социальной сети. То есть, буквально за один день история, скажем так, Илон Маск пытался сделать историю, но у него что-то не очень вышло. Димка, там была еще более интересная история. Она заключается в том, что на последнем TED-Токе, который произошел то ли сегодня, то ли вчера, как раз-таки разговаривали с Илоном Маском. Естественно, ему задали вопрос о том, что, типа, как вы собираетесь себе купить этот самый Twitter, что вы собираетесь с ним делать. И выяснилось, что он сказал, что, ну, технически, я в целом могу, конечно, его купить, но это, типа, не очень простая задача. И как бы все нормальные аналитики объясняют и говорят, что вообще-то для того, чтобы на Луну Маску у него нету этих самых, там, ну, 45 миллиардов долларов. Ему для этого пришлось бы сделать, а, или взять безумный заем где-то, который ему, скорее всего, никто бы не дал, б, это, как бы, расплатиться акциями или продать свои акции и, типа, за кэш купить. А такой огромный пакет продажи акций, скорее всего, заблокировало бы SEC. Ну, то есть, это, ну, SEC, это, типа, комиссия по ценным бумагам США. И говорят, что, в принципе, несмотря на то, что он говорит, что технически-то он, конечно, наверное, может быть, вероятно, скорее всего, мог бы купить, но вообще-то нет. Вот. И все это выглядит, как какая-то игра, как какой-то фарс, потому что у тебя чувак, который с большой вероятностью не может ничего купить, берет и говорит, пацаны, ну, я сейчас куплю, перед этим купив 10% акций, естественно, стоимость акций повышается очень сильно. Опять все это выглядит, как какая-то безумная биржевая игра, если честно. А интересно, его за это не накажут? Или как бы Маск у нас неприкасаемый? Ну, вот фиг знает, потому что у него постоянно идут какие-то всевозможные расследования. Но есть проблема. Маск дружит с большим количеством республиканских, всяких известных лоббистов, законодателей и так далее. И в том числе, открывая периодически заводы, вливает большое количество бабок в экономику США. Плюс участвует во всяких различных, так скажем, формированиях внутри правительства США, связанных с green energy, sustainable energy и так далее, и так далее, и так далее. И заигрывает, опять же, заигрывает во втором кругу со всеми, не только там, но и там, и вот здесь, и вот там, и вот тут. Вот, да, Маск отличный политик. И вот я просто зуб даю. К условному 2030 году он будет баллотироваться президент США. Ты знаешь, я с тобой бы, наверное, не согласился лет 10 назад, но после того, как к власти приходил Дональд Трамп, я готов поверить во всё, что угодно. Вот серьёзно. Я тебе уверяю, он отличнейший политик и шикарно вообще себя позиционирует, всё делает, как бы, можно миллион вообще про него сказать вещей офигительно херово. Например, он же недавно взял и буквально пару дней назад сказал о том, что, вы знаете, вообще-то, то, что Twitter настолько нечестно поступает по отношению к своим пользователям, что свой собственный алгоритм продвижения постов держит в секрете, это неправильно. Нам нужно, чтобы вот этот алгоритм обязательно был в опенсорсе, на что ему оставили 5 триллионов ответов все люди о том, что Илон, мы что-то на гитхабе не видим, а и Теслы. Где, где, друг мой, где, почему ты топишь в опенсорс там, но не топишь тут? Почему никто не обратит внимание Илона Маска на то, что есть опенсорсный Twitter, называется Мастодон. Иди себе и делай хоть десяток выстанцев. Ты не понимаешь, он хочет, чтобы именно алгоритм именно Twitter для подбора и пушинга твитов, чтобы именно он стал опенсорсным. Знаешь, что будет через какое-то время? Ну, допустим, он станет внезапно опенсорсным, первый же, кто развернет свою собственную версию, будет Трамп. То есть, просто тут же, моментально развернется. Ты же понимаешь, что он говорит не в целом об сети опенсорс, а именно алгоритм. И вообще, в целом, вот эти вот алгоритмы, это же самая ценная вещь у социальных сетей. А, я понял. То есть, алгоритм поиска, скорее, рекомендаций, да? То есть, тех твитов, которые ты хочешь. Почему кому-то что-то показывается? Да, да, да. Ну, то есть, они вроде бы работают по очевидным совершенно параметрам, да? Вы лайкнули шоколадку, вам нравится что-то коричневое, Понятно. Да. Ну, то есть, понимаешь, с одной стороны, они вроде бы работают очевидно. Ну, то есть, ты понимаешь, что тебе пушат игры по полной программе, потому что ты там, типа, лайкал или подписан на большое количество людей, которые тоже им нравятся игры. Ну, то есть, вроде как, вот развернуть вот этот open graph кружок, вот этот клубок в обратную сторону реверс инжинировать, вроде бы не так сложно. Но, дьявол же в деталях, очень много есть деталей, которые ты, скорее всего, упустил и не знаешь. И вот по какому принципу работают все эти алгоритмы там у Фейсбука, у ТикТока, как определить, что вот это видео, вот этот мем, вот эта вот смешнявка зайдет всем, а вот это не зайдет. Понимаешь? Потому что ее слишком много народу полайкали вот прямо сейчас. А что если, как бы, вот прямо сейчас она зашла не в ту целевую аудиторию, не в ту когорту, ее здесь не залайкали, а на самом деле это будущий хит. Понимаешь? Как бы, вот как это понять? И вот эти все алгоритмы, они очень круто работают. У того же самого ТикТока, у того же самого Фейсбука, там, в Инсте и везде. Хотя иногда в Инсте просто пиздец. Я открываю свою главную страницу, хотя сейчас стало чуть полегче, когда они ввели такую полухронологическую ленту. Сейчас у меня начало вываливать огромное количество моих людей, на которых я подписан, я посты которых не видел никогда в ленте. И ты просто такой открываешь, такой, блядь, нихуя себе. Это там, типа, какая-то моя коллега, там, типа, пятилетней давности, короче. И ты только смотришь, там, типа, а у нее третий ребенок родился, и ты такой, ебать, копать, я когда-то был на нее подписан, там, пять лет назад, и ни одного ее поста не видел. Никогда. Я могу тебе объяснить, почему это произошло, но тебе объяснение не очень понравилось. Прежде чем мы недалеко отошли от Твиттера, слушайте, эту историю в том, что, если вы помните, первый твит Джек Дорс, который, бывший глава Твиттера, его продали на, как NFT, на OpenSea, собственно говоря. Год назад вообще огромное количество вещей продавалось в качестве NFT. За 2,9 миллиона долларов, то есть почти за 3 ляма, вот, и купил его гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle, Сина Эстави, его так зовут. Он купил за 3 ляма, и прошел год, и он решил его выставить опять на продажу. То есть, я понимаю, что речь идет об NFT, речь идет не про сам по себе первый твит, или там не картинку с этим твитом, а именно запись в блокчейне о том, что Сина Эстави владелец вот этого первого твита Джека Дорсина. То есть, я понимаю, что тяжело следить за этой мысль, но тем не менее. Так вот, он его купил за 3 ляма, решил продать за 50, был конкурс, был аукцион, ставка не дошла даже до 7 тысяч долларов. Вопрос о том, что инвестировал в Джека Дорси, да? Слушайте, тут вопрос о том, что когда нам огромное количество людей говорило и писали о том, что NFT, вот ВЕП 3.0, за этим будущее и так далее, и все адекватные люди говорили, чего, и они такие, не, 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 вы не понимаете, вот это все, короче, board, ape, яхт-клаб, там, и так далее, и так далее, и, ну, все нормально, опять же, адекватные люди просто крутили у виска пальцем. И этот рынок, ну, совершенно очевидным образом, совершенно понятным образом схлопывается сейчас, потому что вот этот нахайпованный рынок надутых мыльных пузырей для спекуляции ничего не стоящими активами, он может работать, когда это акции, и когда это бонды, когда это облигации и прочее, когда это поддерживается государством там условно, или когда это поддерживается крупными корпорациями, когда это не поддерживается ни государственно, ни крупными корпорациями, а это просто условно МММ, потому что я выпустил что-то и надул его ценность, ты это купил, а потом, как бы, ты думаешь, что ценность того, что я там надул, сохранилась, ну, это не так. Ну, да, но просто, как бы, история с NFT еще и в том, что, мне кажется, сами криптоинвесторы, которые покупали эти NFT, немного в этой всей истории разочарованы. Ну, то есть, как бы, когда у тебя меньше, чем за год происходит огромное количество взломов этих всех, OpenSea и других площадок, которые там были, да, когда ты, условно говоря, там, не знаю, перезаложил свой дом и купил кучу NFT, надеясь навариться, ну, как все остальные это делают, и у тебя ничего не произошло, там, спустя несколько месяцев, наверное, даже до самого тупого потихоньку начинает доходить, что, наверное, это, ну, не самое лучшее вложение в мире. Поэтому, мне кажется так, окей, продали первый твит за 3 ляма, заработали на М7 тысяч долларов, ну, как бы, это еще одна, еще один гвоздь в крышку гроба с названием NFT, значит, на той горящей помойке. Ты же понимаешь, что, как бы, вообще вся эта история с Web3.0, о которой все пытаются говорить, что, типа, децентрализованный интернет, там, вот это все, ты же помнишь, мы даже рассказывали в подкасте про статью, про чувака, который говорил о том, что весь этот ваш децентрализованный интернет, в котором у вас, типа, ваши активы находятся в вашем кошельке, который вы можете показать на телефоне, в котором внезапно, внезапно можно сделать такой актив, который будет вам показывать разным людям разное, и вообще, потому что это все, как бы, хранится на серваках вашего кошелька, вашего того, вашего сего, все, это по фишке дергается, тут сервак умер, тут сервак умер, и все, ваша децентрализация говно. А наоборот, все, просто тут сервак отключили, по фишке ничего не дернулось, картинки нет. Да, в блокчейне есть запись, а картинки-то уже все, картинки нет, а запись в блокчейне есть. Понимаешь, как бы, и все. Да, он, кстати, пишет в чате, что как человек, который заработал на этом достаточно приличное по меркам российский запой денег, подтверждаю, что большинство проектов там умирает через полгода, и NFT на тричке не стоят ничего. И тебя поправляют по поводу маска, дело в том, что на рынке Северной Америки, как раз вот ему запретили всю эту историю. А мне не поправляют, скорее добавляют к тому, что я говорю по поводу. Да, в Европе ему засунули якорь-багажник и заставили делать все открыто, понимаешь. Передайте спаление, маска уже открывает доступ всем ИВИК своим станциям зарядок Тесла, вот так. Да, тут вопрос просто в том, что как раз Илон Маск, опять же, он очень максимально непоследовательный на своих суждениях, когда он берет и говорит о том, что, типа, слушайте, а вот тут надо все открыть. Это как и Тим Свинни, который говорит, а вы знаете, а все маркетплейсы надо везде, все везде надо открыть, надо, чтобы везде все, кто мог, кто хочет, чтобы продавали то, что хотят продавать, и чтобы никто к ним не лез. И ты приходишь и говоришь, бро, хочу станции продавать в Фортнайте, блок. И все, вот, поэтому здесь все то же самое. Слушайте, говоря про веб 3.0 и децентрализацию, или там какую-то централизацию, наоборот, давайте мы обсудим очень интересную историю, она проскочила немного мимо радаров на фоне других новостей, она на самом деле очень важная и очень интересная. И тут пошла история, такая даже не слуха, это заметили в превью билдах, что очень скоро у телеги, той самой телеги, телеграммчик, в которой мы все сидим, появится функция веб-ботов. И что это значит на практике? На практике это значит, что фактически Дуров потихоньку начал движение в сторону WeChat'а. То есть очень смешно было. Давай объясним правильно, что такое веб-бот. Это значит, что когда вы открываете в телеге некого бота, он сможет теперь не только как в данный момент в телеге вам отвечать некими предефайненными сообщениями, ждать ответа от вас в виде кода, который может максимум что выглядеть как кнопочка, которая типа вы вас предлагают, хотите пополнить валюту, нажимаешь на кнопку «хочу». Теперь это будет выглядеть более комплексно, потому что по сути веб-бот позволяет вам открыть веб-морду маленького сайта, где может быть меню ресторана, меню записи чего-нибудь, мини-магазин и так далее. По сути веб-страничка внутри самого бота, то есть теоретически ты можешь не только картинки там показывать, но и все что угодно. То есть может быть бот, в котором ты пальцем что-то рисуешь внутри интерфейс какого-то, который у тебя открывается, или там, как помнишь, это была во Вконтакте в свое время стена, на которой можно было рисовать. Давай это все переложим в плоскость коммерции, что например, это может быть какой-нибудь, например, бот по печати каких-нибудь футболок, куда вы закидываете свою картинку, а потом вываливается страничка, где вы возите эту картинку, масштабируете ее по футболке и там типа нажимаете там «напечатать», вам скажут сколько экземпляров, куда доставить, какой адрес и так далее. То есть не только текстовая интеракция, а еще и в вебе, соответственно, с помощью вашего пальца, курсора и так далее. Меня интересует, честно сказать, больше безопасная сторона. То есть я понимаю, что как бы внутренний контент внутри телеги ты плюс-минус как-то контролируешь. То есть ты не можешь изнутри телеги запустить какой-то экзешник, который тебе полезет в память и стырит твои пароли от твоих биткоинов, условно. А вот если это будет в качестве веб-интерфейса, ну как бы тут уже есть вопросики. Ведь при таком количестве ботов, которые в принципе есть в телеге, контролировать их никто не будет. Мне вот интересно, как это у них сделано с технической стороны. Вот этот момент хотелось бы прояснить. Потому что мне кажется, что везде, где появляется веб-вью, есть потенциальная возможность для каких-то уязвимостей. Ну, в интернет вообще страшно ходить, Дим, а с другой стороны... Дим, я думаю, что скорее всего там будет некая страница, страница, которая верифицируется за счет того, что докладется какой-нибудь или там скрипт от телеги или еще что-нибудь такое, чтобы типа только в рамках этого домена и только вот эти страницы типа позволяют быть там типа внутри бота. Техническая составляющая мы не знаем, как сделана, но я могу сказать так. Это все идет в сторону WeChat. Как и в Китае есть WeChat, который по сути представляет из себя чатилку, да, но в которую можно запихнуть свое мини-приложение, и эти мини-приложения есть для всего, просто для всего. То есть по сути это у тебя огромное приложение, в котором есть все. Вот Дуров идет той же самой дорогой, и я не могу сказать, что это прям очень плохо. Мне кажется, это как раз вполне логичное развитие телеги, и может быть там условно через три годика или там через год, когда там все это появится, может быть даже мы запилим туда какого-нибудь бота, по которому можно будет заходить и слушать завтра касты или смотреть, черт его знает, потому что YouTube тут со дня на день заблокирует, будем в Telegram выходить. Вот так. Слушайте, еще говоря про эту всю историю и про WeChat, это просто было очень смешно, когда только-только появилась эта новость, и мы с ребятами. Ребят, подождите, вы все время говорите про WeChat, просто, опять же, вы должны правильно отметить, для тех людей, кто не очень понимает, что в Китае WeChat для многих людей, например, особенно для взрослых, которые не очень хорошо одупляют, как работает интернет, это же реально, это и есть интернет. То есть, как у современного человека, давайте нивелируем до того, что современный человек, например, на ПК открывает Chrome, и 90% его использования ПК, если он не делает какие-то супер документы, а иногда даже так, это и есть, по сути, Chrome, в котором ты запускаешь разные веб-сервисы, веб-сайты и так далее, и там редактируешь документы, работаешь, делаешь графики, смотришь почту, заказываешь там вот это, заказываешь то, заказываешь все, короче, и в итоге ты даже не выходишь за пределы Chrome, ну там, для некого усредненного такого человека. Вот то же самое происходит для условно среднего китайца, особенно взрослого китайца внутри WeChat, потому что у тебя там есть там типа общение, оплата, магазины, вот вообще все, что угодно, там арендовать тачку, арендовать там самокат и так далее, и так далее, и так далее, и все это происходит прямо внутри чата. То есть ты по сути реально как бы берешь там, сканишь QR-код, тебя закидывает, по сути, с помощью QR-кода в чат, условно чат, по сути, в аккаунт некого там типа бизнеса, и там у тебя открывается или чат, или открывается прям мини-сайт, по сути, который позволяет сделать некую функцию. Через WeChat прям даже и платишь, там даже платежка встроена, ты можешь через QR оплатить. То есть, когда мы с ребятами все это увидели в нашем внутреннем канале, где мы обмениваемся новостями, такие WeChat, 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 блядь. Ну, потому что это первое, что приходит в голову. И на самом деле это по-своему круто, что эту функцию раскатывает западно-ориентированный мессенджер, потому что я, например, по собственным китайским студентам наблюдаю, ну, то есть вот у меня сейчас в потоке есть несколько студентов из Китая. Они даже по-русски не говорят, мы с ними разговариваем через Google-переводчик. Такое вот бывает. И, чтобы вы понимали, у них реально ломка. То есть, что надо столько приложений в смартфоне держать, что что-то делать надо в России. То есть, в смысле, ресторан должен в отдельном приложении жить? В смысле, мобильная связь оплаты в отдельном приложении? Быть того не может. Это прям реально слом со знанием. Макс, я потом на ДДКД расскажу о том, как я искал отель в Туле без Booking.com. Ты даже не представляешь, какая это боль просто сейчас на современном российском рынке. Просто супер боль. Я не могу не согласиться с тем, что это, наверное, удобно. Но, чуваки, знаете, в последнее время, в последнее время меня пугает централизация, когда у тебя все в одном приложении, понимаешь? Какое бы это классное приложение не было. Потому что, ну вот ты привык к одному приложению, а его завтра просто хоп и нету. И что ты будешь делать? Ну, то есть, как бы, мне кажется, надо соблюдать какую-то золотую середину плюс-минус в этих историях. Децентрализацию. Потому что, когда у тебя централизовано, наоборот, в одном приложении, в одной экосистеме происходит все, то если эта экосистема схлопывается, то у тебя все схлопывается, понимаешь? То есть, как бы, то же самое, как с Яндексом, например. Как бы, если вдруг сейчас Яндекс закроют, то у тебя, типа, там, знаешь, огромное прекрасное приложение Яндекс.Го, в котором можно заказать, там, маркет, такси, доставку, Яндекс.Еду, там, и вот это все, и вот это все, короче, у тебя хуяк закрывается приложение, и у тебя ни такси, ни еды, ничего. Понимаешь? Как бы, ты такой, бля, как бы. А потом ты такой, поеду Сидимобил, ах да, он закрылся. Вот, поэтому, ну, как бы, нужно, чтобы все-таки было все это дезинрализовано, конечно. Да, и вот тебе, братишка, пожалуйста, хороший пример всей этой истории. Ну, если вы следите за новостями, то вы, наверное, в курсе, что и в App Store уже нельзя ничего оплатить, и в Google Play нельзя ничего оплатить, и, в общем-то, в России якобы нельзя вообще ничего с этим сделать. И единственная идея, которая может прийти в голову тем компаниям и тем людям, которые всем этим рулят, говорит о том, что надо делать какие-то свои собственные сторы. Естественно, на примере Apple это не получится сделать, потому что Apple очень против сайдлоудинга. На примере Android, на примере Google... Ну, ты не очень правильно говоришь, смысл в том, что на iPhone, на iOS, на iPadOS и так далее туда нельзя сделать стор, никакой другой. Да. Кроме как через систему, которую делают китайцы, когда ты, по сути, покупаешь себе Enterprise сертификат специальный и используешь некий типа Store, которому ты доверяешь свою жопу, потому что когда ты делаешь себе Enterprise сертификат на iOS, ты, по сути, этому сертификату доверяешь полный контроль над телефоном. Поэтому если ты доверяешь какому-то левому хунь-ляо, то этот хунь-ляо, скорее всего, как бы с большой долей вероятности, может тебя спиздить с твоего телефона, вообще все. И таким хунь-ляо в данном случае поступают три компании. Это Сбер, Яндекс и ВК. Якобы они делают некий русский ответ Google и Apple, делают свои собственные маркетплейсы. Когда они будут сделаны, непонятно. Но я напоминаю, что у Яндекса был Яндекс.Тор, который они закрыли в 2020 году как раз. То есть у них есть какая-то экспертиза в этой истории. Для чего это делается? Понятно. Ну, то есть для того, чтобы можно было публиковать приложение, хотя бы даже на Андроиде. Как это будет сделать на Айфоне, пока что не ясно. Никак. Вообще, видимо, никак, да. Вот. Но я могу сказать так. Я вот пользуюсь Xiaomi, время от времени у меня там лежит. И там есть собственный маркетплейс, который называется GetApps. Более противного говна я в жизни не видел, братан. Ну, то есть как бы такое количество спама от этого несчастного к GetApps приходит. Ты просто себе не представляешь. Мне больше всего понравился Пуш в 3 часа ночи, когда мне приходит Пуш. Ваш ребенок покинул зону дом. Хотите посмотреть, где он? Я такой, какой, блядь, ребенок? Нажимаю на это уведомление. У меня открывается этот GetApps, на котором мы сделали для вас подборку лучших приложений для того, чтобы, типа, следить за детьми. Нахуя это мне? Это раз. Ну, то есть как бы, окей, ладно, допустим, случайно Пуш пришел. Нахуя Пуш делать 3 часа ночи, это 2? В-третьих, вам не кажется, что это слишком наглый Пуш? Ну, то есть как бы, ваш ребенок вышел из зоны дома. Что в это время подумает обычный родитель? Блядь, он успугается? Пиздец. Ну, то есть как бы, на это же расчет, да, чтобы ты зашел в этот стор и поставил оттуда приложение. Чувак, я же тебе рассказывал, что я общался с представителями всех вендоров китайских в России, я знаю абсолютно все их условия на публикации, на рекламы, на сбор данных и так далее. И, ну, там абсолютно людоедские, просто отвратительнейшие условия, потому что они говорят, да мы можем вот это, вот это, вот это, вот так, вот так, вот так, короче, мы можем выебать просто пятером в жопу этого человека, короче, хотите поучаствовать с шестым. Да, понятно. И ты такой просто, типа, ну, как бы ты говоришь, ребят, ну, это просто пиздец. А они говорят, ну, в смысле, типа, за ваши бабки любые капризы. А теперь представь, что это будет продвигаться под неким государственным участием, потому что, ну, условно, ладно, окей, там, Яндекс может быть нет, но Сбер и ВК так точно. И, как бы, ты доверишь свою жопу государству в текущей ситуации? Я никогда. Ну, то есть, это, это прям вот очень напрягающий мне момент. Давай говорить откровенно, как бы, что мы знаем, что все компании, которые участвуют в всей этой истории, как бы, так или иначе находятся под государственным давлением. Давай назовем это так. Давай так назовем, да. Вот. И находясь под этим самым государственным давлением, вот, они вынуждены делать шаги, которые максимально не пользовательские, так скажем, не юзерфрендли. Вот. И поэтому я бы не стал бы вообще когда-либо ставить такого рода стор. Я лучше, прошу прощения, но я уже доверюсь лучше Эплу, который может в любой момент меня там заблокировать или еще что-нибудь такое, или передать мои данные ФБР, чем я доверюсь там, типа, условно, троица Яндекса Сбера в ВК, потому что, как бы, у меня куча народа работает там. Я знаю, что ребята делают свою работу, все прекрасно, все хорошо. И они каждый раз, когда происходит какая-то очередная история, где, типа, кто-то кому-то чего-то передал, сдал, подставил там нож в спину и вот это все, они всегда говорят, ребят, ну вы же понимаете, что, типа, у нас выбор нет. Мы, типа, или закрываем весь бизнес, типа, распускаем тысячи человек, там, вот это все, или, типа, вот мы вот этих людей сдаем, как бы, и у нас варианты или так, или так. И ты сидишь такой, ебать копать. Ну, как бы, охуительный выбор, конечно, как бы... Стоит вспомнить Ричарда Стулмана и его движение «Свободного программного печенья», когда он делал «свободный», в кавычках, ноутбук. Ты помнишь эту историю? Да, да, да. И какое говно из этого получилось. К сожалению, мне кажется, что жопу наши, Тимурчик, продадут и та, и другая сторона. Ну, это правда. Нам пишут, кстати, в комментариях, Тимура очень стыдно слушать подкаст «Присутствие детей». Юрий, я напоминаю тебе, что наш подкаст 18+, поэтому рядом с детьми его слушать не надо. Вот. Ну, то есть, правда, серьезно не нужно. Вот. В любом случае, ребята, короче, на этой грустной ночи мы потихонечку переходим давайте к все-таки более позитивным новостям. Вот. Напоминаю вам, что нашими давними друзьями, это рекламный блог, но все-таки нашими давними друзьями является компания Selectel. И мы, если что, рассказывали в прошлый раз про то, что, если помните, у них есть совершенно безумнейши крутые технологии, связанные с тем, чтобы развернуть на их серваках, на их хостингах, по сути, возможности по машин-лернингу и по дата-сайенсу. То есть, по сути, это очень крутые, очень быстродейственные базы данных и огромное количество различных опишек и, так скажем, уже изначально готовых инструментов, ну или вы сами можете довернуть ваши инструменты, которые позволяют с этими базами данных работать. Причем, как на уровне буквально дата-сайенса, когда вы пулите эти самые данные там из SQL и потихонечку их отрабатываете и получаете нужные вам штуки, ну то есть, типа, так скажем, крутая, тяжелая, сложная задача, но не очень сложная, до прям совсем тяжелейших задач, когда вам нужно пулить эту самую дату и на ней сидеть, обучать нейронку какую-нибудь, которая потом в последствии будет сидеть и предикативкой заниматься, то есть, там, на базе ваших там просто нереального огромного объема данных по, например, там, типа, продажам, по, там, допустим, по вашим профайлам, которые, там, типа, вместе с продажами, вместе с данными о том, откуда они пришли, что они делали, как они использовали ваш продукт, куда ходили, что делали, все это дело, там, обучить на нейронке, например, понять, какая когорта из какой там, типа, рекламной сети, когда чего пришла, как она делала и какие креативы были правильные, какие неправильные и другие различные параметры. Короче, вот этот самый Data Science, такой прям серьезный, не детский, такой жирный Data Science, Selectel позволяет все это делать. Да, у них есть услуга под названием «Анализ данных», в общем-то, она позволяет построить любую систему обработки, хранения, аналитики больших данных с помощью как раз их собственных сервисов, Selectel, и можно подобрать решение под ваши задачи или воспользоваться их экспертизой, поскольку они, ну, предоставляют какого-то рода помощь в этой истории. Да, причем у них, как бы, на самом деле история, это, типа, вот совсем маленькая, как бы, опять же, как я говорил, там, когда нужно, типа, не супер много чего-то там, типа, сидеть, анализировать и, там, пулить, ну, по сути, просто хорошо развернуть нормальную базу данных, хорошо, там, типа, сделать API-шку для доступа к ней, то есть, ничего-то такого супер-серьезного, до прям супер-жирных, супер-тяжеловесных таких прям баз данных, тяжеловесных, типа, как бы, по сути, как бы, слоев, которые, как бы, сидят, обрабатывают эти данные, пулят эти данные, сохраняют их, там, целостность, дублицируют их, там, типа, чтобы они, ну, в резерве были нейронки, которые могут их, соответственно, обучаться на этих самых данных, тоже, как бы, имея постоянный доступ к ним, потом различные физические и виртуальные машины, причем с GPU, причем не только с GPU, как бы, такими, там, типа, несложными, но и с очень сложными, напоминаю вам, мы много раз говорили, что Selectal одна из немногих российских компаний, которая закупила себе суперкомпьютер NVIDIA DJX, которому вы можете, соответственно, получить доступ, это просто супер-нереальный компьютер, ну, который может, там, реально очень много данных обрабатывать на своих GPU, на своих процессорах, и, соответственно, выделить вам какую-то очень крутую модель, например, там, на ваших, там, данных о продажах, о креативах, о марксинге. Инфраструктурой Selectal можно пользоваться и как крупные исследовательские проекты, так и небольшие, например, небольшие проекты могут арендовать облачный сервер с GPU с почасовой оплатой для решения каких-то простых довольно задач. Переходите по ссылке в описании, либо вот мы сейчас закинули эту ссылочку к нам в чат, да, и, собственно говоря, из довольно простой панели управления Selectal построить собственную систему аналитики данных внутри их собственного облака. Короче, вне зависимости от ваших потребностей, они могут быть очень маленькими и очень краткосрочными, да очень жирных, очень мощных, вы можете совершенно спокойно переходить, регистрировать, потыкать, попробовать, и, в общем-то, вполне возможно, что вы найдете что-то для себя, потому тем более сейчас в России, когда сложности большие с оплатой, соответственно, западных хостингов, плюс при этом не забывайте, что Selectal поддерживает все опихи и все возможности кодинга, соответственно, под формат S3 амазоновский, вот, то есть, соответственно, S3 API, и в том числе они еще работают с постгрессовским SQL, вот, поэтому, в принципе, как бы, если, ну, вполне вам привычные вещи, все у них есть, и вполне возможно, вы найдете что-то для себя, вот, такие дела. Слушайте, давайте двигаться потихонечку дальше, опять же, как бы, у нас есть довольно грустная новость, я хотел ее немножко экстраполировать, дело в том, что, если помните, много говорили о том, что Spotify очень-очень сильно двигается там в рынок подкастов, уже ни для кого не секрет, что Spotify уходит из России, и что он уже ушел 11 апреля. Да, то есть, он уже ушел, типа, он больше не оказывает услуги, все очень грустно, вот это все, но тут случилась история, которая, так скажем, совершенно неожиданная для многих людей, и она оказалась, на мой взгляд, максимально глупой. Дело в том, что Spotify, как вы помните, принадлежит хостинг подкастов, который называется Anchor, ну, якорь по-английски, и огромное количество подкастеров, в том числе и в России, использовали его, потому что он был бесплатный, и потому что он позволял довольно быстро и легко распространить подкасты везде. Ну, то есть, грубо говоря, сервис, по сути, авто-аплодинга подкастов и авто-публикации подкастов в огромном количестве сервисов был очень хорошо там настроен. То есть, по сути, как бы, вот этот весь твой юзер-джорни, так скажем, там, кастомер-джорни, происходил суперлегкой и очень просто. То есть, ты берёшь, создаёшь подкасты, загружаешь обложечку, загружаешь всякие описания, загружаешь выпуски, потыщу, и он везде появляется. Я могу сказать, что Anchor'ом пользовался даже я, у меня там лежал небольшой старый подкаст, в котором я размещал музыку Chiptune, это из старых видеоигр, типа на Dendy или там на Asagi и так далее. И Anchor тут с 11 апреля 22-го года написал, что после тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приосновить работу Anchor'ом в России, и с этой датой у вас больше не будет доступа к вашему подкасту. Тут есть важный момент. Не только подкастеры лишились возможности пользоваться Anchor'ом и, например, там, загружать свои подкасты или что-то такое. Слушатели все в России теперь без VPN'а не могут получить доступ к подкастам, хостящимся на Anchor. То есть, если вы слушали какой-то западный подкаст, прикольный, который хостился на Anchor'е, все, он просто не будет у вас загружаться. То есть, момент, когда... И если у вас был подкаст, который делали русские люди, но которые запихивали его на Anchor, то он тоже не будет работать. Да, он просто не будет у вас открываться в любом абсолютно подкаст о приемнике, потому что, соответственно, по RSS'ке у вас будет запрашиваться доступ, соответственно, к домину Anchor, к серверу Anchor'а, и он, ну, просто откажется работать, не будет отвечать, и все, пока. И это дичайшие грустные новости с точки зрения того, что я понимаю, почему большое количество компаний на данный момент уходит из России, почему они перестают делать здесь бизнес, есть экономические причины, есть идеологические причины, это совершенно нормально. Но когда ты берешь и, по сути, лишаешь людей в России возможности получить доступ к информации... Ты это делаешь так же, как делает Роскомнадзор. Ну, то есть, по сути... Ну, то есть, делаешь за людей, за цензурный орган, но их работу, по факту. Да, потому что стена выстраивается, к сожалению, с двух сторон. То есть, она выстраивается и внутри России, и она выстраивается снаружи России. И если на стену внутри мы повлиять никак не можем, то на стену снаружи повлиять-то, в общем-то, люди могут. И мне кажется, что Энкер поступил максимально по-скотски. Ну, то есть, как бы... Тут даже не Энкер, тут даже не Энкер. Смотри, тут очень интересная история. У нас, кстати, это в шоу-нотах нет. Тут ведь, понимаете, Spotify в последнее время у них очень странное что-то творится с подкастами. То есть, у них была стратегия, у них был хороший старт, они привезли... Как это сказать? Привлекли Джо Рогана, они много денег вложили в это. Ты даже не представляешь, Spotify на данный момент является лидирующим источником для прослушивания подкастов в гигантском количестве стран. Да, и самое главное, что для самого Spotify это, собственно, то самое время, то самое вовлечение, которое ничего не стоит, в отличие от музыки. Но вот мы вот это все обсуждаем, и вопрос, да какого хрена произошло, логичный возникает. А что случилось? Оказывается, что... А что случилось? Самое главное, случилось что-то в самом Spotify, потому что вот на фоне этой ситуации Spotify ушел главный по подкастам Кортни Холт. Он покинул компанию. Это он или она, Кортни? Он, это он, и это человек, который как раз подписывал Джо Рогана, который как раз выстраивал всю эту историю. И у меня есть такое серьезное ощущение, что там внутри компании еще есть какие-то терки, о которых мы не знаем. И то, что мы видим с Энкором, ну, это откровенно глупое решение, откровенно глупое. Это в том числе последствия вот этой неразберихи. Слушайте, я думаю, что можно вполне себе рассказать, потому что теперь уже как бы это точно нигде не случится. А мы ничего не подписывали, что незадолго до всей этой ситуации мы записали интервью эксклюзивное с гендиректором Spotify Россия. Самое впечатление, что оно было смонтировано и должно было выйти, по-моему, как раз 24 февраля. И у нас это было очень крутое интервью, в котором нам рассказали огромное количество вещей по поводу… Это Илья Алексеев, если что, гендиректор Spotify Россия, рассказал нам огромное количество инсайтов о том, как типа там работали с подкастами в России, как работали с артистами, как запускались, какой командой, что они делали и так далее. Офигительное совершенно интервью, но, естественно, в момент, когда началась война, дело в том, что так получилось, что у нас это интервью не могло выйти, потому что свернули все бренды, все активности абсолютно. А потом, когда мы пришли, говорили, ребят, ну типа вы уже ушли, все, а можно мы опубликуем интервью? Они такие, вы знаете, давайте лучше не надо. Ну и мы, к сожалению, не можем этого сделать, потому что они отказываются это делать, ну и просто и по закону, и с точки зрения этики мы, к сожалению, не можем это сделать. Да и само по себе все, что там происходило, оно уже устарело, к сожалению. Оно тоже очень устарело, к сожалению, вот, и несмотря на то, что, опять же, как бы, ну это эксклюзивное, очень крутое, очень классное интервью, потому что, ну, Завтракаст один из самых крупных подкастов в России технологических, и, ну, они нам доверились в этом плане, как бы это очень круто, но, к сожалению, мы не можем его опубликовать теперь, вот, и, скорее всего, мы не сможем опубликовать его никогда, вот, потому что они ушли полностью из России, они, скорее всего, расформируют всю команду, и поэтому, ну, оно просто бессмысленно, так что оно уходит в сторону. Ну, а если лет через 30 внезапно Spotify вернется в Россию, или там через 50, то нам придется его записывать заново, да, поэтому этот контент, к сожалению, не выйдет никогда. А я еще могу сказать такой момент. Spotify ушел из России, и многие люди не знали или не знают о том, что вы можете слушать Spotify, не подписываясь на премиум, абсолютно бесплатно, даже будучи в России, вам просто нужен VPN, и вы можете свой собственный профиль, который у вас остался, российский, перенести в другую страну. Тимур перенес в США, по-моему, да, ты перенес? Я в США тоже перенес. Слушай, у меня всегда был американский аккаунт в Spotify, я его не переносил, но перенести я рекомендую вам всем. Да, я перенес свой русский аккаунт в Нидерланды, это делалось очень просто, логинитесь на Spotify через нидерландский VPN, например, ну, то есть я перенес в Нидерланды, да, можно в другую страну. А как ты, подожди, ты оплатил, ты купил карточку в евро? Нет, у меня бесплатный аккаунт, я не плачу за премиум. Это премиум позволяет тебе, условно говоря, юзать его в Spotify в другой стране, да, неважно в какой. Не только, он позволяет еще скачивать треки, не слушать рекламу. Не слушать рекламу и так далее, да. Так вот, я могу сказать, что, например, почему я сделал себе не американский аккаунт, да, а нидерландский, потому что, во-первых, я не отвлекаюсь на рекламу на английском языке, потому что я его понимаю, да, ну, то есть, когда мне говорят, ой, братан, там, типа, ты слушал пять песен, давай-ка мы тебе включим рекламу, хер пойми никого, а нидерландского я не знаю, поэтому для меня это просто какой-то тарабарщина на фоне проходит. Ну, то есть, ты понял, да, идею? Слышите, ну, мне кажется, нам нужно в основном просто организовать семейный аккаунт американский, вы не будете давать денег, типа, я просто заплачу сверху, вот и все. Я не против, но я могу сказать, что я, во-первых, подумал о том, что не хочу платить за Spotify. Вот ты, пидор. Я слушаю бесплатную версию Spotify. Как это выглядит для тех, кто никогда не пользовался бесплатной версией? У вас, во-первых, появляется баннер в Spotify время от времени, то есть, там, с рекламой какой-то, на которую надо нажать. В моем случае это голландская реклама. Ну, то есть, знаешь, там, типа, я такой, окей, ладно. Второй момент, там нельзя перематывать треки, то есть, там есть определенное количество возможностей скипов, да, 6, что ли, в день, вот, а дальше ты их скипать не можешь, то есть, если что-то заиграло из твоего плейлиста, все, слушай, как на радио, знаешь, хер перемотаешь, вот, и, естественно, время отряда, а, и нельзя выбирать конкретный трек, который следующему играет, потому что она всегда играет с шофлом, ну, то есть, рандомно. Ну, короче, ты такой айпод шофл покупаешь себе. Да, по сути, ты покупаешь себе, даже не покупаешь, он бесплатно тебе предоставлен, как радио, на котором играют твои любимые треки, но при этом все еще работает история с теми, ну, теми треками, которые ты добавил, да, теми треками, которые на них похожи и так далее, не работает, по-моему, Discover Weekly, вот эта вся история, которая тебе помогает новые какие-то треки находить, ну, а я это и особо-то и не пользовался историей, я слушал в основном то, что я уже знаю. Это причем то, что ты рассказываешь, это какие-то нидерландские ограничения, потому что вот у меня американский сейчас бесплатный Spotify, и ничего такого нет, мне даже реклама не играет, потому что она видео не гео-таргетируется. Вот, смотрите, я вообще советую поступить как Тимур, даже если вы не планируете платить, перевести аккаунт именно в США по одной простой причине, там больше всего треков доступно. Да, это правда. Я попрыгал по разным странам, все поизучал как раз до подкаста, под платным VPN-ом попереключался, остановитесь на американском аккаунте, и мне кажется, мне кажется, что через условные полгода будет какой-то более-менее средне-геморройный способ его оплатить. Слушайте, я в итоге как бы сделал очень просто, я через банков купил себе, ну, соответственно, я положил за 100 баксов, и за 100 баксов купил на Амазоне код на Spotify на год на индивидуальный аккаунт, просто активировал этот код, и все. У меня американский премиум аккаунт на год вперед за 100 баксов. Да, ну, видишь, если Anker тебе закрыл доступ из России к МП-тришкам, которые являются подкасты, да, ну, то есть плюс-минус, что ты не решил, что так Spotify не сделает спустя какое-то время? Потому что есть люди, которые американцы с американскими аккаунтами, с американскими адресами, американскими картами живут в России. Да ты что? И много таких людей, мне интересно, после 24 года. А ты иначе представляешь, что берешь их и кидаешь, и говоришь, типа, все, пошли в жопу. А я напоминаю, что два года назад никакого Spotify не было, и мы спокойно жили так же на VPN-ах. Для нас мало чего поменялось, мы не привыкали к хорошему, знаешь. Я пробовал юзать Яндекс.Музыку. В принципе, она нормальная. Ну, то есть мне даже нравится, как она... Чувак, Яндекс.Музыку. Послушай, послушай. В принципе, она нормальная. Мне даже нравится, как она ищет треки похожие, но количество треков там просто в разы меньше. И вот это бесит. Вот это раздражает Яндекс.Музыке, а не то, как там алгоритмы не справляются. Чувак, после того, как Яндекс.Музыка удалила по требованию Роскомнадзора подкаст BBC, Яндекс.Музыку просто, ну, типа, прям вот принципиально никогда в жизни не буду использовать больше. Короче... Прям вот никогда. Все, пошли не в жопу. Слушайте, Яндекс.Музыка, не Яндекс.Музыка. Есть еще альтернатива в лице Apple музыки, которая в России работает, и у нее есть lossless. Я плачу и за то, и за то, потому что я lossless слушаю на iPad, а, собственно, в целом шафлю на компе через Spotify. И самое главное, из-за чего я, например, цепляюсь за Spotify, у меня там плейлисты, у меня там моя библиотека треков, у меня там мой, собственно, радар новинок, и я тоже за него очень сильно держусь. Слушайте, давайте перейдем к нашим традиционным впечатлениям. У нас сегодня их много, они очень разные и очень проразные, но мне хочется, на самом деле, Диму с Тимуром, как человек, у которого сейчас страшно мало свободного времени, я просто кручусь, как белка в колесе, куча студентов, куча... у меня еще допки начались, представляете? То есть, когда к вам приходят студенты, которых ты не видел год, и говорят, Максим Леонидович, а вы мне сделаете в зачетке так, чтобы у меня зачет стоял? А ты разрешивку взяла? Нет, только не бери! То есть, ну, вот так вот он как-то работает. Что-то мне в преподавательском сейчас ничего не... Да, это же кроме слова зачетка. Ну, смотри, чтобы сдать экзамен, ну, или зачет, который ты не сдал, условно, семестр назад, тебе надо получить разрешивку в деканате, что тебе можно это, да, на пересдачу отправиться. А ко мне приходит, например, зачетка и говорит, ну, подпишите. А у тебя разрешения на пересдачу нет? Нет. Вот иди. И вот так вот проходят мои будни, и я очень хочу поиграть в Elden Ring. Я уже такой, блин, я наконец-то найду время, поиграя в Elden Ring. Нет, на самом деле, до лета, наверное, не найду. И поэтому, как она вам? Вы же там в коопе играете. Мы уже рассказывали все свои впечатления. Мне кажется, что Тимуру просто хочется высказаться. Слушайте, я хотел высказаться чуть-чуть, как бы, буквально, на тему того, что я поиграл чуть побольше в Elden Ring. Я уже открыл, как бы, так скажем, примерно треть карты. Чертель. Ну, треть, потому что я уже всю восточную локацию открыл, которые... Треть, это он так думает. Нет, я уже пошел туда, куда ты, где ты опиздюливаешься, и ты не смог. Чувак, я пошел туда, куда ты не можешь пойти, как бы, поэтому не надо. Я тебе покажу потом свою карту, она побольше, чем я. Вот, и я тебе скажу так, что, ты знаешь, после того, как я поиграл в Demon's Souls, я играл с тобой в Bloodborne, там, и так далее. Ты же не любил такие игры никогда. Ты знаешь, я никогда их не любил. Но, в целом, у меня сейчас создалось впечатление, что Elden Ring, конечно, действительно оказуальная, для того, чтобы она стала более... Вообще не согласен. Блин, чувак. Ну, то есть, дальше, Тимур, там, такой ад начинается, что... Я знаю, но ты не понимаешь, или, как бы, все время не хочешь этого, как бы, признавать, что в Elden Ring сделали механики, которые позволяют тебе даже самые довейшие вещи, пойти, раскачаться и пройти в итоге. То есть, как бы, тебе дали возможность прям так закачаться, чтобы даже с самого ебейшего босса, там, типа, с пяти ударов убить. Понимаешь? Ну, в плане... Ну, просто, наверное, сидеть и дрочить это. В плане количества вещей, которые можно сделать, ты в этом плане не ошибыл. Можно сделать мага, можно сделать, там, где рыцарь... Да, ну, то есть, понимаешь, как бы, например, вот в Bloodborne, как бы, была очень конкретная, четкая, там, типа, механика игры, ты в ней, вот, ты должен был определенным образом играть. И, как бы, если ты не играл вот этим образом, как бы, ну, ты все, пошел нахуй. Вот. И это было тяжело. Я могу тебе сказать, что сейчас, когда я играю в Elden Ring, я впервые, наверное, это первая Souls-игра, в которую я играю спокойно сам один. И я понимаю, что так, так, вот здесь меня запиздили, вот здесь меня запиздили, короче. Но я не чувствую фрустрации, потому что я понимаю, что, окей, как бы, я могу сейчас спокойно там распануться, пойти забрать свои души, причем забрать их за счет того, что на коне быстренько проскакал такой, бл-бл-бл-бл, и, типа, ускакал. Меня никто не запиздил, пока я забирал свои души. Понимаешь? И потому что я это сделал очень быстро, потому что здесь открыт, ну, такой, около открытый мир, почти что, почти что реально открытый мир полный, нормальный. И, как бы, на лошади прибежал, забрал, убежал обратно, типа, все, пока. И вот этот супер-еба-босс, ты его просто пошел нахуй, все, иди отсюда. Вот. И это, на самом деле, очень радует, потому что я теперь понимаю, почему... Кстати, здесь у тебя на стриме сейчас показывается место, где я сейчас тут уходил, вот в этой академии. Вот. И то, я в какой-то момент решил, что забросить надо академию и подождать тебя, потому что я понял, что там есть момент, где вот нам было бы с тобой как раз вдвоем прикольно походить. Она очень похожа на Блотборн как раз. Я, кстати, могу сказать, что Тимур у нас потенциальный противник игры в одиночку, только играет исключительно в голове. Ему просто страшно, все нормально. Это нормально, но я сегодня поиграл как раз-таки... Один. Я сегодня поиграл один. Я нашел такой... Ну, не то что эксплойт, но возможность покачаться. Вкачал до хера уровней как бы за полчаса. Вот. И как бы очень круто. И самое главное, что опять же, мне правильно там говорили на стриме, когда я играл, что типа как бы Тимур там боится всего и шкириться, надо типа играть магом. Ну, я и пошел. Ты расхожу Мария. И теперь такой... И такой такой... Ты знаешь, там херачишь этими всякими глинстон-шардами там и так далее. Вот. И там типа раньше они у меня отнимали по 80, а теперь отнимают там по 500. Вот. И я такой там... Такой хуяк там типа всяких жирных чуваков. Просто они даже подойти ко мне не успевают. И это то, о чем я тебе говорил, когда только Лоден Ринг по сути показывали трейлеры. Я тебе говорю, Дим, посмотри. Там такой упор на магию. Так прикольно. Палочкой взмахнул и какая-то голова дракона появилась. И всех ебет. О, охуенно же. спрашивают когда продолжение стрима с подписчиками то есть и я думаю что мы поиграем я не я не уверен может быть субботу воскресенье попробуем вечер вот у нас за годы до в субботу будет конечно это когда значит может быть воскресенье как раз тоже завтра у там типа и мне день рождения вот это все и самое главное опять же рождение у меня у меня у друзей но ты знаешь опять же вот то что ты как бы то в том числе показываю сейчас на стримах огромное количество механик в игре сделано таких которые тебе прям помогают в том числе одному выживать вот эти всякие скоробей которые восстанавливают всякие там штуки как бы огромное количество возможностей там по магии по всему и вообще в целом как бы игра воспринимается чуть-чуть полегче как бы чем все остальное я это это первое но второй момент очень важно это то что конечно они реально сделали довольно прикольный куб когда можно реально пойти втроем вот как мы играли с юникотом и с тобой ну вообще шикарно а чем же это отличается интересно от колопа в блатборне или в dark souls 3 вообще ничем смотри блатборне разве можно втроем ходить мы родили втроем врачи приехали а точно короче но я могу тебе сказать что мне очень понравился блатборн когда втроем играли ну да шесть часов на убийство какой-то собаки огненные пчалисы но думаю о том что конечно с тимурчиком так себе ходить и хождение в блатборне было зато у нас есть мем дима паук у нас есть шикарнейшее совершенно впечатление типа где я смотрю на все соборы короче красиво а дима говорит бля меня там бизят или это это просто реально тимур такой посмотрите на эти пилястры посмотрите на эти ордера колонн это же ранние викторианская готика дима вообще опять же как бы вот вы из ринге то же самое максим вместе играть прикольно но тут нам правильно пишет что в игре еще правильно сделали сам он и еще сделали кнопку прыжка но знаете с амонами есть проблема очень тяжелая проблема с амонами есть всегда какая она заключается в том что для того чтобы сделать с амоны духов тебе нужно получить специальный колокольчик специальный колокольчик ты получаешь у героини по имени ринни которые ты должен вернуться на коне в самом начале игры как только ты получаешь коня не возвращаешься на любом костре это можно сделать нет нихуя вот как корни хуя смысле вот так нихуя короче ну ничего если ты не погуглил тип ты не узнал да это хочет я тебе скажу даже еще круче что короче ты идешь и для того чтобы получить колокольчик для самона духов ты должен его получить или в начале игры буквально практически сразу после получения коня сходить короче вот эту церковь короче получить от этой ринни или ты после этого блять ждешь второй половины игры где-то добираешься до башни где это ринни сидит и не факт что она там будет сидеть потому что для этого тебе нужно убить вот этого того самого генерала который метеором спускается блять сверху типа на тебя херачит с небо я еще не вольну так вот мне еще так вот если ты не смог его получить ну пропустил проебал этот момент в начале игры то пососи хуй ты должен ждать момента когда ты получишь во второй половине игры по сути и никаких духов нихуя ты теперь призвать не можешь иди сражайся вот как хочешь на самом деле что блатборны что dark souls и что элден ринг она всегда вознаграждает тех людей которые скажем так жаждут чуть большего то есть условно говоря не тебе ничего никто ничего не разжевывает и в рот не кладет поэт нет обкладываешься википедией когда чувак когда у тебя есть мормик кор механика игры которые тебе блять каждые 10 минут дают тебе духов возможность апгрейдить этих духов персонажей превращается в духов этих духе эти горят духе 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 вызывает духов духов вызывай вызывай духов ты говоришь блять да как ну тебе нужен кольчик ты чё не взял в начале игры а не взял но теперь еще 40 часов и возьмешь ну да но это компенсируется магией и тем что ты прокачиваешь себе пушки для чего вам что он факт тебя заваливают этими ебаными духами заболевать тимур ну кому чувак я понимаю но тебя заваливают этими ебаными духами короче эти горит и колокольчик продают в хабе нет нихуя не продают продают хуй пойми когда тебе сильно придираешься а я могу сказать так я во первых не согласен с тем что оказывали ли потому что в начале может быть тебе так кажется что ты прокачался и такой ом и все вот надо было там прокачаться я теперь могу завалить босс туши потому что дамага больше в него вливают а и так далее но смысле чем появляется больше оружия больше да да больше возможности и так далее но чем дальше в лес им она становится сложнее и она становится в какой-то момент просто блять невыносимой в плане сложности и я могу сказать так я в какой-то момент просто плюнул на это и понял что я ее не пройду в одиночку я ее буду вызывать каких-нибудь рандомов или буду играть со знакомыми потому что ну я понял что я слишком стар мне хочется какие-то более более казуальные вещи в этом плане сделать поэтому копчик только так вот по поводу того что она стала легче или там сложнее нет мне кажется в самом начале да у тебя может сложиться такое впечатление а чем дальше в лес тем становится все хуже и хуже и хуже и хуже и хуже ну то есть вот слышно как бы я тебе скажу так что на самом деле как бы вот я сегодня поигра мне очень понравилось во-первых то что конечно огромное количество всяких локаций они очень сильно друг от друга отличаются неправильно прям круто сделали то что ты еще классную музыку это все как бы что у тебя вот атмосфера об этом многие люди пишут которые вообще не в курсе про видеоигры про про соусы и так далее и все пишут прямо типа блин клево там типа прям такая атмосфера прям чувствуешь эти простора там какие-то эти крабы ходят а тут кристалла тут лес а тут какой-то там особняк а вот тут какие-то крыши как вы ему и показал что она немного скучновато ты знаешь пока вот сколько я поиграл 25 часов у меня там почти 60 пока не кажется вот пока не кажется скучный вот и это значит в целом как бы пока мне понравилось но опять же вот эта дозированная история когда ты понимаешь что типа что-то что-то можешь один походить там попрокачиваться походить материала там ресурсы естественно как ты и советовал я пошел по гайду прям посмотрел так билд такой-то мне нужна катана такая-то этот посох такой-то шапка такая-то короче и ты начинаешь такой прям идти это все проходить и получать но я понимаю что типа так окей вот например сейчас мне нужна катана крутая да там типа нужно убить вот этого чувака я понимаю что вот сам его не смогу поэтому мне нужен димка лучше еще димка и уникод который помогут мне убить там вот этого там огненного вирма которые мне там до суда там ты мун выил катану который я буду качать там и прочее при этом там типа все остальные всякие подземелья там где-то мелочи я все прохожу сам нормально получается при том что раньше мне не получалось такой ходить я прям не первым определил какой-нибудь лох я тут же расстраивался и выключал сейчас когда могу чекать до сих пор не можешь привыкнуть к тому что к душам не привыкает и постоянно расстраиваешься то что ты просираешься словно я научился их оставлять таким образом чтобы смочь их забрать вот . бы я научился как бы походить таким образом полу стелсом такие вот-вот мочить чуваков чтобы как бы не париться и каждый раз когда я ну какую-то сильную там неизвестную мне пространство я стараюсь добить души таким образом типа чтобы хватило на level и на какое-то новое пространство я иду там типа со 100 душами условно мне посрать вообще убьют не убьют мне похуй понимаешь и я тебе могу сказать что я в итоге так это сделал я что я сегодня рассказывал я нашел телепорт который отправляет вот этот в колеит за одну из самых таких уже там высокоуровневых локаций там самом конце где ты там типа шкиришься от босса такой типов до карачи как сама тебя не увидел и там рядовые враги которых у меня уже мощная магия поэтому я могу там пиздить и там из каждого там по полторы тысячи душ там 15 там 30 40 тысяч до что такого похуй нормально пошел вкачал 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 лавел и к уже нормально понимаешь и как бы и поскольку я эффективно стараюсь это все воспринимать рационально как я стараюсь как бы вот качаться так чтобы было не обидно чтобы если я теряю душа то я их теряю в тот момент когда у них очень мало когда очень много чтобы я мог их забрать короче для тебя эта игра которая скажем так вернула тебе зельду но но в любом случае короче я надеюсь что мы с тобой сможем и и да пройти я даже начал там потихонечку в лор вникать какие-то интересные моменты как бы ну я могу сказать что изначально ринка воспринимал так типа что прикольная соус игра который чуть получше чем все остальные dark souls и примерно где-то на уровне блат борна сейчас воспринимаю что она даже местами где-то наверно даже лучше чем блат борн знаешь какой следующий шаг покой долить нахуй нет следующий шаг это когда допустим там я или там не вот не сможем тебе прийти на помощь или там ты не сможешь вызвать какого-нибудь там рандома до который типа может с очередным боссом и ты пойдешь и завалишь его самостоятельно ну то есть вот там с 50 попытки условно говоря да я не буду так делать послушай просто хожу из 50 с 5 давай давай дадим тебе кредит дано что называется в кирке спят и нормально и ты поймешь почему люди любят солнце вообще в принципе в тот момент когда после множества попыток скажем так неудачных ты наконец-то валишь босса и у тебя просто так шакалит адреналин и вот это ощущение выполненной задачи что-то детка я все могу и вот в этот момент ты понимаешь почему в основном люди играют не в коопе я немножко другой человек поскольку я всегда везде пытаюсь найти некий exploit и в жизни и типа в играх а че таком димку дразнен да я тебе скажу так что когда что не я там видел там такого жир жирнющего босса в деревне который ты ты до нее так и не дошел короче там был типа такой еба босс который ходил все нахуй огнем везде там типа а когда не огнем так еще и хуярит ножами вот и там один чувак я теперь прислушиваюсь естественно к этим и к надписям которые там люди оставляют там чего говорит типа иди по крыше и потом рейнджа так это у на это короче залазишь на крышу чувак там внизу крутится с этими ножами это такой бро и его там хуяришь я всех абсолютно как вот есть есть возможность зачизить я всегда зачизю понимаешь вот всегда просто и вот если вот как бы совсем адовейший босс который у тебя буквально круглая арена эти приходят огнедышащий какой-нибудь дракон ничего не поделаешь тебе нужен димка понимаешь как бы тут ничего ты не можешь его убить один просто димка так и блин что-то я не могу назвать эти платья сделать все пацаны если вы уже заговорили про from software мы уже обсуждали ядовитые болота мы уже обсуждали значит отсылки к берсерку давайте поговорим про луну значит я про лунные мечи и вообще луну в целом у меня сегодня история про то как я посмотрел два фильмов в названии которых я один сериал другой фильма есть слова луна я посмотрел лунного рыцаря муннайт я посмотрел фильм падение луны дать я сначала расскажу про фильм падение луны потому что тимур вам рассказывал как раз про него в прошлый раз типа какое-то говно и у меня есть один единственный момент позитивный который я из этого фильма вынес он в принципе наверное ну если хорошо напиться и если вот сидеть и ничего от фильма не ждать вообще отключить мозг то наверно он может зайти как такой типа зрелищное кино плюс минус но господи какой же он тупорылый это же просто невероятно то есть падение луны даже на фоне дня независимости невероятно тупое кино ну то есть прям вот совсем тупое вплоть до момента того что ты тут и просто как это наш suspension of disbelief ты не можешь поверить в тот мир который в происходит события данного фильма поэтому падение луны я не советую я его посмотрел я согласен с тимуром в том плане что вот наверно когда ты там типа хорошо на жрат его можно посмотреть но так в целом отключить мозг если не получится посмотреть его не надо а вот по поводу лунного рыцаря который марвеллский новый сериал который moon night я могу сказать так вышло по моему три серии я посмотрел 2 и внезапно мне очень понравилось там играет оскар айзек это который чок который в звездных войнах играл пилота вот в этих тех звездных больше очень среди всех ролей оскар айзек это вспомнил именно эту да то есть там герцог лето кому он нужен кто смотрит ну кому ты че или например фильм deus ex машина x мать и на я не смотришь машину ты чё не смотрел x мать и нравится народа ты чё смотри серьезно тебе очень понравится да короче он играл пилот нет в тех звездных войнах которые плохие звездные войны 7 8 9 эпизод он играл там пилот этого и я могу сказать так он играет очень круто то есть у него прям отличная роль он играет человек который не понимает что происходит и мы тоже с ним не понимаем что происходит а я смотрю регион легион это где у супергероя было разлоение личности на много много разных других да я смотрел но мне не нравилось то есть мне нравился первый из к серии я так не смотрел помдаш сезон до конца короче я не знаю что там происходит лунным рыцаря я сразу говорю я в душе небу о чем идет речь в комиксах то есть я вот просто не в курсе я не хотел читать про ориджин там персонажа чтобы узнать о том что оказывается это вот история которая нет давай-ка мне ее в сериале пусть пусть мне сериал эту историю расскажет пусть он мне ее продаст да вот его про что идет речь то есть речь идет про каких-то богов древнего египта которые там срутся друг с другом да и в их замес попадает внезапно человек который там работает в музее смотрителем и с ним происходит потери памяти он он постоянно не понимает где он находится как он то попал и что с ним происходит потому что в данный момент его как бы тело перехватывает этот древний египетский бог и в целом если слишком сильно не придираться к сериалу то он довольно крутой то есть он мне понравился где-то примерно на уровне локи наверное ну то есть вот реально интересно классно смотреть и я вспоминаю холка я которого вот недавно говорили о том что хукай такой классный сериал а мы все такие типа не сразу абсолютно просто очень сраты или там допустим как он назывался сокол и солдат до который я еле-еле до тошнил первый сезон до конца вот на фоне этих всех марвеловских сериалов лунный рыцарь внезапно мне очень понравился то есть я посмотрел первые две серии значит там дальше будет но в целом я прям вот прям за я всеми всеми силами за мне лунный рыцарь нравится вы смотрели сами нет слышите мне тоже очень понравился но я хочу сказать что есть несколько моментов почему он может понравиться первое это совершенно потрясающая игра у скрайзика потому что я в какой-то момент своей уже теперь уже жене показал что вот типа вот этот чувак которого тут играют в этом сериале ты знаешь каких где он еще играл короче ему ей показываю типа что а вот он типа в дюне а вот он короче в звездных воинах а вот он играет типа в фильме аль про ограбление короче а вот он здесь играет в сериале в таком-то а вот экс макина и она такая типа это все один человек да нифига себе как чувак реально играет что у тебя он перевоплощается прям полностью ну то есть ничего среди естественно не происходит у него типа или сбривают волосы или отрастает борода и кому то есть типа волосы нет волос борода нет бороды и вот эти разные комбинации по сути да и при этом он так круто играет что он абсолютно управлять на себя не похоже разум и я тебе могу волос мы тебя слышим это что да и зачем мы тебя слышим вот и у оскара языка в этом плане очень круто то что он играет по сути двух разных людей внутри одного сериала где у тебя один такой холоднокровный убийца а второй по сути такой типа история . такой дурачок и он прекрасно справляется с этими двумя ролями и самое главное что они сериал по своей фабуле вот как он именно развивается как он снят вот на что он похож он действительно похож там и на локи чуть-чуть и чуть-чуть он похож на сокла и зимнего солдата и чуть-чуть на ванда вижн и так далее у него есть большой недостаток как у всех современных вот этих вот марловских сериалов и как у всех современных фильмов к видных очень плохой графон вот когда там есть некая сцена погони в горной германии у тебя там типа едут машины которые там типа валятся одна на другую там падают переворачиваться и так далее ты сидишь и такой ебать копать это же уровень гарри поттера первого ну то есть обижай 1 сотру только плохой графон для 2022 года прямо отвратительно хуёвый графон вот при том что я еще буду рассказать про другой кино который посмотрел который вышло до к вида там прекраснейший графа так учетом то люди придя домой знаете расчехляют свои там корой 5 1070 и говорят ну сейчас будем рендерить вам типа кино три недели и там прям полный пиздец вот ну то есть это посидишь ебать копать вот но все остальное в плане сюжета героев и так далее пока интригует ну действительно интересно что будет дальше кто почему чего как графон отставляем интересные персонажи смешные гэги прикольная интересная завязка как бы интригует и ты сидишь и реально думаешь блин а чё будет дальше вот это наверное единственный марвел сериал запасное время которым не реально интересно чё там нашел обложку на испанском до места кабалеро луна кстати напоминаю что этом в короче говоря на постере доктора стрейнджа для италии испаноязычных стран заменили вот этот вот символ который символа рогов до которой символ рогов потому что это символ супружеской неверности в этих странах как бы доктор стрейндж показывает что ты кукол понимаешь это как-то не очень красиво вышло вот говоря про новые сериалы я тут неожиданно окунулся в старье причем матское старье потому что вот у нас тут ребенок он он растет одеть когда растут и развиваются у них есть момент когда не знаешь а будет интеллект а проблема с этим связано с тем что они становятся немного нервными во сне это проходит вот но какое-то время ты не спишь и чтобы свой недосып как-то тешить мы решили блин надо что-то такое включать чтобы фоном чтобы она была супер комфортно чтобы она была супер удобно чтобы это можно было смотреть абсолютно не включая голову чтобы это было тебе знакомо и чтобы вот это доставляло тебе такое чувство удовольствия и ты мог посмотреть и по одну серию и вообще не париться что там происходит дальше и мы нашли идеальный сериал называется коломбо тот самый когда ты крутил по урт и я с удивлением обнаружил что этот сериал прекрасно сохранился что это отличное шоу несмотря на достаточно паршивое качество потому что во-первых коломбо очень хорошо написан он написан старомодно но как детективный роман и в этом есть свой шарм потому что когда герои общаются как ну то есть как герои детектива это всегда круто во вторых формулу коломбо так никто внятно и не повторил коломбо особенно для наших юных слушателей кто вообще это пропустил гениальная совершенно формула для телевидения потому что обычно когда мы говорим про процедурал мы привыкли что детектив это что-то что там то значит тайный до тайны надо докопаться в коломбо не так тебе убийство показывает во всех деталях в самом начале а потом он пытается а потом ты смотришь да как коломбо разматывает этот клубок бесит подозреваемого разводит его на ошибку и если ты очень внимательный зритель тебе даже оставляют подсказки что сейчас делает коломбо третьих я с удивлением узнал что первую серию первого сезона снимал стивен спилберг и там видно что я снимал стивен царь да еще небось мало никому не известно да он настолько хорошо снял эту серию что ему дали денег на его первый полнометражный фильм дуэль и видно что я снимал спилберг как там движется камера какой-то монтаж какие там ракурсы все это сильно опережает время но и самое главное это реально такой супер уютный музей ну то есть вот ты смотришь телевидение шивость начала восемьдесятых до и середины семидесятых и то есть там же какая история то есть абсолютно все преступники в коломбо это не какие-то там мой жалкие отбросы это все высшее общество врачи юристы директора политики эти показывают сытую белую америку 70-х все все слуги черные или латинос и абсолютно невозможный сериал на современном телевидении значит чопорные манеры дорогие машины и приходит такой помятый питер фалькс таким нью-йоркско-еврейским акцентом говорит а знаете у меня жена на мне постоянно говорит не надо поменять ковер не надо поменять ковер кстати у вас на ковре какие-то следы интересного правильное вино да у меня был инцидент как интересно когда убивали там ведь тоже уронили бутылку но я так просто ни на что не намекаю короче коломбо неожиданно офигенный он самый офигенный тем что ты можешь проглотить серию забить на три дня и вернуться потому что каждая серия это фактически теленовелла на полтора часа у нее есть четкое начало середина и конец и поскольку сквозной сюжет в коломбо отсутствует ты можешь смотреть серии в любом порядке это очень круто на самом деле он шел аж до 2003 года 13 сезон да и в этом плане если вы не смотрели коломбо вообще никогда попробуйте если вы коломбо смотрели но помните его из детства попробуйте его во вменяемом возрасте потому что ты открываешь много удивительных вещей ты знаешь я когда охренел смотришь серию коломбо абсолютно ни о чем не подозреваем и хренак у тебя появляется гоу гость но там же гест стар на американском и там такой джонни кэш что следующая серия леонард не мой что ну то есть очень круто пару лет назад я пересматривал друзей и для меня было откровением увидеть в одной из серий брэда пита который там еще мог молодой и приобретающийся такой типа блондинчик который там с которым моника там что короче коломбо топ это идеальный к видный сериал это идеальный сериал чтобы расслабиться чтобы выпустить пар чтобы дать кукуху его много он длинный его вам хватит надолго а питер фальк вот он до сих пор положа руку на сердце абсолютно восхитительный потому что человека с такой харизмой на этике очень тяжело среди актер честно слушайте а я посмотрел британский я бы не назвал это сериалом но это как театральная постановка называется шоу пошло не так the goes wrong show называется история в следующем в 2000 кажется двенадцатом году в театре британии какой-то известный у них там театр есть я забыл как он называется короче пошло прошла театральная премьера которую сделали ну по сути студенты местного театрального театрального объединения и история рассказывал следующем там была некая театральная постановка в которой что-то пошло не так ну то есть условно говоря там в какой-то момент там где актер забыл речь например или там в какой-то момент там типа на просто по сцене пошел там типа осветитель да там упала какая-нибудь штука или прочее но я такие форс-мажорные моменты которые на спектаклях ну бывают сплошь рядом скажем так но прикол в том что все это было поставлено как комедия и соответственно все это воспринималось исключительно в контексте того что вот актеры на сцене вот идет какая-то театральная постановка и вдруг что-то идет не так и вот за счет того что что-то идет не так создается комедийный элемент это шоу прошло с оглушительным успехом великобритании они с 2012 года по 2019 гастролировали показывали везде это театральная словка нашла там что-то около двух часов вот и папам по моему даже какую-то американскую версию на бродвее сняли с другими естественно актерами но общий смысл именно такой так вот в 2019 году по моему bbc заказала вот этой вот театральной трупе которая делала это шоу все то же самое повторить но на телевидении они сняли два сезона вот этого шоу который называется the goes wrong show история следующем каждая серия это отдельный спектакль с одними и теми же актерами но они все играют разные роли ну то есть как бы первый спектакль например там был про рождество и вот представь себе что идет спектакль про рождество такой типичный классический спектакль в котором условно приходит санта клаус к девочке у которой там типа все очень грустно в жизни она там не 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 ничего ее не радует но вот за одним исключением то что актер который точнее как это называется декораторы которые должны были санте поставить бутылку с обычной водичкой вместо хереса поставили ему настоящий херес и санта в процессе значит это театральной постановки постепенно напивается вот и естественно забывает слова а все остальные детский утренник да все остальные актеры пытаются вытянуть его чтобы перед зрителями не опозориться подсказывают ему слова что-то происходит не так в какой-то момент эльф застревает в камине и не может оттуда выбраться и делает вид что все именно так и должно происходить потому что но нельзя же остановить спектакль да и так далее и тому подобное то есть происходит куча маленьких инцидентов которые прям совсем тупорылы потом например второй спектакль он про суд и история ну то есть такая типичная судебная постановка да там идет типа суд есть там присяжные заседатели там типа значит обвиняемый который там якобы своего брата убил и они там рассказывают какую-то историю которая там происходит за одним исключительным моментом то что декораторы когда делали декорации подумали о том что и декорации должны были быть в сантиметрах они были в дюймах поэтому соответственно декорации получились шесть раз меньше чем на самом деле вы час на картинке видно как у них они считают суде но не отменять же спектакль из-за того что декорации маленькие ну логично же потом например есть история про дом с привидениями в котором там типа тоже что-то происходит это очень уморительное шоу которая строится вот исключительно на том что ни в коем случае нельзя останавливать спектакль пришел должно идти чего бы блять не происходило в кадре чего бы не не случалось с актерами и какие бы истории не происходили необходимо чтобы спектакль продолжался я могу сказать так это очень смешно очень гомерически просто до коликов веселое шоу который я почему-то даже про него никогда не слышал и я не знаю если она вообще в принципе где-то где его можно посмотреть но я его честно честно скажу спиратил и вам советую где-нибудь его посмотреть потому что наверное не получится его посмотреть в живую в британии но вот но можно его посмотреть хотя бы в таком интересном виде я очень советую до шоу goes wrong я прям с удовольствием посмотрел все два сезона прям просто залпом и это просто невероятная вещь очень вам советую очень смешно я хотел вам посоветовать знаете чего тут как раз на спрашивали что сегодня по аниме да короче опять опять тимур про аниме в общем я тут внезапно добрался до аниме который является довольно известным но не то чтобы супер известным вот то есть про него много кто знает как бы но к нему отношение довольно такое скажем разностороннее потому что кому-то нет мне зашло называется семь смертных гряков на на цену тайзай и во-первых что нравится в нем это это не исикай уже уже справа сразу начинать когда он падает просто гора с плечами вот я думал почему-то что в этом аниме сегодня ничего серии очень мало когда что может целых четыре сезона она вышла в 2014 году и манера манера рисовки похоже на dragon ball чуть-чуть но нет на самом деле нет вот и первую очередь что хотел отметить что она по своей сути вот как бы как разворачивается вообще там повествование о чем она и так далее похоже в первую очередь знаете наш на one punch man вот и если вдруг вам понравился one punch man то вам скорее всего понравится это не план того что это комедия или что во первых это комедия ну то есть такая типа с серьезными вещами но все равно комедия и то что там есть герои которые такие универсальные супер гипер сильные но габа не естественно сталкиваться с каким-то проблемами с каким-то сложностями ну естественно они из них выходят победителями потому что они супер гипер сильные и в итоге весь сюжет строится на их конфликте психологическом с кем-то где-то чего-то потому что победить то они кого угодно могут вот но они в любом случае как бы сталкиваться с какими-то сложностями и мне очень понравилось то есть прямо смотришь просто легко совершенно угораешь о том что типа что-то где-то происходит и самое главное что там вот эти вот клише про цундера яндер и вот это все они там не соблюдаются и это очень круто то есть когда у тебя реально герои подходит и тупо снимается с героини одной из главных героин трусики такое ну что же вы делаете ну зачем почему не очень хорошо я имею ввиду что это звучит реально забавно и смешно потому что там нет вот этого все пиздец он ударяет ему по не по носу то у того идет кровь короче он такого не я вообще не хотел это случилось случайно короче ну если к прям типичные вот эти клише которые просто заебали уже везде а тут все это как бы происходит типа ты знаешь свою комнату занял чувак короче теперь наверное тебе придется спать со мной она такая ну как бы ну давай и и говорящая свинья в этот момент говорит ты чё сухо думал пидарас нет нихуя она не будет спать с тобой и все в этот момент такие типов уровень смехоты местами как бы просто запредельным то там реальность говорящая свинья звучит как я давно хочу посмотреть я немножко читал мангу это что рассказывает тимур он немного преувеличивает в хорошем смысле но вообще из того что я видел в манге я могу сказать что это достаточно такой короче несмотря на название это не мрачнуха то есть это не мрачное то это white hart это дверь чару немножко замороченный как все кстати манга кончилась если что так что и сериал скорее всего тоже вот но при всем при этом она такая она прикольная я по крайней мере из того что я прочитал я прочитал где-то треть от манги и то что тему рассказывать я сейчас вот прям сейчас я добавляю в оч лист потому что давно хотел хорошо это реально забавно прикольная такая типа комедии фэнтезийная с прикрою с прикольными героями местами очень хорошей рисовкой прям местами прямо круто местами конечно так себе прям видно что филлеры нарисовали но иногда прям боевые сцены поставлены так круто что ты прям сидишь того ебать прямо круто вот и самое главное что опять же как бы прям видно что сделали добротно не над ебись вот и мне очень понравилось поэтому я если вам нравятся такие знаете интересные затягивающие фэнтезийное аниме без клише вот тупорылых прямо клише да типа вот эти всякие цундеры и там фейерверки бани и так далее то я очень советую это действительно прям такой хороший свежий глоток воздуха и я реально удивлен что я не знал про эту аниме при том что я добавил себе вышлист еще давно но не посмотрел а теперь вот добрался до него и смотрю и очень доволен поэтому я советую классно я посмотрю слушайте немного отвлекаясь от игранием и я тут у меня такая идиотская неделя выдалась что называется этот закупился по причинам того что первая причина компания focus ride пидорас а второй я потом расскажу и наконец поменял себе смартфон но это потом и предыстория преамбула а у меня в определенный момент начал скрипеть шипеть и пердеть мой focus ride scarlet соло я такой думаю черт подери может у меня драйвер может еще чего-нибудь я уже даже bios материнки обновил эту мы окей что это аудио интерфейс это юсби аудио интерфейс который вы можете втыкать микрофон и вы можете втыкать туда студии монитора наушники да все это делать одновременно это очень важно это не аудио карточка это аудио интерфейс и я начал я его разобрал посмотри там нахер внутри окислики вообще сука все контакты сказать что я хуел от такого качества ничего не сказать окей у меня подкаст у меня куча работы со звуком просто по работе я думаю черт подери мне надо срочно хорошую высококачественную карту хотя бы чтобы она пиздата играл я смотрю на цены на аудио интерфейс тихо хуею тихо начинаю сидеть и тут неожиданно один из слушателей в нашем чате говорит что ты не возьмешь себе усилитель для наушников в смысле причем здесь это а при том что усилитель для наушников современный цифровой работает по факту как аудиокарточка ты через юсби его подключаешь компу он мало то что получает звук в 32 битах чего я сильно охуел так он еще и усиляет твои наушники то есть там ничего только раскачивать в итоге я купился фио к 3 это очень маленькая такая коробочка включая там сладенькая моя из выклада да естественно естественно и мои люди летят над нашей зоны мнения именно моя моя любимка 128 килобитр секунды значит фио к 3 фио это вообще достаточно известные китайцы они делают всякое разное аудиофильское оборудование по вполне вменяемым ценам и значит у меня от этого до этого от них была такая штучка как цап фио тайшан я собственно с колонок на колонке гнал с ps4 звук через неё думаю хорошо проверенный бренд они реально делают классно стоит это все в два с половиной раза дешевле чем новый фокус рарит за 10 за 10 я взял к фокусу а в 22 да так еще не понимаю зачем нужна юсби аудиокарт если ты не аудиофил если он аудиофил алё ты чё ты ты я же человек который 6 м м 6 у вас трек про через который я диджейл потому что она позволяет тебе выводить 2 по сути 4 канала короче на выход да у тебя есть наушники 600 вот я как владелец этой херни не понимаю зачем так подожди то есть где где ты был 6 лет тимур где ты будешь я тебе говорю серьезно я не понимаю зачем нужно это почему ты как как от твоего внимания утекло тот момент что максимка у нас аудиодрочер и вот еще чуть-чуть вот буквально чуть-чуть его подтолкни и он начнет покупать золотые кабели знаешь вот эти вот держалки чтобы они пола не касались это вот максим это человек который купил наушники на 650 моли который сейчас начнете что но чем микрофон раз уходишь сабза сабза 100 баксов и аудиофил это конечно странно но короче если вы ищете реально классное решение с пиздатым звуком которая даст вам вот прям реально крутой звук не будет очень маленьким и не разобьет вам копилку робот как и flex я знаю сейчас сейчас будет смотри смотри сейчас будет flex устройство двадцатилетней давности да не ручок сколько ли устройство покруче чем то чтобы зумакс поверь мне сколько лет этой штуки я тебе скажу сзади на наклейке посмотри посмотри 10 лет примерно чуть больше короче короче дайте закончу который офигенно усиляет он реально здорово звучит даже с 7506 и там еще есть очень клёвая штучка она называется режим бас я думал это херня наваливает низов она очень аккуратно подчеркивает бац я теперь не могу и мне стыдно потому что я знаю что звук должен быть плоским но он такой классный в этом режиме то есть если вы ищете дешевое устройство чтобы она раскачивал наушники я правильно понимаю что подожди я правильно понимаю что макс купил устройство ценой около примерно 100 долларов которые окрашивают ему звук и при этом тимур называет его аудиофилом да нет проект не история в том что фио к3 охренительная штука если вы ищете внешнюю аудиокарточку смотрите не в сторону креативов там или фокус райт потому что из интерфейса они вообще вам не нужны на самом деле вот вам нужны именно вот какие-то внешние аудиокарты потому что нет наводок если это большой ящик а куда я вот за гитару цапы цапы от фио и по ценам и по возможности это отличный вариант но самое подлое знаешь что я купил эту штуку забрал ее я с удовольствием слушал два дня и определенный момент потому что я тут сидел с ребенком не было нечем заняться я решил блять зачищу к я контакты на фокус райте он у меня все равно разобран сел зачистил контакты на нанес защитный состав чтобы блять это говно заработало и теперь меня две аудиокарты 1 у меня правда выводится на колонке вторая наушники принять в дар фокус райт и или фио мне все равно давай да давай фокус райт потом потом разберемся что с тобой делать короче короче такая история к 3 дико советую дешево сердито круто если вы угораете по наушникам прямо мастхэв яс ну допустим но я честно не убедил не убедил вообще кого мы такие типа но кстати знаете что хотел сказать я тут сел подумал скоро же выходит с адреса любой sonic 2 не позволь шоу в россии почему ладно хорошо на торрентах посмотришь да окей да ну почему-то когда какие-то ренды 2006 год что ли на дворе скоро будет 2022 как какие-то ренды берешь берешь спокойно типа и смотришь в стриминге типа один вот но короче я подумал о том что на самом деле надо бы посмотреть соника перед вторым 1 да и самое главное что не но он у меня лежал очень давно соответственно вы шлисте и как-то вот мы сидели с женой и думали такие типы надо бы посмотреть блин это я не могу привыкнуть что он говорит мы сидели с женой вместо того чтобы сидел а я уж прямо долго тренировался скажи перед зеркалу притормался не да сейчас заговорю привыкнуть прям звучит как-то муха режет прям как-то ушла к эпоху выливаешь просто ну то есть так так ничего ничего скоро привыкнешь вот короче я такой силы потому что надо вот прям пришел момент нам надо было посмотреть что такое легкое ненапряжно я такой блин у нас что не купироваться это сейчас пойдем смотреть 2 скоро ну как бы значит надо было посмотреть первым я помню что все говорили что типа он на самом деле не такой плохой как вот вы думаете я и говорила и мнение от тимура я просто уверен в этом я хотел сказать что внезапно он оказался нормальным ну тысячный фильм не не тут если ты сидишь и ждешь от человека который посмотрел фильм assassin's creed которые типа сознательно ждешь что получится говно да что получится как бы ну так типа дальше бр минимум такой наш своеобразный когда типа прям плохо но ты ищешь позитив и такой ну ну типа плохо но терпимо вот претерпим а тут sonic внезапно оказался нормальным хорошо сыграл джим керри хорошо сыграла актерка и все время зубы которого створал до играл всем похер на него абсолютно джеймс и джеймс марст марзан марс вот и внезапно хорошо сделанный sonic нормальный сюжет такой ну типу ну ты должен лишь историю почему sonic оказался хорошо сделанным ты же помнишь это мы обсуждали это очень круто то что типа они взяли и прислушались к фанатам но самое главное что мне понравилось это наверное первая игра точнее первый фильм такого рода по игре где у тебя адекватно нормально смогли взять и объяснить каждую игровую условность ну типа чё за ёжик sonic почему он блин вот умеет вот так вот делать а это ёжик sonic из другого мира а как он попал из другого мира а у него специальные кольца которого телепортирует вот помните как в игре вот там открывалось кольцо ты в него прыгал и тебя перемещал в другой мир а у нас тоже самое и такой о смысле окей хорошо а вот эти всякие там тейлзы ехидны так они тоже другого мира тоже то точно так же из колец прилетать а зачем sonic у кольца так он с помощью них путешествует другие миры окей хорошо и ты такой типа на любой вопрос который у тебя возникает типа а почему он так быстро двигаться так у него супер энергии у него иголки заряженные там типа так окей хорошо а вот он бессмертным становится так у него энергии пиздец сколько накапливается там ты такой о а доктор работник так он же там технологический чувак там из нашего мира а вот откуда него появился только он переместился другой мир и ты такой вот у тебя возникает любой вопрос и тебе на него отвечают ты такой сидишь да чего бы еще доебаться вот я также смотрю сериал по хейла братан вот и вот я без без шуток серьезно говорю что посмотри сериал по хейла там сиджай местами говно но вот в плане лора то что от чего максимка бомбит постоянно что типа блять там все перехуярили да и правильно сделали потому что тебе хотя бы хоть что-то блять объясняют в отличие от игр вот серьезно посмотри ты наш но я хотел сказать про соника что в том числе я сегодня об этом говорила что конечно фильм который он до пандемии его там сиджай который еще и переделали да как раз таки потому что фанатам или вот это все и это правильно было абсолютно бля чувак я нашел постели старого соника смотри как он уебский просто ну я просто к тому что насколько же там охуительный совершенно сиджай насколько же он классно сделал там еще куча отсылок для фанатов игр потому что например там вступительная тема где бегает маленький сонесу вступительный роли момент где бегает маленький соник да он и там играет такая радостная классная тема и это музыка из вот этой вот двухмерной игры новой которую magic получивания писали да sonic это музыка из sonic money ты такой что ну мне очень понравилось там огромное количество вещей они обыграли кучу классных действительно там маленьких отсылок прикольных всяких штук отсылка кучу игры даже таких обскурных там про всякий sonic там adventure и так далее ну прям это действительно хороший добрый приятный фильм по игре которому отнеслись прям вот с максимальным уважением сделали хорошо и у тебя остается прекрасное впечатление во первых просто как от фильма потому что ну да если он естественно не умный ничего это просто такой типа боевичок на вечерочок да ну самое главное когда ты играл во все эти игры там а я задрочил свое время соника 3 проходил много там sonic 1 sonic 2 и ты сидишь и такой просто ебать копать блин да вот и вот это это и так и сяк короче я просто сидел и жене такой говорю типа блин вот это вон то вот так а вот это а знаешь почему надо сделать один почему на это сказал а знаешь а знаешь а вот эти кеды знаешь и ему дали вот эти красные это не просто так эти красные кеды блин как круто во второй части ты увидишь ты лс и и наклона да и это есть после сцене после титров в первом sonic как бы там немножко дается так скажем объяснение но опять же я мы не очень внезапно понравилось в плане того что типа опять же это это не серьезный фильм это прикольно такое классное приключение на вечер как бы посмотреть там там типа с девушкой с женой одному с семьей там с ребенком отлично просто шикарно и ну то есть это то чего ты не ожидаешь и после вот этих таких фильмов так себе типа ля ассасин скрида по игре тут прямо ты понимаешь что за насколько с большим уважением ко всему к этому относились и тут же вспоминаю новость последнюю о том что педро паскаль сказал что я не играл в ласт у вас я не хочу чтобы мне образ джойла из игры диктовал мешал и как мне играть в сериале и ты такой просто и да ёб твою мать это сразу планочку знаешь так сериала по ласт у вас примерно на уровне хэйла понизал и ты сидишь и думаешь типа были дать тебя же сука ждут чтобы ты сука наоборот воспроизвел именно его а не к мою собственное видение этой роли да пошел ты нахуй собственным видением роли тебя 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 не этого хотят тебе не просят твое собственное видение те просят чтобы ты сыграл вот роль джойла как он будет плакать над своей дочерью чтобы ты сыграл не хуже чем трехмерная модель и актер озвучки пожалуйста сделай это понимаешь и ты такой ёп твою мать и вот здесь реально сделали классно короче если вы не смотрели с соника идите посмотрите что только ты мог в одном рассказе упомянуть и соник я это сделал существенно и напоследок у нас уже были большие впечатления максим хотел перейти на android да да я бы я я я купил android смотрите те кто не видит тут на android яблочко почему-то нарисовано короче король чехол да да я короче взял тут просто а потому что пошел это чё две камеры ты посмотри сюда братан вон сколько камер должно не не дим ты чё ты чё передо мной слышь 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 ты слышь короче я пошел взял просто 12 iphone не про не про макс меня в принципе устраивала цена особенно тот факт что я мог купить его сразу не залезая ни в какие кредиты ни в какие рассрочки и взять растешный причем аппарат не серый по очень хорошей цене и чё я вам могу сказать я не буду риторировать все что говорил тимур потому что он у нас подробно делился впечатлениями от своего айфона и я всего поддержу я несколько моментов отмечу как человек который впервые меняет айфон на айфон вот так вышло у меня до этого было очень странно у меня был айфон потом череда андроидов потом я купил xr и с xr я никуда не уходил три года то есть это аппарат который у меня как скотина круглые сутки пахал три года который замечательно кстати работал который оказался очень крепким который оказался очень выносливым и я могу смело сказать что xr официально мой самый любимый смартфон пока из тех что у меня были потому что это смартфон который мне ни разу не доставил дискомфорта а почему дожило у меня но потому что уже оперативки перестало хватать я очень часто смартфон использую как мультимедийную станцию перегоняю фотки делаю какие-то истории связанные с мультимедией так далее во вторых конечно он уже немного подустал в плане батарейки в плане экрана при этом я его очень хорошо продал то есть говоря про остаточную стоимость айфона эта история все еще в силе а он очень быстро у меня улетел и к чему я это все я вот взял двинашку актуальный экран актуальная операционная система актуальная железо отличие от тринадцатого обычного такие они себе честно сказать если ты не очень мало отличие от тринажки если честно да если ты не дрочишь макро их фактически нет и макро же по-моему только на этом ты про максе по моему да да на правом на правом да пардон но при всем при этом что мне дико по моему во первых процесс переноса он охренительный я перенес буквально за час абсолютно все данные с помощью айквалда в том числе и фактически я вообще ни во что не входил повторно я абсолютно все восстановил из резервной копии у меня даже приложение авторизации подсосались вот эти вот двухфакторки но без проблем каких-то у меня подсосалась абсолютно все единственная программа которая нихера не запомнила это gmail почему я сука не удивлен второй момент это то что конечно очень здорово сделан ночной режим то есть я в восторге я понимаю что немного опоздал на эту вечеринку но у нас ночной режим фото прям очень классный там мульти экспозиция она работает очень хорошо и в целом вообще джипеги очень достойные я у айтрум открываю эпизодически потому что мне нравится как фоткает стоковая камера почти без редактирования и третий момент который дико классно это конечно олед экран почему я сейчас расскажу потому что мне критично чтобы экран показывал мне примерно так фотографии как будет видеть среднестатистический пользователь то есть когда я фотку перегоняю с фотоаппарата который сейчас у меня подключен я делаю прокси а потом угоняю прокси заказчику я должен быть уверен что все цвета отобразятся корректно на смартфоне и вот что происходит если я на олед экране своего к сяоми открываю фотку она выглядит распидорашенный по цветам просто пиздец например что твой клиент ее откроет на сяоми но он увидит все равно хорошую фотографию потому что на айфоне она откалиброванно увидится себя в прошмандовках завтракаста понял я тебя на сяоми сфоткал значит но но и конечно тот факт что он шустрый тот факт что у меня теперь не вылетают приложение если их держу в трее потому что оперативки хватает но единственное единственное что меня пока немного раздражает я не могу найти себе нормальный маг сейф но я его себе потом найду который сам магнитная зарядка я в машину хочу себе маг сейф взять и собственно вот я сейчас в машину как телефон подсоединяешь к магнитоле через bluetooth или что у меня fm ресивер блютусный как блютус колонка короче он подключает я не они как там там интересно там короче она идет на ресивер а ресивер отдает как радиостанцию блин у вас рай такой уровень и уровень на телефоне очень очень хороший звук ты знаешь блин чувак ну даже fm ресивера я не спорю у меня у меня для аудиофилии там есть аудиокассеты дал бнр я просто к тому что ты должна быть специальная типа аудиокассета который вставляет сюда и типа как она она хуже fm ресивер лучше для этих целей поверь но при любом раскладе то есть вот я сейчас ищу хороший маг сейф и хорошо что я купил все-таки спустя годик потому что появилась куча аксессуаров под этот маг сейф на любой кошелек то есть китайцы научились хорошо делать 3rd party чехлы подъехали вот в этом плане если вы хотите сейчас обновиться вот конкретно прямо сейчас в момент записи двенашку можно урвать по очень вкусной цене и двенашка это отличный аппарат потому что если вам не очень нужен телевик и там докидывать деньги на прошку то это просто прекрасно отличие от тринадцатого настолько мизерные что мне кажется проще за двенадцатый но при этом 13 про если вы будете брать 12 против нас правда там разница уже большая в том числе из-за экрана 120 герц и за камер которые там просто совершенно сумасшедшие крутые сделаны на 13 про вот я наверное даже думал тоже сейчас обновиться но я когда посмотрел что 512 гигов в 13 просто и 140 тысяч там минимум я такой просто нет не буду извините заряна в общем 12 я надеюсь мне прослужит еще три года а xr вот это элеги xr у xr был замечательный я дико доволен что в свое время меня тимур на него уломал потому что я бы пошел купил android не xr крутой нас димка остался на xr как бы но в какой-то момент я думаю что он тоже наверно может захочет обновиться до xr друзья ты прям полностью что ли перешел да нет я шучу я купил себе android чисто чтобы был прикол это оставите пока кашечку во-первых и покажешь к во-вторых братишка если вдруг так-то знаешь ли на андроидики я могу оставишься в раз товарища майора ставить специальную сборку сбера который рассчитывает буквально фотографию с твоей камеры каждую секунду ну что поделать да там такие фотки смазаны что пиздец там не камера я доволен порт порт гугл камеры поставишь 28 конфигов написав как я сути от впечатлений перейдем к нашей традиционной рубрики статьи прошедшей недели интересно у нас в этот раз достаточно много первая огромнейшая по традиции гигантский лонгрид от нашего старого товарища в астрика он называется unstoppable web и он рассказывает про децентрализацию всяких разных сервисов мессенджеров файлов файловых обменников и прочего я не хочу пересказывать статью то что дико интересная и действительно очень не хочу вам спойлерить но это офигенный обзор того где сейчас находится децентрализация что она умеет что она не умеет делать самое главное какие у нее есть проблемы и какие собственно векторы развития я с гигантским удовольствием ее прочитал и дик советую вам тоже ее прочесть потому что ну такого внятного анализа написанным человек написанного человеческим языком ну в интернете пока нет да я тоже советую кстати статью в астрика по поводу другой статьи тут статья на атлантик на английском языке как америка оказалась разделена между мнениями разных людей и они крутая статья на самом деле статья крутая но я не хочу вам ее спойлерить и вообще в принципе рассказывать про что она потому что ну если вы читаете на английском вы сразу поймете о чем идет речь я бы сказал так эта история про многие страны не только америку то есть ряд параллелей можно провести в том числе и по поводу россии сидят немножко за спойлерю кого димином таком типа обобщенном описание дело в том что в статье прекрасно описывают то что циклы и социологические так скажем циклы развития вот общество они работают всегда примерно одинаково что у тебя сначала общество сплачивается ради там каких-то идей там ради развития и так далее а потом разобщается и в данном случае триггером к разобщению послужило развитие социальных сетей в которых люди каждый из них может рассказывать какие-то свои так скажем правды свои правды правды свои какие-то вещи да и это приводит к тотальному разобщению и это не первый случай когда люди разобщаются и начинают соответственно друг друга пиздить буквально и не буквально причем они это делают и и в разных странах и в разные времена и сто лет назад и тысячу лет назад и там 2000 лет назад просто странно что при текущем развитии технологии вообще там гуманитарных наук и так далее как бы 2020 там двадцатом году 2021-2022 это тоже происходит да короче стоит почитать провести интересные параллели стоит тоже если вы умеете думать так что я советую вам если сможете прочитать ее на наверняка какой-нибудь перевод на каком-нибудь хабре появится через там пару недель наверняка кто-нибудь переведет то что я еще вам хочу посоветовать это на самом деле не статья это ролик на ю тубе который идет почти почти два часа и история в следующем это нарезка роликов из локдауна в шанхае о том как китайское правительство держит людей запертых внутри соответственно города они не могут ничего выйти как там ездят в дроне в каждом своем даже если тебя нету еды и нет воды тебе все что нельзя выйти да это такое знаете довольно довольно депрессивное наше будущее ну то есть как бы я практически верю что россии будет примерно также рано или поздно как в китае и ты смотришь на эти истории ты понимаешь насколько эти все истории не нравится под каким-нибудь хорошим предлогом они бы не подавались опять же очень много параллели к текущей ситуации которые происходят в мире вот но это вот то что происходит сейчас в конкретном шанхае можете почитать ради интереса еще и кстати статью денис шире у него в канале где он писал как раз по поводу этого локдауна который там китай происходит я хотел вам посоветовать такое немножко отвлеченную статью это на нью-йорк магазин статья о том как на данный момент битву между друг другом такую типа легальную и не только легальную битву проводят два создателя тиндера самого известного по сути на данный момент приложение для знакомства в интернете и там два чувака которые не просто в суды друг на друга подают а там прям мочат друг друга буквально и пытаются там не просто отсудить а чуть ли не пишут друг другу что я твою маму ебал я сейчас не шучу и типа срал ей в рот от воды и трупом буду типа удобрять твою могилу то есть типа вот такого уровня дискурс между двумя создателями тиндера и там прям полное безумие происходит и я очень советую вам почитать статью она прямо интересная прикольная и просто понять о том как иногда можно со своими бизнес-партнерами расстаться на очень херовых вообще когда услуги да поэтому почитай причем даже если это супер супер бизнес такого планетарного масштаба вот такие дела или марса занес нам тысяч рублей ребятами сегодня повысили делюсь радостью и частью нового клада спасибо за хорошее настроение спасибо бро пушкин мы заканчиваем наш подкаст и в первую очередь мы хотим конечно поблагодарить все те кто заносит нам денег на патреоне и на бусти дело в том что этот подкаст выходит уже последние два месяца только благодаря вашей поддержке то есть до этого у нас была какая-никакая реклама и мы пытались как-то жить на те деньги которые нам приносило это реклама потом все схлопнулось сейчас пытаются как-то там какие-то бренды выживать в текущих условиях давай давай вот такой депрессии когда нужно честно скажем мы зависим от наших слушателей и благодарим вас за это очень большое вам спасибо да потому что на самом деле ситуация сейчас тяжелая так уж получилось временно что и с работой сейчас все не так просто и все на самом деле сложного как бы там жизненных каких-то ситуациях там у нас у всех троих но мы опять же говорили о том что если бы не вы если бы не ваша поддержка то завтра каста было бы сложно прямо существовать потому что какой-то момент мы подумали о том что типа ну нужно будет проект закрывать и думать как бы совершенно других вещах а не о подкасте но так как людей которые готовы поддерживать подкаст очень много буквально мы уже недавно читали что по всем каналам ну там по всем сервисам там у нас уже почти тысячи человек это на самом деле очень круто и это позволяет реально продолжать все это делать мы все еще думаем о развитии мы все вот уже выпустили недавно второй выпуск сказка сказки дядюшка зомбака мы сейчас будем делать третий выпуск потихонечку вот мы постараемся нормально войти в режим восстанавливать стримы мы постараемся тоже как бы нормально восстанавливать еще и дткд скорее всего в эту субботу вот сейчас у нас тоже будет дткд соответственно на ютубе сотый выпуск так что готовьте вашу жопа и опять же благодаря вашей поддержке мы понимаем что так много людей хочет чтобы мы продолжали делать что мы продолжаем это делать поэтому спасибо вам благодаря вам тем людям которые нам заносят мы в общем-то продолжаем существовать и делать то что делаем да и в первую очередь мы хотим зачитать тех кто заносит нам в определенном тире на патреоне и определенном тире на бусте это две черточки такого данного никнейм александр анатолий шулика андрей извеков антон кузнецов антон зефон артем логинов артем сусак ачинский локи донатас денис артюшин денис бондаренко дмитрий карабенков евгений олипкин евгений богомолов екатерина александровна женичка калинин женя багун иван пузырев ильин егор лубневский дима михаил аронов мятная рысь не главный на юрей никита бескорсый никита с пивной насос пельмешку жаждущий славы цехолинец сергей рыбачок сергей язовский цареубийца джейми корг алексей шепелев алексей пазников алекс довыгора алекс колов альвокс арсений вайс ардзен артур галиулин артур васильев барсикс дарья дмитрий мельков дмитрий беспалов dragon мастер дронтозавр евгений петрунко ферзидис funko pop russia.com фигурки в россии fx for trader.ru goodmorning морган григорий яфа ходорелф игорь богданов илья кузнецов иван даниленко джек ванилла джаггер меш келиус максим лебедев майкл миксу монтройгер мистер валери нексенсу никита стрельников николай баранов пан котик павел петлич роман космодемьянский сергей гычка скопер евгений снова василий софар степан бугачёв степан ракитин тью джин валерия неборская влад леалин вячеслав шанауров вайсберт вайзерс юри шнитка и четыре завтра шейха которые посчитали нужным остаться анонимными один на патреоне и три на густе спасибо вам пацаны спасибо вам гигантское ребят блин ребят спасибо вам большое потому что на самом деле мы только на список этих людей потратили сейчас несколько минут этот очень круто потому что опять же говорю количество людей поддерживающих поддерживающих нас это невероятно круто и как я уже говорил куча подкастов закрылась потому что они делали все это там типа ради спонсорских каких-то бюджетов ради каких-то там высоких идей и так далее как бы и как только эти прекратилась реклама все птыщ пока досвидос ребята вы же делаете социально важную вещь пока вот как бы я считаю что все подкасты которые выживают и которые ну получается сейчас что-то делать это подкасту которых огромное комьюнити и мы очень благодарны вам да и смотрите нас часто возникает вопрос о том что вот на патреоне можно было слушать наши подкасты в анкате или там те которые там попадают в ленту в специальной рассос ленте для патронов на бусе такого пока что нет но мы поговорили появится да мы поговорили с их команда они говорят что у них это запланировано май соответственно где-то в мае должна эта история появится для подкастов они сейчас уже для подкастов якобы переделывают плеер я пока не видел что там за плеер но посмотрим вот и так что это все на бусте появится рано или поздно следующий момент то что нам еще просили пока этого нет выкладывать анкаты мы возможно будем на бусте потому что на патреоне это не нужно на бусте конкретно давать ссылочки на файлы которые можно скачать то есть как бы скорее всего мы будем это делать этих постах так что за это не переживайте но понятное дело что все это исключительно временная история то есть вот пока так спасибо вам большое что вы нас слушали что вы нас смотрели вот напоминаем вам что у нас конкурс вы сможете выиграть два смартфона real me поэтому переходите на наш youtube и соответственно оставляйте комментарии опять же пишите в комментарии хоть что-нибудь что ну чтобы мы поняли в комментарии что участвую в конкурсе участвую в конкурсе и название города да как бы или город или страну или но опять же мы говорили что только для жителей россии то что надо отправить сейчас в другую страну очень тяжело или почти нереально вот поэтому для жителей россии вы можете выиграть смартфоны спасибо вам большое что вы нас слушали что вы с нами были что вы нас смотрели это очень было классно и тогда постараемся до следующей недели да давай желаем всего самого лучшего давайте до следующего раза всем пока пока